Меня зовут Евгений. Так получилось, что я предал Родину. Я предатель своей Родины. Родина дала мне всё. Я плюнул ей в лицо, бросил, перечеркнул, сжёг мосты и уехал. Я начал жизнь с нуля сначала. У меня ничего не было. Ничего. В 29 лет перечеркнул всю жизнь. Бросил всё. Женишочек, что ты такое, чёрт побери, несёшь? Какие проблемы? Это же Америка, и они здесь. Не за этим, да, ребятки, вы хотите увидеть? Я знаю, я знаю. Юджин знает, зачем вы здесь. Вы хотите, чтобы я показал вам доллары? Оно есть, есть. У меня доллары, да. Пал, смотри, look at this, look. Look how much, how many dollars you want. You get all what you want, man. Ну вот есть у тебя американец. Доллары. Ну и чего? Вот разве в долларах сила? Вот я считаю, что сила в правде. За что? Почему? Я не видел своих родителей. Шесть лет мои родители не видели внуков. Шесть лет одного из них они не видели вообще никогда в жизни. Потому что он родился здесь. У родителя один, у родителя два. Моя жена не видела своих родственников в шесть лет. Ее родственники не видели внуков в шесть лет. Я не исключаю такой возможности, что они никогда ее не увидят. Она не видела родного брата. Я не видела родную сестру. Я не видела Россию. Я не видела свою землю, где я родился более шести лет. Такова цена предательства. Предательство своей родины самый страшный грех. Ведь ты родился и там ты пригодился. Не нужно сбегать от проблем. Нужно пытаться их решить. Так скажут вам различные уроды. Частично они будут правы. Ну только частично. Цена высока. Цена за подъем жопы с дивана. Очень высока. Я постоянно возвращаюсь мысленно обратно. Туда! Чье имя лучше не произносить слух. Сызрань. Сызрань. Я иду к тебе, слышишь? И главный герой нашего сюжета Евгений Катрузов. Неудачный таран. В интернет-сообществе известен как Евгений Таранов. Это Сызрань. Как это произошло? Почему я? Я обычный, обычный парень. Мои родители обычные родители. Мама бухгалтер, папа строитель. Ничего выдающегося. Обычные люди, как и все. Ничем не выделяемся. Пытаемся держаться, как и все. Все страдают! Мы тоже, мы тоже. Все страдают. Просто поднимите голову. Да, да. Все живут хуёво. А чё выёбываться? А там разве лучше? Там. Вот там. Я постоянно задаю себе вопрос. Как это получилось, блядь? Как я оказался здесь? По эту сторону экрана? Я просто сидел в офисе? Как и ты сейчас? Я просто смотрел YouTube? Как и ты сейчас? Я ничего не планировал. Я просто плыл по течению. Будь что будет. Что дано, то будет. Ничего страшного. Потерпим. Переждём. Да. Яйца дорогие. Да. Вот яйца, да. Здесь, блядь, попал. За живое зацепил яйца. Подорожали, блядь. Продукты дорожают. Да. Машину новую купить. Иномарку. Блядь, событие. Да. Живём в 40 квадратах. Это очень круто. Это очень круто. Квартира в 25-этажном здании. Огромное, блядь, гигантское здание. Живём там с женой. И вроде бы всё круто. Пора встречать старость. Мне 29 лет. Огромный ипотека. Огромный платёж. Небольшая зарплата. Живём от зарплаты до зарплаты. Всё стабильно. Всё так, как и должно. Ничего не предвещало беды. Ничего не говорило о том, что я предатель. Я и не планировал предавать Родину. Я хотел бы работать на заводе. Всю свою жизнь дорасти до слесаря. Пятого разряда. Получить диплом. А может быть, в Интел. Встать на доску почёта. Дождаться пенсии. Радоваться победам. Победам Родины. Но где-то я свернул не там. И я постоянно себе задаю вопрос. Где? Почему? Почему я? За что? Это мне. В чём я? В чём я виноват? Просто приезжаешь в Америку. У тебя будет вообще всё. Расскажи про Теслу. Тесла. Чё нам эти Теслы? Блядь. У нас сейчас, вон, китайские. Ничем не хуже эти. Цена дороже. Ну, качество лучше. Тесла, ребята. Вау, вау, вау. You want it, you got it. You know? It's easy, easy money in America. Just drive a truck a little bit. Not too much. Like two, maybe three weeks a month. And you got everything what you want. I tell it you, man. У них, прикиньте, вот это вот. Туалеты общие. Мальчик, девочка, все в один. Ходят эти гендерно-нейтральные трансформаторы. Как их там? Трансформеры. Вот это вот всё. Это вообще? Это что вообще? Это как вообще? Я родился в Тольятти. В 88-м году. Я младший в семье. У меня есть старшая сестра. У них в школе, прикиньте, преподают там, как вот это вот всё, задницу. Прикиньте. Детям, детям. Ладно, взрослые мужики, ну а дети-то, они всех вот это вот всё там, учителя, вот это всё показывают на себе. Вот это вот всё. Я учился в средней школе номер 11. Я закончил 11 классов. Учился я отвратно, отвратительно. Я не любил учиться. Никогда не любил. Учить что-то для меня это катастрофа. И я был таким, знаете, троечником, которому просто не ставили двойки, чтобы он закончил эту чёртову школу и пошёл в окопы. Видали, у них там Техас отделяется, то этим чёрным ноги целуют. У них постоянно какая-то грязь происходит всё вот это вот. У них тут туалетной бумаги, чего-то нет у них. Вот это вот всё целуются, там все на улицах за руку мужики ходят. Тьфу, блядь! Это вообще не по-русски. Нам это чуждо, чуждо. Вы не сможете стать там своим. В университет я пошёл, но я не закончил. Летом я устроился на работу и понял, что, блин, что мне там в этом университете сидеть? Тут уже платят деньги. 13 тысяч рублей, я сейчас прям помню, 13 тысяч рублей. Собирал компьютеры. Собирал, диагностировал, отдавал. Хорошая работа. Я был счастлив. Купил себе старенькую BMW 90-го года или 89-го. BMW 540, Е34 кузов, 286 лошадей, коробка, автомат, кожаный салон, широкие ноздри, задний привод. V8, 4 литра, М60 двигатель. Блядь, зачем я эта информация, почему я это помню? В каком году это было? Надо прям посидеть, подумать. Я уже не помню, все года смешались, как единый. Жизнь в России сегодня, из Америки, из Флорида, мне кажется, как одно какое-то мгновение. Я иногда не уверен, что это было со мной. Но я постоянно прокручиваю в голове. Это был я? Да, вроде. Потому что жизнь здесь и там, блядь. Блядь. Ебаный в рот. Как найти что-то общее? Там у меня были родственники. Там у меня была родина. Но не было ни хуя ничего. Я вот так и считаю. Где родился, там пригодился. Ты можешь подняться где угодно. Но если ты и в России работал столько же, сколько в Америке, ты бы в России все добил, все у тебя было бы. Я тебя умоляю. У нас в России страна, возможности, все свободнее. А видели, интернет в Питере восстанавливают? Десять минут. Десять минут восстанавливают. Сколько в Америке нужно интернет ждать? О, а у нас он десять минут. Все как-то у нас посвободнее все-таки, получше. Сейчас я бы так же и сидел бы в офисе, на том же самом кресле, как и ты сейчас, который начал смотреть мои видео, видосы. Шесть лет назад ты сидишь на том же самом кресле, на том же самом диване, в том же самом туалете. А я жизнь меня помотала в Америке. Мы жили там, сям. Жили в Нью-Йорке, сейчас во Флориде. Объехал всю страну. Сколько диванов я сменил? Я не знаю. Много. Много стульев и диванов пришлось перенести вот на этих плечах. Было тяжело. Первый год был ужасен. О, да, да, я помню это. Первый год в Америке. О, мой бог. Это было прекрасно. Розовые очки в первый год в Америке, в Нью-Йорке. Эйфория. Работа на мувинге. В этом гигантском мегаполисе Нью-Йорк. Это было великолепно. Я бы ни на что это не променял. Это было очень тяжело. Но как же прекрасно это было. Этот запах. Эти лаундри. Эти апартменты. Ходишь в разные апартменты, ходишь, смотришь, как живут в этой адской кухне люди со всего мира. Ммм, да, это запоминается. Отличное было время. Тяжелое. Но черт побери. Дамы, чек. It was wonderful and great a time. Что мы имеем? Незаконченное, высшее. Там три курса, можно сказать, неначатое. Отсидел в школу 11 лет. Получил пару раз по лицу. Никаких достижений. Обычный парень. Просто наслаждался жизнью, тек по течению. Помню, ходил в кружок по вот этим, знаете, дроном, самолетам. Ходил. Не знаю, сколько мне лет было. Может быть, седьмой класс. И как-то раз я пришел. Зимой двери были закрыты. Телефонов не было, интернета не было. Объявлений, ничего нет. Просто закрыто. Не знаю, что случилось. Просто закрылось. Я стоял на холоде. Не знаю, пацан 10 лет. Ждал, когда откроют. Приходил на следующий день, как маленькая собачка. Так и не открыли. Думал, что будут дроны. Ну, знаете, как сейчас на пульте управления. Летит, взлетает, смотрит с камерой, в очках. Моя мечта тогда была. Я думал, вау, сейчас меня научат, как собрать этот дрон. В нашем кружке авиамоделирования есть любой дрон на любой вкус. Побольше, поменьше. Все наше, отечественное, китайское. О нет, дроны все по окопам, братья. Мы брали в ближайшем ларьке коробки из пиццигарет. Ну, просто такие блоки. И выпиливали маленькие досочки, полосочки. И клеили к этим полосочкам вырезанные крылья, вырезанный хвост. И запускали. Вот такое было моделирование у нас дронов. То есть, это кружок авиамоделирования. То есть, самое первое, что я помню, что у меня что-то щелкнуло, это вот это. Вот это самое первое, с чего... Что это, твою мать, такое? У вас кружок авиамоделирования. Кучу народу, хоть взрослые дядьки, обучают пацанов вырезать досочки и клеить к ним картоны, картонки и запускать. И это были дроны авиамоделирования. Тогда я думал, что ну вот сейчас я повырезаю из этой бумаги, картона, крылья. А потом уже мне доверят настоящий дрон с очками, с пультом управления. Не доверили. И вот это самое первое, что мне помнится, что я задумался, блять, почему так? Почему какие-то, блять, картонки, какие-то бумажечки? Что-то не то! Я очень большой парень, два метра, огромная нога, жирный, большой. Хожу я по магазину, ищу обувь, мне нужно купить обувь, ботинки. Ходил туда в ботинках. И знаете, ну как ты думаешь, зарабатываешь 13 тысяч, приходишь в этот магазин, и мои ботинки есть только вот одна пара моего размера. То есть нет такого, что я прихожу и выбираю в России. В России проблемы с размерами. Всю свою жизнь у меня были проблемы с размерами. Я прихожу, нахожу эти ботинки, беру их в руки, самые большие. И они всегда самые дорогие. А я не хочу самые дорогие. Я хочу недорогие. У меня нет денег. Я обычный парень, у меня 13 тысяч. Но я уже подошел к ним. Я уже стою возле ботинок. И все в округе, продавщицы, кассиры, посетители, они все это видят. Ты подошел. Что, у тебя нет денег? Поэтому ты не берешь. Ты нищий. Я должен взять ботинки в руки и посмотреть на них. Я беру, вижу же там, 8 тысяч рублей. Мне это не по карману. Я не могу позволить. У меня нет таких денег, 8 тысяч. Это невероятно дорого. Но я не могу просто отойти. Потому что все узнают, что я нищий еб. Oh, my friend, let me tell you something. У нас в Америке быть бедным, это не страшно. Это стиль жизни, который ты выбираешь сам. Не хочешь работать? No problem, man. Все тебе дадут. Умереть с голода тебе просто не дадут. Запретят. И еду тебе выдадут бесплатную в фудбанках. И одежду, может быть даже айфон. Все у тебя будет, да, ты будешь жить в палатке. Но у тебя, возможно, будет даже машина. Это no problem, man. Это ты сам выбираешь, как ты хочешь жить. Это не так, как в Сызрани, когда черные риэлторы забирают у тебя квартиру. У тебя негде просто жить. А зимой ты замерзаешь до смерти. Здесь у нас Калифорния, Сакраменто. Welcome, welcome. Приезжайте, живите в палатках. It's okay. Четко смотрю на ценник. Беру, осматриваю. Смотрю на ценник. Мне подходит, блядь. Хорошее. А мне вообще не подходит. У меня таких денег не будет. На обувь. Я не могу отдать 80% от зарплаты на обувь. Это невозможно. Я понимаю, что не в этом месяце. Может быть через годик. В этом году еще ходим. Старых. Но я осматриваю обувь. Осматриваю ценник. Чтобы все видели. Я посмотрел на ценник. И меня он удовлетворил. Ценник меня полностью удовлетворяет. Эта цена мне подходит, чтобы все знали. Но мне не нравится дизайн. Слишком просто для меня. Посмотрите. Мне нужно что-то получше, чем это. Качество. Ну, кожа, да. Но что-то запах кожи не тот. Понимаете? Я оставлю. И мне нужно что-то другое. Не потому, что дорого. Не подходит, блядь. Все видели? Все? Все. Теперь можно класть и отходить. Такая процедура. Когда у тебя нет денег. Очень важно, чтобы никто об этом не узнал. Об этом не говорят. Не признаются. Ты никогда не можешь спросить. В России. А сколько тебе платят? Какая у тебя зарплата? У своего друга, друзей, на улице, прохожих. Не принято. Не принято признаваться в своей нищете. Такие обычаи. У нас, знаете, главное фасад. Фасад был заебись. А что за фасадом? Неважно. Вся жизнь, вся страна. Все вот у нас так. Фасад, блядь. Продукты. Это ГМО. Невкусный. Это пластик. Все ненатурально. Они выглядят даже, как пластилиновые какие-то. Ну, вы видели? Куртка. Кофта. Джинсы. Это просто катастрофа. У меня. Я высокий. Длинные ноги. Мне не подходит китайский шарпатрёв. Я не могу на него себя натянуть. Китайцы шьют дешёвые вещи только под себя. Они не шьют большого размера. И для меня это была просто катастрофа в России. Я не мог одеться нормально. За нормальные, адекватные деньги, которые все тратили. Мне нужно было покупать какие-то европейские шмотки. Потому что они только шьют. Большой размер всегда стоил дорого. Джинсы Levi's. Это единственные, которые, блядь, шьют. У которых есть какая-то размерная сетка. У китайских там L, XL, 2XL. Всё. У нормальных джинсов европейских. У них есть размерная сетка. Ты можешь подобрать по размеру. Но сколько стоили джинсы, когда я уезжал? По-моему, 15 тысяч рублей. Сколько они стоят сейчас? Я не знаю. У меня джинсы перетирались постоянно. Я ходил. Ляжки толстые. И у меня постоянно перетирались вот так вот джинсы. Я регулярно ходил их подшивать. Мне вырезали раз пять. Потому что джинсы стоят кучу денег. Вырезали дырку, которую я натер. И зашивали. То же самое и с обою. Если ты натер, стер, отвалилась. Ты идешь, блядь. Зашиваешь. И на все это уходило невероятная куча времени. Вот эта, блядь, мышиная возня. Мышиная возня. Когда ты идешь. Обувь посмотрел. Не подходит, блядь. Дорого. Тут посмотрел. Может в кредит оформить. Там пошел куртку. Тоже не подходит. Ну, дорого все. Не потяну. Потом, когда потянул. Перетер. Идешь вот это вот все, блядь. А когда будет готово? А сколько будет стоить зашить? 150 рублей. А договоримся на 130. Вот это вот взрывает мозг. Сегодня из Флориды. Как это, блядь? Ходить зашивать обувь? Чего? Ходить зашивать джинсы? Чего? Куртка. Здесь, в Америке, курток сколько угодно. Заказал на Амазоне. Не понравилось, вернул. Любая обувь. Все, ничего не стоит. Вот эти, знаете, магазины. Распродаж. Это все у нас тут есть. Зашел там. 20 долларов. Нужно поработать. Один час. И ты купишь себе любые нью-балансы. Все, что захочешь. Джинсы. Левайс. Левайс. Это все у нас есть. 20 долларов у нас в Левайсах. Ходят бомжи. Бомжи, да, не смотрите на бомжей. Бомжи это, кто не хочет работать у вас, вы будете работать. И у вас вообще все будет вот так, вот так вот просто. Просто вау, вау, вау. Все будет, ребятки. Америка. Это Америка, потому что. Америка. Make season great again. Я все это стал забывать. Для меня это такая проблема вспомнить, как это. Вернуться туда. Это реально, как какой-то гипноз нужен, чтобы вернуться туда. Потому что ты настолько оторван от твоей жизни. Она настолько сильно отличается, что ты. Мозг блокирует все эти воспоминания. Так уж устроен мозг. Он пытается заблокировать все дерьмо. Как будто этого не было. Как будто ты посмотрел фильм или сериал. Сериал, конечно, охуенный. Я люблю драмы, трагедии. В общем, прикладываю невероятное количество усилий, чтобы все это вспомнить. А как это все было? Потому что здесь жизнь не имеет ничего общего с прошлым. Нам в это западное вообще ничего не надо. У нас все свое есть, все свое родное. Даже лучше, вот все лучше у нас. У них все как-то не настоящее, не тура. У нас космонавт первый в космос полетел. У нас автомат Калашникова, танки какие-то, самолеты. Все лучше, лучше у нас. Ну, что нам эти айфоны у нас есть, чем у нас? Xiaomi есть. Да все то же самое. Разницы никакой нет. Просто за бренды они переплачивают. Просто деньги и ни за что берут. У нас все то же самое. Все у нас есть. Бедность. Когда ты находишься в болоте, очень сложно его увидеть, находясь в нем. Ты в нем, ты весь в болоте. Ты вырос, рос. Все в округе в болоте. И ты в болоте. Его очень сложно разглядеть. Я не осуждаю тех, кто не видит этого. Но здесь, проведя 6 лет в Америке, посмотрев, как люди здесь живут, я оборачиваюсь назад. А что это вообще было, блядь? Что это такое? Почему это так было? Почему это так происходит? Это нельзя объяснить и показать. Это можно только почувствовать, прожив там и здесь. Ощутить на своей коже, как болото. Осохло. Как ты очистился, как ты стал чистеньким, одетым, сытым, обутым. Госдог вообще видели? Скоро карантин. Ты в Америке будешь. Америка даст тебе все. И новых родственников. И новых друзей. Ничего не бери, просто оденься. И го, 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 го. Let's go, let's go, man. Just wake up and go, and go. Don't stop, don't stop. Let's go, let's go, let's go. Нужен был план спасения. Спасение себя, своей семьи, своей жены. How we speak on our Wild West. Как мы говорим на нашем диком западе. Тебе ничего не нужно. Ничего не бери. Ни диплом, ни одежду, ничего. Просто приезжай. Америка даст тебе все. Руль. Спасали за трак. Даст тебе метлу и тряпку. Будешь мыть туалеты. А кому вы там нужны? А кто вас там ждет? Там, понимаете, вот эти вот все. И вот-то нахуй. Я уехал в 18-м году. Тогда это была другая Россия. Сегодня это совершенно другая страна. Той страны, в которой я уехал, ее больше нет. Ее не существует. Но уже тогда у меня сносило крышу от того, что происходит в округе. Да ничего, вот жили, жили же как-то вот. Деды как-то жили. Бабы наши как-то жили. И мы как-то проживем. Не надо вот это вот нам западное все. Понимаете, душа должна быть. У нас есть история. Там истории, ничего нет. Нужна душа. У нас люди душевные все. Мне говорят, что ну тебя же сделала Россия. То, кем ты стал, это Россия. Нет. Если бы я был в России прямо сейчас, у меня бы даже не поменялся мой диван, мой стул. Я бы на нем и сидел. Меня сделала Америка. То, что я имею сейчас, дала мне только Америка. Своими вы не станете там. Вы будете чужими всегда, сраными, сраными, вонючими мигрантами. Никому вы не нужны. Только мыть туалеты всю жизнь. Ваши дети, вы все будете мыть. Мыть туалеты всю свою жизнь. Ничего вы там не будете представлять. Для этого они вас туда и зовут, чтобы им туалеты помыли. За какие-то странные эти бумажки. Ты что, дома не мог что ли туалеты мыть? Ты что, дома не мог доставщикам работать? Все можно, дома все это можно было работать. За наш, наш, зато с семьей, зато с нашими, с нашими. Все то же самое. Стоило столько сил, столько страданий. А маму, маму не видишь. Мог и дома, в Россиюшке. Так же у нас дальнобойщики на фурах, европейских, эти Мерседес, Вольво, так же работают. Там все, отличные деньги получают. А дома, дома, у них все, все есть у них. Все то же самое. Вообще стоило улетать. А я вот знаю, у меня знакомый есть, айтишник. Вот айтишники там полмиллиона рублев получают. Водитель на фуре ездит. Что-то я там чуть-чуть покатался, три недели. Все, дом, дом построил. Все можно купить. Санкции эти вообще непочемным. Все у нас есть. Страна огромная. И все хотят нас только захватить. И НАТО не пройдет. Слышишь ты, Байден, только Америка сделала меня тем, кем я есть. В России, я уверен, сейчас бы сидел бы в том же самом офисе. Возможно, офис поменялся. Но примерно в той же самой сфере. Я бы не развивался. Я бы все, я бы смирился своим существованием и считал бы вот эту вот мышиную возьму. жил бы от зарплаты до зарплаты. Ничего бы не менялось. Максимум съездил бы в отпуск, в кредит. И смотрел бы ютубчик, сериалы, фильмы. И наслаждался бы жизнью. И ждал бы пенсию. Россия это как болото. Оно затягивает. Из него сложно вырваться. И ты смирился с этим. Россия не делает тебя сильнее. Россия делает тебя слабее. Она пытается заткнуть тебя, связать тебе руки, нагнуть тебя раком, вставить бутылку. Кто-то звал лейтенанта Бутылочкина. Бутылочкин прибыл. Пользуясь случаем, хочу сказать, что у нас европейские сейчас бутылочки чистые, экологически чистые, раскладываются в анусе и не оставляют следов. Так что мы за экологию и идем в ногу со временем. Это все, что она делает. Не делает она тебе сильнее. Не дает она тебе ничего. Россия только забирает, высасывает жизненные силы, высасывает время. 29 лет своей жизни потрачено там. Вот о чем я жалею. 29 лет жизни. Есть айфон. Айфон. Последней модели хочешь айфон? Сколько угодно айфонов дядюшка. Сэм, предоставь. Просто приезжай. Вася, Иван, не важно. Doesn't matter. Айфоны, бля, кому нужны эти айфоны, я тебя умоляю. По-настоящему меня изменила Америка. Я кардинально изменился. Человек, который я был в России и здесь это два разных человека. Здесь я очень много работал. Я невероятно тяжело работал, не покладая рук. 24 часа в сутки. Так уж устроена здесь жизнь. Она как бы тебя подталкивает к этому. Тратить, зарабатывать, зарабатывать и тратить. Там в болоте оно тебя как бы сковывает. И у меня не было никакого ни единого желания создавать что-то, делать что-то, придумывать что-то в России. В России ты думаешь только как выжить, как защитить себя от этой плесенью, отмыться хоть чуть-чуть, чтобы увидеть свою кожу, свое лицо. Зубы. Хочешь зубы? Будут зубы. Хочешь сиськи? Сиськи у меня от рождения. Сиськи тоже можно сделать. Все можно дует. Все заберут, ставят палки в колеса, украдут. А теперь еще и это война, диктатура, Путин. Потому что она наша, наша родная, родненькая. Я называю открыто и призываю всех называть это открыто. Путин, война, диктатура, убивает невинных людей и в Украине, и в России. И мне абсолютно с этим не по пути. Я не хочу что-то создавать, иметь что-то общее с этим. Я хочу просто много работать, получать фидбэк, быть уверенным, что я защищен, что все будет окей. И чтобы было лето, круглый год, как во Флориде, в нашем городе Палмкост, пацаны, Палмкост. Обязательно, когда будете приезжать в Америку, рассмотрите город Палмкост. Здесь очень много русских, русскоговорящих, большой комьюнити, недорогие цены на жилье. Здесь безопасно, очень много полиции, хорошие школы, 10 минут до океана, отличная погода, зимой здесь просто рай, летом жарковато, но везде летом жарковато, так что Палмкост. Спонсор нашей программы Palm Coast Просто живи заебись Ну вот скажи, медицина же там Медицина Никто не может себе позволить Она же дорогая Ты если заболеешь, то все Тебе такой счет пришлют Ты просто обалдеешь Диснейленд, Universal Studios Орлан, вот это вот все будешь ходить Показывать бесконечно Вот эти сторисы, как ты с Микки Маусом Сосешься И вот теперь сегодня, в конце января 2024 года Спустя 6 лет Я вижу отличный результат Своей работы Я работал на мувинге, работал на констракшене Работал на пламбинге Работал на доставке велосипеде На велосипеде доставлял еду по Нью-Йорку Все что угодно за деньги, мэн Переехайте за океан Чтобы на велосипеде На велосипеде ездить Еду возить Пиндосом эти Мог бы и у нас Сызрани спокойно возить Вот я смотрю на тебя Ты вроде вот Вот вроде нормальные вещи говоришь Ну на такую херню ляпнешь Вот у меня У меня друг Этот мерчендайзер И он такую себе тачку купил Этот Донфенг Донфенг Айелос Донфенг Айелос Да пошел ты нахуй Провокатор Вы можете посмотреть все это на моем ютубе Полная история Все присутствует Теперь я вижу результат И ютуб Это также моя работа Ютуб тоже дает результаты Связи Знакомства И то где я сейчас нахожусь Ютуб тоже Помог Я много работал на ютубе Ютуб это тяжелейшая работа Это двойная работа Ты работаешь и там И с ютубом Снимаешь Показываешь И все это в итоге дает результат Не мгновенный Но постепенно И сейчас здесь Я вижу что да Америка Много забирает Плата высока Чудовищная плата Но она также много дает Да где же это твоя жизнь Ты в эштраке живешь Ты жизни не видишь Как собака В будке Едешь Целыми днями Месяцами К твоей жене Он уже Черныши соседший Каждый день Уходят Ты сейчас с трака Приедешь У тебя месяц дома не было У тебя уже Дети пол сменили Кто ты Who are you Who you are Америка Сделает тебя человеком Дом Дом Да Хочешь большой дом Все будет Поработаешь Покажешь налоги Будет дом Плазменный телевизор Любой величины Какой унесешь Мэн Чешется Сука Башка Ты Макбук Будешь сидеть За макбуком Вот это вот все Не вот эти Китайские Хяоми Хяоми Никто не знает В Америке Что такое Хяоми I'm telling you You didn't You didn't Telling you И теперь Мы возвращаемся В Америку И посмотрим Как теперь Сложилась Моя жизнь Чем я теперь Занимаюсь А дроны улетели А вы заметили У него Это весь фильм На трешка Нажрется Своего Гимова Рыгает Как свинья Ха-ха-ха Эй ну прекратите Свои бомбежки Я же Просто Простой парень А что мне делать Повестка пришла Куда деваться Я вообще-то Политикой Не интересуюсь Вашей этой Сейчас я занимаюсь Диспетчированием У меня сейчас На диспетчировании Шесть Больших Траков Они работают Примерно Двенадцать человек Сейчас работают По два человека В каждом траке Сейчас Прямо сегодня Вот я записываю Это видео Два человека Едут в каждом траке Двенадцать человек Шесть траков Я постоянно Вот там стоит Открыт монитор Телеграм Карта Мониторинг Грузы Борт Я ищу грузы Диспетчирую Говорю кому куда ехать Решаю какие-то проблемы Юджин знает Как делаются дела В Америке Напиши Юджину Юджин расскажет Ставь лайк Подписывайся на канал Пиши комментарий Юджину Теперь я работаю дома И мы возвращаемся Пацаны В Америку И смотрим Как же так Получилось Что Женя Теперь Работает из дома И у меня появилось Время снять это видео Классно Классно Ставьте лайк Подписывайтесь на телеграм Подписывайтесь на инстаграм Вконтакте Не подписывайтесь И пишите мне Пацаны В телеграме И в инстаграме Ставьте лайки И на ютубчик Тоже подписывайтесь И пишите комментарии Но самое главное Пацаны Телеграм Телеграм прям обожаю Вообще классно Суки Блять Где-то вон там Вон там Вон там Вон там Вон там Я пошел За ссылочками Сакс и Сандальс Пиктерс представляет Продолжение следует... Продолжение следует... Счастливый проводить время с детьми И вот знаете, пацаны, есть такое Как бы понятие Найти свой дом, свое место И радоваться им И вот мне кажется Я как раз такое чувство сейчас обрел Флорида, Палмкост Это прям мое Чувствую, что я здесь Здесь мое место Мне здесь очень нравится Семье с детьми супер Рядом Орландо Это такая мировая столица Разлетений тематических парков У нас есть такой обычай семейный Мы проводим там Время очень много Ходим и все думаю Когда надоест Это Флорида Это тематические парки И все как-то не надоедает Все время приезжаю Во Флориду Всегда такой радостный Наконец-то Классно домой И вот мы ходим По тематическим паркам А у нас там абонемент На целый год Есть Диснейленд Универсал студия Они огромные Их обойти невероятно Невозможно Люди со всего мира Съезжаются в Орландо Прилетают с Европы С Японии С Китая В этих тематических парках Можно увидеть кого угодно Очень много туристов Орландо такой Прямо очень и очень Бизи город Туристический Я когда приезжаю Во Флориду У меня есть ограниченное время Мне нужно все-все Скорее успеть Потому что Выходных чуть-чуть Там всего Да там неделя Две максимум И надо срочно-срочно ехать Опять Здорово пацаны Сейчас я уже не в траке Сейчас-то я уже в Хоббарте Все нормально Катаюсь на горках Отдыхаю за вас Так что ставьте лайки Подписывайтесь на канал Почему Женя У тебя мало времени Ты же собственник трака Ты можешь делать все что хочешь Да пацаны Оно звучит красиво Но на самом деле Правда такая Что когда ты Собственник трака Ты начинаешь считать Каждый свой день В долларах А каждый день Простоя трака В день Стоит денег И я точно знаю сумму Это примерно 200 долларов США То есть это страховки Это кредит Это парковка Это просто упущенная выгода То есть страх стоит Тебя ждет И каждый день Нужно платить 200 долларов И это И это прям Очень сильно Давит И морально И финансово Это очень дорого Представляешь Что две недели Тебе отдохнуть Стоит 3000 долларов И ты начинаешь Все это считать То есть так Провести с семьей Две недели Будет стоить Мне 3000 долларов То есть получается Чтобы мне это сделать Мне нужно их заработать И поэтому Я думал Раньше Что будет свой трак Будет больше времени На самом деле Пацаны Все это работает С точностью наоборот Больше ответственности Меньше свободного времени У тебя Нормально С утреца Размялся Хорошо Постриг газон Как в баньку Сходил Вообще шикарно Обожаю Пацаны С утреца Размяться Хорошо Красиво И полезным делом Занялся С самого начала Как я приехал В Америку Я работаю Нон стап Нон стап Работа 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 В первые два года Отдыха Было прям минимум В первый год По-моему Я вообще никуда Не ходил Не отдыхал Просто работа 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 И вот когда я думал Что куплю свой трак Думаю Вау Супер Сейчас наверное Буду я сам себе Регулировать время Ну знаете Когда ты компани драйвер Ты получаешь там Центы мили Или как я там Работал на мувинге Мне У меня был Ну мне ставили предфакт Что ты должен там Отдохнуть неделю И мне это ужасно не нравилось Я был пиздец какой Недоволен Вот Ненасытные люди Хотят чтобы трак Все время ехал А теперь Когда у меня есть свой трак Я такой Блядь Ну ладно Все понятно Свой трак Стоит И ты теперь Вообще Отдыхать не можешь Потому что Каждый вот этот день Вот этот вот Видите Проведенный с детьми В бассейне Стоит мне Очень-очень дорого Трак стоит 200 долларов Каждый час Можно даже посчитать Сколько стоит Каждая минута жизни Во флориале Пацаны Сейчас-то я уже Не в траке Сейчас-то я уже Газон стригу Вот смотрите Во Флориде Влажная жарешка Градусов 40 Я не знаю 50-60 Может 100 Видите Весь мокрый Зато смотрите Какой газон Классный получился Просто Вот с утра Рекомендую Пацаны Приедите во Флориду Начинайте свой день Со стрижки газона И все у вас будет хорошо И полезным делом Занялся И потом целый день Чувствуешь себя хорошо Так что Ставьте лайки Подписывайтесь Пишите комментарии Обязательно Типа Уже Ты живешь в будке Весь в кредитах Не можешь остановиться За траву Траву я взял в кредит И не могу остановиться Надо ее косить Если не буду косить Траву просто придут И срежут Под корень Срезают И остается просто Ну там Там дальше Сызрань Не очень Смотрите как красиво получилось Еще нужно углы подрез Тут так шук И будет просто идеально Но Не в этот раз Пацаны Не в этот раз Вон видите линию видно Соседскую Соседскую линию видно Как у меня получилось ровненько Здесь Не знаю Это дом в аренде Поэтому Здесь вот Не было никогда травы Здесь какой-то пустой участок Поэтому я снимаю Вот так вот Вот так вот Вообще красиво Вот так хорошо Вот так вот Вообще супер Просто Напротив нас Просто джунгли Теперь Из своего опыта Я не могу вам Рекомендовать Покупать трак Это просто Два разных пути Покупать Или работать Как компани драйвер Это все зависит От вас Вам принимать решения Могу посоветовать Если вы хотите Въебывать нон-стап Нон-стап Работать 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 Конечно покупайте Если вы хотите Больше свободы То больше свободы На самом деле Вы получите Работая Компани драйвер Потому что Трак сломался Его надо чинить Надо менять колеса И вас это не волнует Вы за это не переживаете Вам не нужно платить Пейменты Вам не нужно платить За простой трак Вам не нужно платить За колеса За ремонт А когда вы Овнер Вы собственник Вы начинаете Считать Каждый доллар За каждый простой Каждый галлон Топлива Который вы заправили Дороже Чем могли бы Потом считать Ифту Таксы Это куча-куча всего Страховки Паркинг У вас будет болеть голова Это зависит от того Какой путь вы хотите выбрать Путь более свободной работы Но тоже высокооплачиваемый По меркам Всего блять мира На траках в Америке Платят невероятное количество денег Либо вы хотите работать Нон-стап Без выходных Тогда конечно Вам нужно свой трак покупать Да, вы будете видеть Меньше семью Но может быть Больше заработаете Здорово, пацаны Сейчас-то я уже Все в бассейне Вот Во Флориде Плаваем С моей акулой Акулы, короче Ищут хороших русских И не ест их Что, Матвечек? Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И пишите комментарии Вот морковка Вот морковка Акула съела Акула не ест никого Акула хорошая Что самое главное В этой тленной нашей жизни, пацаны Конечно же, семья Дети Дети И семья Это самое важное Что действительно приносит тебе Счастье Удовольствие в этой жизни И ты по-настоящему доволен собой Что когда у тебя все в семье хорошо И ты вот сидишь, блять И балансируешь между двумя сторонами А как сделать им лучше То есть нужно больше работать Больше работать Ну, потому что деньги Нужно зарабатывать деньги Либо проводить с семьей Больше времени Но тогда будет меньше денег Не как в идеале Проводить время с семьей И зарабатывать денег И вообще не работать Но в идеальном мире Это одно А есть реальный мир Реальный мир в Америке Где нужно работать Работать и работать Человек еще такой Странное Странное существо Вот каждый из нас Родитель Отец Думает, что вот он Самый лучший Отец в мире И только он Знает, что самое лучшее Для его ребенка И только он Может воспитать Именно правильно Вот я постоянно Это слышу Что нужно быть дома И воспитывать детей Блять, а вот ты Ты вот прям Точно уверен Что ты лучший Воспитатель для своих детей И я вот Постоянно об этом задумываюсь Действительно Действительно Вот, блять Ну, просто все так думают А значит, что кто-то Блять, из нас ошибается И он не является Блять, идеальным воспитателем Для своих детей Вот мне кажется Детей все-таки Воспитывает улица Либо окружающая их среда И она намного важнее То есть, если бы Мои дети росли в Сызрани В этой серости Там, где нужно Ссать в лифте Там, где нужно Поджигать Кнопки лифта Там, где нужно Сдавать взятки копам Там, где Ну, весь этот Пиздец происходит В диктатуре Вот, мне кажется Намного более важней И идет просто На пользу Для человека Это вырасти В какой-то Правильной среде Мне кажется Вот сейчас Для меня Что правильная среда Это Америка Во Флориде Мне кажется Там действительно Правильная среда Правильное общество Здоровое общество Хотя бы И круглый год Лето Мне кажется Это действительно Правильное место Где растить своих детей Меня абсолютно Устраивают Законы Флорида Здесь В школах Запрещена Пропаганда ЛГБТ Мне нравится Мне нравится Что городок Он такой Маленький Не огромный Мегаполис А маленький Городок И как будто бы В маленьком Городке Ну, люди Какие-то Наши Душевные Другие Чем в гигантских Городах По соседству Мне кажется Что вот оно Мне прям Очень подходит Да Не видишь детей Потому что Очень много Работать Приходится Мигранту Я же Мигрант Сраный Вонючий Мигрант Который приехал Без всего У меня нет Ничего Ни документов Ни языка Ни знакомых Ни родственников Вообще никого И мне Это уровень Харкор Начать все с нуля И мне Очень хочется Чтобы мои дети Росли здесь Во Флориде Ходили в местные школы И я хочу Много работать Мне приходится Это много делать На самом деле Конечно Что я говорю Какое я хочу Я не хочу много работать Никто не хочет много работать Я хочу ничего не делать Но мне приходится Чтобы вот Все было хорошо В семье А понимаешь Когда в семье Все хорошо То и у тебя Все хорошо Да мы жертвуем Жертвуем временем И много работаем О пацаны Сейчас то я уже Я уже в траке Сейчас то опять Я уже Сейчас то я в траке Уже Опять И мы едем Сдавать трак на ремонт Вот с моими ребятишками Вон там Локас Но тут он Он в штане сидит Спит Его укачивает Смотрите Смотрит в мультике Смотрите Я в Колорадо Поймал Оверхитинг То есть Перегрев движка Пока я Карабкаюсь в горы При полной загрузке У меня Перегревается Движок Когда ты просто Едешь По прямой Сгруженный Даже Все окей Но я заметил Что температура Все равно Когда я груженный Чуть выше чем нужно То есть 195 Это вроде Это окей Но вроде Оил темп Вроде больше Чем положено Не знаю Вроде бы 213 Но правда Сейчас 95 по фаренгейту Это очень много И мы во флорде Здесь жаришка Ну короче Я перегрелся В Колорадо Я думаю Что в этом Есть какая-то проблема Поэтому я решил Отвести трак В ремонт И еще у меня Сам пропеллер На вентиляторе Немножко болтается Когда крутится Я спросил у ребят У кого такой же движок У них так не болтается Поэтому я сейчас буду Оперировать С этими двумя фактами Что у меня Перегрелся движок И у меня болтается Вентилятор И еще момент Что у меня есть Небольшой Люфт руля То есть там вот Он называется Там такая шестеренка Стоит Называется Universal U-Joint Universal Joint И походу Он разболтался И вообще У меня есть Отзывная кампания На рулевую систему То есть на замену Сейчас тоже буду На это давить Что вот там Небольшой люфт И вроде есть Отзывная кампания Вот две проблемы Вообще он едет Как по рельсам Сейчас без трейлера У меня на трейлере Колеса убились Там три колеса Под замену И с трейлером Его болтало Вот я еду без трейлера Видите Пустой Просто на башке Ехать тут Буквально 53 мили Осталось Ну один час ехать До Джексонвиля Это я живу В Палмкост С Палмкост До Джексонвиля Там хороший сервис И буду надеяться Что починят Вроде бы ехать То можно Вроде бы все в порядке И рулевая Вроде бы она Вот она едет По прямой Ничего я даже не держу Все вроде окей И вроде перегревается Только в горах Колорадо А там знаете Такие горы Они вот так вот Прям наверх Ты едешь Лукасик У тебя драйвер рекорд Чистый Не было никаких там Спидингов Ничего Ну все хорошо Лукас Да я же просто Нет Нет Все можно Лукас Ты неправильно понял Лукас Ты неправильно понял Лукас Да и все Все Не надо работать Отвез свой Единственный Пока что Трак В ремонт Потому что Я накопил Небольшой жирок Решил отдохнуть Провести время С семьей Потому что На самом деле Честно Для меня Это последнее время Стало невероятной проблемой Не вижу детей Представляешь Они растут И у меня все время Такое кошмарное Представление Что я приеду Там спустя месяц Домой А они уже взрослые Такие дядьки Уже женатые С детьми И я такой Для них чужой Типа Ты кто вообще Дядя Ты приехал Действительно Это Это сильно напрягает В общем Я отвез С трак в ремонт Там На самом деле Вообще Никакой проблемы Не было Никакой проблемы Не было с траком Не было чек-инжин Ничего Он прекрасно работал Все было хорошо Но так как я думал Что он на гарантии Ну он и на гарантии Все окей И я буду долго отдыхать Пускай они там Две-три недели Сколько угодно Его ковыряют Ну по гарантии Все бесплатно поменяют Да побольше А у меня знаешь Накопилась куча дела Вот я занимаюсь Пикап траком Все еще У меня ездит Мой пикап трак В это время А сейчас он уже Не ездит Я абсолютно полностью Вышел из этого бизнеса Мне он абсолютно Не интересен Пикап траки Пацаны Из своего опыта Я вам не рекомендую Заниматься пикап траками Если у вас есть Work authorization Social Обязательно покупайте Сидел Садитесь на большие траки Не занимайтесь Пикапом Пикап Это очень грязный Черный бизнес Там очень много Левого Незаконного И очень много Можно получить себе Проблем Для будущей жизни В Америке А это Поверьте Не то С чего Стоит начинать Жизнь В США А я всегда говорил Хочешь нормального драйфера Ради его сам Сейчас-то я уже Пацаны Я уже в траке Только в маленьком Траке В траке Шевроле Приехал домой Сейчас обслужим Обслужим его Быстренько Обслужим Все что надо Сделаем Вот с мистером Лукасиком Лукасик Лукасик сразу Переживает Когда я куда-то Один ухожу И он даже готов Босиком бежать Лишь бы с папой Доехать Куда угодно Здорово пацаны Сейчас-то я уже Не в траке Просто звонил банк Они видят Что я уже Три дня Не в траке Звонят и спрашивают А ты когда В траке ты пойдешь У тебя же это Кредиты И все такое Я говорю Так я под траком Под траком же Тоже считается Оказывается Да И банк Такой Ну типа Окей Если под траком Я вот прислал им Пров Что я под траком У себя дома Во Флориде Меняю тормоза Вот они Вот они Новые тормоза Вот они Старые Видите Стерлись Какие Тоненькие Вот они С толстые тормоза Вот они Стерлись Стерлись Все пацаны Ставьте лайки Пишите комментарии А я под трак Потому что банки Уже звонят У меня же кредиты Кредиты Пацаны С пикап траком Постоянно что-то происходит Постоянно что-то нужно сделать И это довольно-таки Веселый бизнес Здесь я вот Меняю масло Клею дополнительный бак Меняю тормозные колодки Почему я делаю это сам Во-первых Это дешевле Во-вторых Это качественнее Чем тебе сделают на сервис Это быстрее Чем Обратиться в сервис И Мне на самом деле нравится Я вот люблю Ковыряться в этих Железках У меня было время Было настроение И я в них поковырялся Мой пикап трак Прямо сейчас Стоит на парковке Уже наверное Месяца 4 Может быть 5 Может быть 6 Я не знаю Уже полгода Наверное стоит Я его даже Я его даже пока Не пытался продать Все еще думаю Что с ним делать То ли оставить То ли избавиться От него Но как бизнес Это все Он полностью Исчерпал себя Сейчас то я что уже Автосервис вот открыл Заезжает пикап траки Меняем колеса Вот линкольн подъехал Привез новые колесики Линкольн Навигейтор Подъехал Еще на ходу Блядь Это хуйня 5 лет Сука Ездит У него даже багажник Электрический Он открывается Нет Ты можешь себе представить У него блядь Блядь багажник Открывается Ей уже тысячу лет В обед Она еще ездит В общем что Колодки поменены Колеса сейчас будут поменены Аккумулятор Тестируется Фильтра поменены Особие поменены Все поменено И все готово И вот начинается История капитана Сызрани лоджистик 300 тысяч миль Я проехал на своем Собственном траке Который я взял в кредит На 3 года И даунпеймент Был 100 тысяч долларов 100 тысяч долларов 50 процентов Первый трак пацаны Он самый сложный Его очень сложно получить Потому что Ты никто У тебя нет истории У тебя нет ничего Очень сложно пацаны До этого Я работал на мувинге Я получил сидел По-моему Года 4 назад В Нью-Йорке И это обошлось мне В районе 600-800 долларов Вместе с таксами У меня есть отличное видео На эту тему В Нью-Йорке Сдавал сам Тогда Все как-то было По-другому Когда я получил CDL У меня уже был Довольно-таки большой опыт Езды на бокс-траке 24 фит трак Я ездил по Манхэттену По Нью-Йорку По Джерси По соседним штатам Я уже знал дороги Как их объезжать Как смотреть мосты То есть это был полноценный 13,6 высота трак Но единственное Это был бокс-трак Без прицепа Но ездили с небольшим прицепом Иногда На Вене В общем Опыт у меня Вождения уже был Какой-то такой приличный Причем в таких Эриях Как Манхэттена Манхэттен Это ужасное место Для водителя Я получил сидел Работал на мувинге И меня посадили Сразу с сиделом На большой трак И отправили в трип Практически без Какого-либо Экспириенса Езды на большом Семай-траке Эйтин Уиллера И я поехал С другом Как с другом С коллегой Мы поехали в трип Развозить вещи На мувинге И так Началась моя карьера Дальнобойщика По Америке Года полтора Я катался на мувинге На этом большом траке И получил Невероятный Большой экспириенс Опыт Вождения этого трака Потому что на мувинге Тебе нужно заезжать В такие места Куда обычный трак-драйвер Когда ты работаешь На холодильнике На флатбэде Стопдеке Ты никогда не будешь заезжать Ты заезжаешь К людям в дома То есть в частные дома И ты часто заезжаешь Задом Выезжаешь задом Я заезжал В такие места Что теперь Когда я работаю Уже на стопдеке Рифере Для меня не было Никаких проблем Запарковаться Заехать В Волмарт В Чипотле В Старбакс В Макдональдс Никаких проблем Все кажется Легко и доступно Я благодарен Что был такой этап Как мувинг Это реально Мне очень сильно помогло Помогло Выучить английский Помогло С вождением А самое главное Деньги На мувинге Реально На самом деле Очень много денег И когда И когда вы слышите От кого-то Про какие-то Безумные Заработки На работе На траке На мувинге Это действительно Так Это действительно Правда Особенно Если вы будете Ездить на своем Траке На мувинге Искать свои Заказы Вы станете Довольненько Состоятельным Молодым человеком Но мувинг Это такая Специфичная работа Что у человека Должен быть Определенный Склад ума И мышления И совесть Должна быть На минимуме Чтобы работать На мувинг Потому что Мувинг Это работа С людьми Которых тебе Придется Периодически Наебывать И обманывать Восьмидесятилетнюю Бабушку Ты просто Должен быть Такой человек А я Вообще Не такой Я не судья Я никого Не обвиняю Я просто Рассказываю тебе Свой опыт Я ушел С мувинга Потому что Я устал Недовольные клиенты Постоянно Вызывали полицейских Потому что Мувинг Это довольно-таки Дорогое удовольствие Это стоит Очень дорого А люди Хотят Очень дешево И очень качественно Короче Не сложилось Но Мне понравилось Было здорово Дальше Я пошел Работать В транспортейшн Начал искать Компании По-моему Я поменял Штук 10 Компаний И везде Меня наебывали 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 А после Как меня наебали Меня наебывали Еще раз Найти Хорошую Транспортную Компанию Оказалось Что-то Невероятным Я был В шоке На мувинге Такого нету То есть На мувинге Наебывают Только клиента А в транспортейшн Наебывают Всегда водитель Водитель Виноват В любом случае Водитель платит За все Либо платит Деньгами Либо платит Своим временем И вот я ходил Из компании В компанию Пока не нашел По знакомству Не устроился На рефрижератор Парниша Был трак И ему надо было Водитель А мне нужно было Поработать пару месяцев Пока не родится Лукас А потом я беру Отпуск По уходу За ребенком В общем Я поработал Мне понравилось Заработал Какие-то нормальные Деньги Хороший тогда Был очень рынок На рефрижераторе Это такой Холодильник Прицеп Холодильник К тому времени Рынок Транспортейшна Был настолько Хорош Высокооплачиваемый Столько платили денег Что купить трак Было невозможно Особенно новый АБУ Траки Продавались Как новые И к тому времени Я уже заказал Свой новый трак В 22 году Кенвер Т60 И ждать его Нужно было В районе Четырех месяцев И чтобы вы понимали Очередь на трак Тогда стоила 15 тысяч долларов Вот ты отстоял Очередь Заказал трак Отстоял И у меня предлагали Ее купить За 15 тысяч Просто Очередь В линии Чтобы забрать Этот трак И желающих Было сколько угодно Сейчас это звучит Как-то смешно А тогда Это была реальность И все Относились Относились К этому В Америке И она будет Рожать И нужно Нужно проводить Время С семьей В общем Я проводил Время С семьей Ждал свой трак Дождался И поехал Работать Много И жестко В то время Я вообще Не появлялся Дома Потому что Платили Безумные деньги Началась Зима Зимой платят Еще больше И плюс Рынок был На высоте Холодильник Тогда примерно Я получал Тысячу Тысячу Двести Тысячу Триста Долларов Каждый день Чистыми На своем Собственном траке Представляешь Ты работаешь Тридцать дней Нонстап Ты получаешь Тридцать тысяч Долларов На свой счет Чистыми После всех Вычетов Всех расходов Страховок Платежей Все Вот Все заплатил И у тебя еще Осталось Тридцать тысяч Долларов Представляете Какие бабки Люди зарабатывали В те времена В этом бизнесе Зависит от удачи От места Времени Когда ты это начал Вот люди Которые просто Вовремя вошли В этот бизнес Они заработали Невероятное количество денег И я застал Немножко Этот период В этот хороший период Я работал На холодильнике Возил продукты Питание Это довольно-таки Тяжелая работа Потому что Сна там нет Вообще От слова совсем Ты спишь Всегда Непонятно где Когда ты не можешь Ничего спланировать Потому что Ты проводишь время На выгрузках Загрузках Иногда она Очень долго длится Трак шатается Спать сложно Потом стучатся в кабину Задают вопросы Будет тебя И у тебя всегда Ночные аппойменты И ты должен Все время Спать Когда вот Выгружаешься Или загружаешься Потому что Это может длиться Десять часов Как-то раз Я простоял на загрузке На выгрузке Три дня В Бронксе На рынке В Нью-Йорке И это было Просто ужас Через какое-то время Холодильник Закончился Перестали платить Как раньше А к деньгам Я уже привык Я принял решение Взять в кредит Степдек Открытая платформа Потому что там Все еще платили Какие-то приличные деньги И я был в восторге Мне очень понравилось Эта работа Было интересно Интересные грузы Военные грузы Какие-то БТРы Ну просто было интересно И физически это было Ты выходишь Грузишь Ну и также Очень много ответственности А зимой Зимой Я проездил всю зиму На степдеке Было очень тяжело Потому что В мороз В холод Выходить из трака Грузить Какую-то технику Натягивать Страпы Тарпы Это очень тяжело Но раньше За это платили И я такой Окей Раз за это хорошо платят Я буду это делать Степдек Это очень дорогое удовольствие Сам степдек Стоит очень дорого Он целиком сделан Из алюминия Алюминий в Америке Катастрофически дорогой материал Плюс расходники Колеса Они постоянно Расходуются Ты должен их менять Это 300 долларов За колесо А на степдеке Из-за очень тяжелого веса Колеса быстро расходуются Плюс само оборудование Для степдека То есть тарпы Страпы Различные крепежные элементы Все это постоянно Так же Нужно менять Расходуется Ломается Приходится закупать новые А это деньги Поэтому степдек Грузы на степдек Должны оплачиваться Если они не оплачиваются То это перестает иметь Какой-либо смысл И вот я на степдеке Отличная работа Я доволен Все круто Я жду ремонта трака Я нахожусь дома Во Флориде Сейчас на видео Вы видите День рождения Моего младшего сына Лукаса Пригласили Кучу друзей Его Было очень весело Мыльные пузыри Подарки Здесь в Америке Детям принято дарить подарки Тем, кто пришел На день рождения То есть они дарят подарки И чтобы детям Не было обидно Вот я сейчас Раздаю В маске клоуна Детишкам подарки И все рады Потом мы разбиваем пинато Видите Пинато Это конфеты Внутри надо разбить И тогда дети Собирают конфеты А потом мы все пошли Гулять в парк Это было Великолепное Счастливое время Мой трак На котором я езжу Все еще в ремонте Я его жду И становится грустненько И в это грустненькое время Мне приходит Предложение От которого Я не смог отказаться Мне предложили Набрать Еще Несколько траков А может быть и больше И посадить на них водителей Окей Но сажать на степдек Это сложно Дорого И за степдек Уже перестают платить Рынок уходит Все становится сложно Не окупается И самый простой вариант Это Амазон Амазон Как говорят Американцы Это Самый простой И доступный Вход Поэтому Было принято решение Остановиться на Амазоне Не нужен трейлер То есть Амазон Сам предоставляет трейлеры Не нужно нести расходы На колеса Амазон Оплачивает колеса Для новенького водителя Это также Очень легкий вход Потому что Ему не нужно Уметь ничего Кроме как Зацепить трейлер И отцепить трейлер Это все Что вам нужно уметь А на степдеке Нужно обучать водителя Как крепить груз А если он закрепит Его неправильно Это риски Груз может упасть Кого-то убить И это закончится Все для всех Для компании Для водителя Очень плачевно Большими проблемами Я вам дам Только один Большой совет Пацаны Прежде чем Покупать трак Попробуйте Оформить на него Страховку То есть Вы нашли Какой-то трак Попросите У него ВИН-номер Чтобы попробовать Узнать Сколько будет стоить Вам страховка На этот трак Потому что Я часто слышал Истории Что люди Уже оплачивают Трак Покупают А потом Доходят Дело до страховки И они понимают Что страховка Такая дорогая Для них конкретно И что в этом траке Не имеет никакого смысла Поэтому совет Такой Сначала Узнайте Сколько стоит страховка Сколько стоит Для вас Налоги На этот трак Сколько будет стоить Регистрация Потому что В каждом штате Все по-разному В каждом штате Разная будет У вас страховка И для каждого человека Она будет разная Все разное Поэтому Нет смысла Мне вам называть Сейчас свои цифры Потому что У вас Эти цифры Будут совершенно другие Может быть Они будут хуже А может быть Будут лучше Как взять трак Все просто Ты звонишь В компанию Людям У которых есть траки Вот я позвонил И спросил А можно ли мне Взять траки Вот столько-то траков Вот на такие-то условия Вот он Я такой-то И мне сказали Ну в принципе Давай попробуем А может быть Что-то и получится Теперь капитан Сызрани Лоджистик В своей маленькой лодочке Плывет Просто по течению И будь оно Как будет Как получится Просто пацаны Не сопротивляйтесь Гребите веслами Не забывайте Потому что Не будете грести веслами Ваша лодочка Никуда не поплывет Течение реки Конечно же Будет меняться Иногда она будет попутно Иногда будет против вас Иногда она будет тяжелая С волнами Это нормально Так и должно быть Пацаны Короче Пришло время Идти дальше И сделать следующий шаг Ты покатался На компанию Покатался На своем траке Разобрался Что, как, где Работать Что такое Ифта Как регистрировать Физикл Лиабилити Дэмэдж Иншуры Теперь Можно сделать Следующий шаг Пацаны Я Оплатил трак Оформил иншуру Регистрацию И полетел Здорово, пацаны А видите Новенькие Петербилды Стоят Кенверты Фрейтлайнер Фрейтлайнер Промьюзан Вот этот Вот Кенверт новый Петербилды Все новые стоят И вот Один из них Пацаны Мой Вот оно Что, пацаны Вот оно Новый Петербилд Класс Пацаны Ну что Вместе с Джекой Исаксин Сандвиз Сезерный Логистик Заваливаемся В мой новый трак Пацаны Вот Берем портфель Все вместе с вами Сейчас, пацаны Покажу Как все это происходит Вот мне просто Спаркинги Выгнали трак Все очень просто В Америке Сразу вижу Визи минус Коврики, конечно Стоковые заводы Так себе Прямо скажем Но в основном Этот трак Намного лучше Чем мой Текущий Кенверт Вот закидываем Жарковато Вот он, пацаны Смотрите Комплектация Получше Здесь есть АПУшка Электрическая На батарейках У меня В траке Блин, коврик нужен Коврика нет Так, упущение Я коврик не взял Надо было взять коврик Нужно Здесь ковры Все это, пацаны Упущение Упущение Надо все это Заказывать Как вообще Без коврик это ездить Это Катастрофа В общем Пацаны Я доволен Супер Все быстро Просто Мой трак Мой трак в ремонте Он уже там месяц Я не могу его тут достать Пришлось взять новые пацаны Что сделать Не сидеть дома Надоело мне сидеть дома Да, этот трак Прям Здесь кожаный салон По-моему Он с вентиляцией Скорее всего Вон там есть кнопочки Вентилирования Вот видите Аюкс написано Аюкс Это дополнительная батарея 58% Я так понимаю Для кондиционера Сейчас мы Пацаны Вот разуваюсь Коврик конечно Ну не знаю За 210 тысяч долларов Пацаны Мне кажется Коврики могут быть Получше Классический Матрас Холодильника нету Вроде бы как Не должно быть Да, в комплектации Нет холодильника Я уже заказал Сейчас поеду Во Флориду Ух ты Что это такое А типа столик Типа столик Блять Да Из бумаги Столик из бумаги Пацаны Включаем Утилити Включили А это розетки Окей Смарт Air Значит вот это Пацаны Все делаю в первый раз Вместе с вами Вот 70 Все Включился Батарейка Пока Офигенно Минус одно деление Всего 3 секунды Минус одно деление Здесь есть дверь А там двери нет Тут все наоборот Тут короче Немножко по другому Вот сюда у нас Ставится Микроволновка Здесь По моему Получше Нет Не пол Да По моему Кнопки получше Куча макулатуры Которая Никто никогда не читает Вот такая Стопка бумаги Пацаны А это Видимо Закрываешь И типа все Но Вот у Кенварда Хуевые Вот эти Это знаете Пацаны Все мелочи Конечно Все это Абсолютно мелочи Но Иногда они Заебывают Так Надо включить свет Как включается свет Вот Кнопки такие же Не включается свет Что-то Наверное Где-то тут Свет включается Пацаны Мне вообще-то Ехать надо Пацаны Я быстренький обзор Буквально Буквально Вот пять минуток Чтоб показать вам Как выглядит Low voltage Авто Вот включили Авто Он заведется Как только Будет low voltage Все Включил 700 миль Пацаны Вот Пруф Трак Новый 700 миль Как Суключается Свет Вот Пишите В комментариях А вот Он Включился Типа Свет Мало Надо Светодиодную Ленту Ставить Вот По этой Линии Я ставлю Светодиодную Ленту И получится Заебись Вот Это даже Лучше Вот это Смотрите Здесь Кровать Складывается Пополам Вообще Супер То есть Можно сидеть Вот Не биться Башкой Это прям Must have Option Мне очень нравится У меня такой опции Нету В кенварде И сюда Можно поставить Вот Но правда У меня Здесь завалено Все Барахло Да У меня барахло Здесь Миллион Да Так Тут Почему-то Они Закрепили Чтобы Матрас Видимо Не улетел Я не знаю Опа Как это Убирается Так что Непонятно Ничего Непонятно Пацаны Эта Убирается Сразу Абсолютно Ненужная Сетка Это типа Ты пристегиваешься Когда трак Трак едет Типа Пристегнулся Мне сейчас Надо Срочно Пацаны Брать груз Во Флориду Клеить Сайны Все Вот Это Делать А не С вами А не С вами Тут Болтать Но Как Первый Экспириенс Можно Показать Что-то Пишет Low voltage Hotel Loads Disconnected Start Engine All Recharge Start Engine Говорит Да Кондиционер Вот здесь Нет розетки У меня Здесь Розетка Есть Под Кровать А где Розетки А где Розетки Так Ну вот Розетка Здесь Неудобно Для телека Расположенного Здесь Должна быть Маленький Шкафчик Для Для Всех Обрата Да Вот Здесь Розетка Всего Две Розетки Вот Она Вот Розетка Ладно Пацаны Я побежал Вот он Peterbilt Все Круто Но Надо Работать Все Пацаны Все Готово Наклеил Sign Наклеил Plates Подключил LD Все Можно Ехать Я сейчас Буду Ехать Amazon Буду Сам Себе Искать Грузы То есть У меня Прицепа Не будет Мой Прицеп Паркинге Сам Трак На Ремонте А этот Я сейчас На Amazon Повезу И буду Искать Водителя Подписывайся Телегу Инстаграм Там Я Объявление Разместил Есть Сайт Сызрин Логистик Где Можно Заполнить Объявление Будут Еще Пацаны Траки Сейчас Вот Первый Траком Доволен Ну Если Он Будет Ездить Конечно Так С виду Все Круто Основная Проблема Трака Главное Чтобы Он Не Ломался Чтобы С ним Не Был Ни Проблем В Сызрин Логистик Пополнение Подписывайся На Сызрин Логистик И Го К нам Работать Пацаны Только Взял Трак Уже Заехал На Ремонт Вот Опять Сам Ремонтирую Надо Смязать Пятое Колесо Вот Такая Смазка Продается Странно Что Она Не Смазана Конечно Вообще Какое-то Странное Пятое Колесо У меня Вообще Не Такое Оно Какое-то Очень Другое И Вот Нужно Как-то Вот Так Вот А Оно Закупорено Обычно Отдают Траки Уже Смазаные Ну Типа Хоть Какая-то Предпродажная Подготовка Чтоб Была Но Почему-то Не В этот Раз А я Пацаны Уже Забыл Насколько Это Скучная Работа Возить Просто Drive-in Просто Drop-in Hook Просто Amazon Это Невероятно Скучно Вот Я приехал Amazon Facility Amazon Склад Вон там Зачекинился Все Все Вроде Автоматически Приложение Видите Что я Тут Вот Жду Трейлер Все Вроде По Расписанию То есть 12 часов Через Четыре Минуты Через Четыре Минуты Ну Где-то Через Я должен Приехать Через Где-то 15 минут Сюда То есть Я приехал Пораньше Я думаю Где-то Через 15 минут Будет готов Трейлер Вот Может быть Он уже За ним Поехал Можно Едет Ко мне Сообщить Куда Мне Ехать В общем Невероятно Скучно Просто Сидишь Ничего Не Делаешь Невероятно Легко Просто Зацепил Трейлер И поехал Быстро Просто Но Я еще Не Зацепил Но Я уже Забыл Насколько Это Примитивная Работа По сравнению Со Step-deck Step-deck Это Просто High level А Drive-in Это Самое Изи Чего Проще Всего Начать Свою Карьеру Амазон Это Проще Всего Пацаны И Дело В том Что Когда Вы Учитесь Вы Обязательно Порежете Колеса На Трейлере Drive-in Амазоновском Ну На Любом На Step-deck Тем Более И На Амазоне Если Вы Порежете То Амазон Будет Оплачивать А на Был в фокусе Не был Вот Он Зацепил Трейлер Отъехал Единственное Наверное Сложно Только Парковать Ну Да Там На Парковочное Место Ну Хотя Тут Место Ну Мне Конечно Не Сложно Для Начала Будет Служновато Немножко Step-deck Его Парковать Практически Никогда Никуда Не Надо Не Практически 99 Ну Может Так У Один Док Как Заехать Вот Они Пацаны Зацепились Это Смотрите Как Работает Это Кто-то Заказал На Сайте Амазон Товары И Все Вот Их Повезли Вот Развозят Почему Ночью Надо Везти Потому Что Они Заказывают Там До Шести Вечера Если Ты Заказываешь То Тебе Привозят Это Завтра Утром Ну Не Утром В течение Дня Завтра Привозят Вот Мы Они Сейчас Всю Ночь Выгружу На Такой Амазон И Потом Почтальон Локальный Поедет Ваше Говно Развозить По вашим Домам И Все Так И так Каждый День То есть Если Вы Что-то Заказали На Амазоне Вот Кто-то Из них Повезет Вот так На Трейлере Один Из них Сейчас Я Зацеплю Первый Груз Зацепляю Просто Амазоновский Трейлер Ничего Интересного Абсолютная Скукота Ничего Интересного Скучнейшая Работа Снимаю Просто Видео Что никаких Повреждений Трейлер Свежий Колеса Свежие Хорошие Трейлера Не Разваленные Легкие Судя По тому Как я Его Легко Зацепил Ничего Интересного Просто Трейлер Просто Цепляешь Просто Едешь Свет А где Свет Вроде Сверху Должен Свет Ну вот Сверху Один Ну да Отчеркнуть Свет Надо Что свет Горит И ладно Стопы Горят Стопы Горят Сверху Горит Все Больше Ничего Интересного Вот и Познакомились Пацаны Два Трачка Один На ремонте Другой В работе Перекину Перекину Вещички Нужные Мне Все В ремонте Уже Шесть Недель Пытался С ним Поругаться Блядь Я такой Человек Пацаны У меня Большая Проблема Я не Умею Ругаться Завидую Людям Которые Умеют Ругаться Я не Умею Ругаться Вот он Начал Мне Вежливо Отвечать И я Такой Ну Окей Ладно Пускай Я Говорю Сейчас Заберу Нахуй Он Начал Объяснять В чем Проблема Там Вот так Так Мы Не Виноваты Я Говорю Ладно Заебал Пускай Стоит Еще Сейчас Вещи Только Заберу Смотри Паутина Уже Видишь Паутина Уже На Траке На Колесе То есть Настолько Вот Настолько О нем Не Видно Да Вот Оно Настолько Блядь Заботится Что Уже Паутины Покрылся Капец Ну Ладно Хотя Бо Этот Пока Выручает Проще Пацаны Новый Трак Взять Чем Старый Починить Здорово Пацаны Вот он Трак Питер Билд Я На Парковочке Вот Он Этот Стоит Трак Я В Палм Кости Завел У нас Жаришка Вот Продолжаю Обустраиваться Завтра Нужно Выезжать В рейс Так Это Надо Убрать В общем Надо Поставить Микроволновку Надо Установить Холодильник Матрас Постелить Наклеить Сайны На Борт Камеру Установить GPS Датчик В общем Куча Дел Завтра Куплю Микроволновку Установлю Все Это Дело Вроде Не сложно Но Времени Мало Смотрите На меня И посмотрите На себя Здорово Пацаны Я Стою На новеньком Траке Питер Билд За 210 Тысяч Долларов США Вот Смотрите Кондиционер Вот Новые Колесики Он Проехал Тысячу Миль И у Меня В руках Дрель А Это Значит Что Значит Мы Просветлим Новый Питер Билд За 210 Тысяч Долларов Выбирайте Пацаны В комментариях В каком Месте Я Сделаю Дырку И я Сделаю Например Я Хочу Сделать Дырку Прямо Вот Тут Пацаны 210 Тысяч Долларов Тысяча Миль Есть Давайте Вторую Сразу Бонусом Пацаны 210 Тысяч Питер Билд Сверлим Готово Как вам Понравилось Это Жекор Ставьте лайки Подписывайтесь Вот Пацаны Приехал На завод Пепси Просто Пакует Всякие Пепси Я Привез Сюда Трейлер Вот он Номер 3 Дуверь Номер 3 И Типа Нужно Забрать Груженный Либо Дождаться Пока Загрузит Вот Я Сейчас Жду Вот Здесь Чувак Должна Сидеть Его Здесь Нет Я Смотрю Как Эта Хрень Пакует Тут Есть Маунтин Дью Разные Напитки Завод Пепси Просто Склад Пасует И Отправляет Пасует Отправляет Но Чего Никого Нет Тут 3 Часа Ночи На Складе Амазон В Туалете И Тут Прокладки Лежат Так Мужики Сейчас Только Не Ржать Вот Это Берете Вставляете В Отверстие И все И вас Вылечили Бесплатно Целая корзина Прикиньте Можно купить Если хочешь Привез груз Трейлер Вон тут У них Работают Амазон Посылки Пакуют Вот Ребятки Стоят Спят В общем Я привез Трейлер 2 часа Ночи В центр Лос-Анджелеса Калифорния Мой Первый Трип С Амазоном И я сразу Взял еще Один груз Сразу Назад В Теннесси Потому что Выехать Из Лос-Анджелеса Днем Очень сложно Я хочу Сейчас ночью Уехать Не спал Вообще Хочется Спать Вон у них Тут Амазон Большой Фасилити Куча Контейнеров Ребята Спят Либо Ждут Груз В общем Взял Груз Там По 2 Доллара Поеду Назад Лишь бы Выехать Из этой Лос-Анджелеса Пока Все спят Вон я стою Стоит Рачок Огромный Склад Их тут Тысячи Мне кажется В Лос-Анджелес Этих Складов С одного На другой Езжу И сейчас Контейнер Поедет В Теннесси Надеюсь Он легкий Вес Не написали Вот такая Пацаны Работа Зашел Просто В туалет Передохнул И сейчас Поеду Дальше Здесь Пацаны Выезжаю Со склада Амазон Их Тут Живет Напротив Склада Амазон В Калифорнии И этот дом Наверное Стоит 5 миллионов Долларов Я не знаю Потому что Жилье Катастрофически Дорогое В Калифорнии И они живут Вообще Везде Вот просто Траки Ездят Целыми днями Я уверен Но миллион Точно стоит Эта хрень Просто ужас Вот куча Домов Живут Всю ночь Ездят Гоняют Траки Какой Кошмар Просто Какой ужас На складе Амазон Вон 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 Склад И живут Они на складе Амазон Сумасшедшие Куча Приличных Домов Целая куча О-оу Доставил Амазон Трейлер А тут Чего-то Не хватает Колеса Не хватает Офигеть Я проехал Без колеса Но оно точно Было На последней Остановке Здорово Пацаны С вами Госсекретарь Гос Гендиректор Сызрин Ладонисник И с вами Вот я Просто 5 минут Пацаны Хотел показать вам Трак Уже ночь Видите Я свечу Своим траком Чтобы показать вам Другой трак Вот он Кенворд Кенворд Он уже готов К отправке Вот ребята Сейчас там будут Садиться И будут Возить Амазон Вот В ночи Приходится И приходится Записывать Потому что Пацаны Целый день Работаем Целый день Собирались Кучу всего Нужно купить В трак Чтобы его запустить Просто невероятное количество Вот пацаны Подписывайтесь На сайт Сызрин логистик Там будут Различные Водители Требоваться И когда нибудь И обязательно Вас тоже Если повезет Получится Провозить Сызрин логистик Пацаны Короче Уже Башка не соображает Все До встречи Днем Пацаны Сызрин логистик Вот новый трак За 210 тысяч Самое топ Время сейчас покупать Сделали Класс Смотрите Пацаны Задние колеса Реже аксель Дисковые тормоза Я такой хуйни Вообще не видел Если бы мне сейчас Не показали Я бы так и думал Что здесь дисковые Смотрите И там тоже Дисковые тормоза Охуеть У меня на кинорде Нет такого Здесь у меня барабаны Стоят Просто шок контент Я такого не видел Вообще на трак Здорово пацаны Я вернулся I'm back На степдеке Пацаны Снова работаю На степдеке Отдохнул Месяца два Проездил Где-то 10 дней На Амазоне И вот снова Мой родной степдек Соскучился Обожаю степдек Пацаны Немножко вышел Отспотел Поработал Закрепил груз Грузы интересные Сюда вот такие вот Констракшены Всякие Мастерские Всякие строительные Бригады Всякие фабрики И Америку Посмотришь И с людьми Пообщаешься И посмотришь Что производят В Америке Вообще классно Я люблю Вот платят Две сто За где-то Семьсот Восемьсот Миль Пока мой трак Там на Амазоне Ездит один новенький Старенький Ездит со мной На степдеке Пикап ездит На кархоллере И я вот В Орландо Во Флориде Еду В Джорджию Потом в Вирджинию Будет два стапа Две сто платят На степдеке Чуть побольше рейд Чем на Амазоне На Амазоне Нужно много миль делать А на степдеке Много миль не бывает И на степдеке Чуть побольше Рейд То есть В принципе То на то и выходит Но у степдека Трейлер дорогой Колеса дорогие Страховка дорогая В общем Все-все-все дороже Она в принципе Наверное По деньгам Выходит один в один Что Амазон Что степдек Но просто на степдеке Нужно чуть-чуть Меньше ездить И чуть-чуть Больше работать То есть кому что Кто хочет больше ездить Пожалуйста Есть Амазон Кто хочет меньше ездить И чуть-чуть Надо выходить Вот так вот поработать Есть степдек То есть, гроссы побольше, платят побольше, но из-за того, что эквипмент сейчас дороже, ну, все вот это стоит денег Цепи, старпы, страпы, вот это хедреки, вся херня, ваше время Плюс на степдеке не бывает много миль, то есть, тим-тим-тим груза тут не бывает, тут надо по-другому совершенно есть В общем, пацаны, новый трип, покатаюсь, наверное, месяцок на степдеке Вот оно что, пацаны, четыре часа работы уже выгружают Это, короче, развязка 95-16-го хайвея, они тут строят Это отбойный молоток, насос, это насос и отбойный молоток, вот это отбойный молоток Вон они забивают столбы, делают развязку, вот я привез у них, ихний отбойный молоток сломался, вот он стоит Я привез рабочие, сейчас их выгрузят, загрузят мне сломанные Вот на хайвее прям стою, вот у них тут эскаватор Вот она развязка, вот они уже построили часть, здесь что-то достраивают Все, поднимают, пацаны, четыре часа работы, и сейчас еще надо будет доехать О, сейчас ударится Чуть-чуть, нет, все окей Все, снимают, пацаны Супер Раз и готово Очень тяжелый эквипмент Очень тяжелый Это отбойный молоток Так шумно здесь, конечно, пацаны, работают целый день Ездят, ездят, ездят Вообще жесть Опасно, неприятно Вот это отбойный молоток 500 XL HPSI Geo Equip Поеду отвозить дальше В Вирджинию на ремонт Здорово, пацаны, продолжаем наше путешествие на степдеке Вот там что-то за 5500 Какие-то копейки, 2200 Едем в Юту из Вирджинии Плюс, что пустых милей не было То есть сразу пикап, дроп, пикап И минус, что нужный тарт Он небольшой Это несложно Но я не понимаю, зачем Потому что это штуки для трансформаторов Типа для проводов Высковольтных Они все на улице висят Сделаны, кстати, в Индии Сделаны в Индии Но почему-то нужен тарт Типа от дождя, от грязи Это странно, я не понимаю Ну ладно, сейчас Час работы, загрузимся И подальше поедем Пойдет пока что Ё-пацаны После двухмесячного отдыха От степдека Очень сложно обходить ритм Очень лениво мне было Все это грузить Первая неделя тяжелая Отдыхаешь, потом выезжаешь Вроде бы ерунда Палеты зацепило Минус в том, что они все кассы и кривые Все в разные стороны Кто куда Надеюсь, доедут Вроде бы несложно Смотрите Что мне нравится Американцы Они вообще не парятся Написано Видите адрес 10 miles west У бананцев Койот Ваш роу Типа 10 миль на запад По дороге койоты Вот что мне нравится В американцах Они пацаны вообще не парятся То есть это коммерческая доставка На траке И они пишут в документах 10 миль, блядь, на запад Езжай Ну, если бы я был на легковой машине Наверное, это окей Я бы ошибся Мог развернуться И поехать в другую сторону Но я, блядь, на этой хреновине То есть они могут запросто написать Когда волчица Проручит Проводит Три раза Солнце взойдет между гор И ровно в полдень Езжай ты на запад По дороге койота И увидишь там оленя Поверни в пещеру Медведя Они вообще без проблем Напишут, блядь, тебе такое И будут удивляться Что, долбоеб? Все же доступно написано, блядь Солнце взойдет между гор, блядь Волчица проводит три раза Америка Здесь вот все просто GPS, блядь, навигация Илон Маск Тесла Да пизды нам вообще Езжай в 10 миль на запад Вот она Спустя 2000 миль Дорога 10 миль на запад Написано Просто, блядь, езжай Вот у меня есть навигатор Здесь написано СВ Это Юго-запад Вот железная дорога даже тут есть Дорога вся разбитая Машин нету Я ошибся То была Отличная, хорошая дорога А вот это вот 10 миль ту вест Вот оно Они там мне звонят Что я опаздываю Да, господи Вы дорогу сделаете Чтобы я не опаздывал Как вот Как вот ехать Все трясется Крохот стоит Драк того Гляди, сейчас развалится Ехать невозможно Смотрите, пацаны Я на выгрузке В пустыне Вон там мужик Выгружает Он впервые Вводит, видимо, этот форклифт Очень супер-медленный И смотрите Здесь устанавливают эти вышки Высководные Видите, они не подключены Впереди еще нету вышки И внимание, вопрос Вот видите Контейнеры с водой Приезжают водовозы Заливают воду И они Из этих Бочек Заливают Короче, прежде чем Ставить эту антенну Они заливают Площадь водой Вот, внимание, вопрос Зачем Зачем заливать водой Прежде чем Строить эту вышку Я понятия не имею Может, чтобы Копать легче было Чтобы техника Проехала Я не знаю То есть там стоят Поливайки Там дальше И они заливают Отсюда не видно Просто И там они поливают Поливают водой Там они, американчики Еще один приехал Поливают пустыню водой Вот тупые, блядь У нас-то в Сибири, пацаны Я красивый 2000 миль за два дня ебанул Человек выглядит вот так, пацаны Который 2000 миль проезжает За два дня Я сейчас впервые за сегодня Пожал рис чуть-чуть Чувствую себя как говно Охуенное чувство Ну, чисто Чисто как сызренек Короче Нет, чтобы яхту построить У нас-то в Сибири Не надо нихуя поливать У нас зелено Свежо, красиво Вон, ну, хотя бы BMW купили себе BMW А они тут поливают Прикиньте, сколько денег надо потратить Чтобы полить песочек водой Не знаю, может выращивать чего-то там Деньги может выращивать Не знаю, откуда доллары берутся Может, поливают Это чувак просто заебал меня Вот он там 10 палетов Выгружает Я не знаю Очень долго Очень-очень Я недоволен Недоволен Я хочу спать Хочу поехать Вот этот час ехал по такой дороге В трак, думаю Можно выкидывать просто В такой дороге Ну, он трясется невероятно Как будто разваливается Не знаю, я вышел Думал, что там вообще Все отлетело Ну, ничего Вроде с виду все окей Все держится В общем Это я в Юте На границе с Колорадо Где-то в невероятных ебенях Я в таких ебенях еще не был То есть тут нет вообще ничего То есть Даже дороги нет В общем, нашли мне груз Этот груз был 2.75 Следующий груз будет по 2 бакса Через выходные Ну, такое себе Ну, лучше, чем ничего Главное не стоять Стоять не люблю По 2 бакса сейчас поеду Что-то там 1800 платят 900 миль В Калифорнию Нормально Ну, хуйня полная Но, что же делать Лучше, чем сидеть Потому что сегодня пятница А, видите, вот он Вот он, вот он Сегодня пятница И Нужно, нужно На выходные что-то загрузить Вот она доставка, пацаны Стройка здесь Вот что-то строят на крыше Утеплитель какой-то запихивают Вот я привез Все окей Груз вообще ерунда И, кстати, заметка такая Вот с этим грузом Он весил 8 тысяч паундов Или 6 Что-то такое С ним расход топлива Меньше, чем с пустым трейлером То есть Вот оно было все заставлено И вот Когда ты так едешь Заставлено То есть какая-то Аэродинамика кирпича Расход топлива Типа 11 MPG А без него Где-то 9-10 То есть Немножко, типа, больше Лучше расход топлива Чем с пустым трейлером Видимо, с пустым трейлером Какие-то завихрения Воздуха Он, может быть, прыгает Типа тормозит себя Не знаю В общем, полная Странная ситуация Короче, с легким грузом Но полностью загруженным До потолка Расход получается Лучше Чем вообще Пустым трейлер В общем, выгрузился Я в Сакраменто Сейчас буду пикапить Какой-то трачок Вот меня выгружает Трапы снял Все окей Сейчас поеду Вот почему Нужно приезжать, пацаны На доставке Пикапы Рано-рано утром Потому что Смотрите Очередь какая На час-два Опоздал Все Пиздарики Стоишь в этой очереди Кого-то сегодня Не выгрузят День потерян В общем, катастрофа Всегда надо приезжать Максимально рано Вот оно что, пацаны Отъездил неделю 9400 гроз Вроде бы Миль немного Вроде бы хорошо Но что-то Стабдайк Очень сильно просел И я просидел день Без груза Было два канцела Что-то мне не повезло Сегодня что-то сижу без груза В общем, решил пока Оставить Стабдайк на паркинге Здесь в Калифорнии Свеженький паркинг Отстроили Асфальтированный 170 баксов в месяц стоит Это нормальная цена Я удивился Прямо как во Флориде Во Флориде такой паркинг Тоже примерно так же стоит Очень доступная цена Я помню, что в Орегоне Портлэнде Намного дороже В Пенсильвании дороже Здесь прям адекватных Каких-то денег Причем смотрите Какой хороший паркинг Асфальтированный С камерами С освещениями С освещением только построили Люблю вот асфальтированный паркинг А не вот эту вот гравийку В общем, отцепил Отцепил степдек Наклеил другие номера Заклеил старые Временно Покатаюсь Попробую Амазон Ну как, я уже попробовал Короче Если степдек стоит То лучше Амазон За 2 доллара ездить Хоть что-то А тут вообще Пока что Как-то грустненько стало В общем, вот Одна неделя на степдеке Как только Рынок вернется Я обратно, конечно же На него вернусь Камушки Откуда они Все это взялось-то вообще Откуда все это берется Только, да Понятия не имею Вроде Столько проехал Опа Батарейка от Мавика Сдулась Надо ее подальше отнести Куда-то вот сюда, наверное В общем, как-то так Там вон мотоцикл стоит Вроде в безопасное место Вот оставлю ТАРП Мотоцикл стоит Машины Вроде бы забор Мне кажется, нормальное местечко Везде на каждом столбу По камере Там вон вообще четыре В общем, поеду По Амазонию чуть-чуть Здорово, пацаны А я иду По холоду В Орегоне На улице 0 градусов Вот пар Но незаметно, да Наверное, на камере Проезжаю заправку Смотрю на заправке Написано Макдональдс Думаю, господи Прям в кроксах выбежал Лишь бы добежать до Макдональдса Сегодня в 6 утра Это, конечно, прям спасение было Локальная дорога Вот припарковался на обочине И прогулялся И пожрать купил Жаль, только еда сейчас замерзнет Но ничего, погреем В общем, еду Вот первый груз 2.80 платят за него 2.8 Где-то 2.400 2.450 Нормальный ценник Единственное, оттуда дальше ничего нет А так груз очень хороший Он не особо тяжелый One pick, one drop Вообще просто идеально Дальше вот были Тимовские грузы Но я что-то не рискнул взять Соло Тимовские грузы Тяжело это очень Вон чувак тоже тормознул Сейчас побежит в мою дачку А этот, типа, разворот Написано Snow Turnout Это когда здесь снег Дорога закрыта И, типа, всех Заставляют разворачиваться Вот, амазоновский трейлер В этот раз мне повезло Но сегодня, наверное, вряд ли Мне опять так повезет С грузом Везу дом строить И мне тоже кто-то строит сейчас дом Все окей Сделали притрип Садимся и поехали Единственное, боялся, что зацепит Типа хедрэк Хедрэк уголок зацепит Вот заклеил Нужно заклеить, потому что Другой типа груз Другой диспетч Поэтому нужно заклеить Вон, видите? Блядь Я сел на наушники Ебушки-воробушки Еще у меня наушники не хватало сломать Тридцать четыре Тридцать четыре по фрингейту Ужас Полодрыжка Я в Калифорнии Продал свой степдек Езжу на Амазон И столкнулся с проблемой У меня вот эти вот MC Девяти номера Называются сайны Наклеены на бумажке Я приехал запикапить трейлер Они говорят Нихера у нас на бумажках Вот на таких Запрещено Ты, говорит, можешь их отклеить И мы не поймем, кто ты Вот заехал Купил специальные буковки Сейчас пять минут Наклеим Все, пацаны Нежданно, негаданно Продал свой трейлер внезапно Вообще не планировал Жалко продавать Вот оставил эквистент на паркинге Приедет водитель Заберет Последний Последний раз С трейлером Степдек Классный трейлер Очень понравилось на нем ездить Очень жалко продавать А вот что, жизнь идет дальше Надо что-то делать Сменяться Вот Все оставил Эквитмент Тарпы, цепи В ренче Все снял Можно забирать И ехать полностью готовый Полностью готовый трейлер Полностью готовый в работе Все с ним отлично Никаких проблем Продал в той же компании Где я И ездил Где ездил Туда и продал Ну, они забрали Они занимаются степдеками Открытая платформа Блин, господи Выходит дура с кейтерами На голове что творит Пацаны В этом трейлер Запечатлели в себя Последний раз Очень классно Понравилось ездить Очень интересные грузы Вот рядом мой Амазон стоит Мне интересно Скучно Степдек вообще супер Открытая платформа Это мне прям То, что зашло Амазон очень не нравится Но это просто Нужно так делать сейчас Чтобы двигаться дальше Пацаны, работа водителем В Америке Смотрите, видите склад Склад Траки стоят И Панда Экспресс Типа Японская Азиатская Замегалфка Вот закупаешь сразу На пару Пару приемов пищи Вот все приехали Все за Пандой Вот видите Траки стоят Это все Пожрать Они все приехали Вон Красота Ай Классно На ютубе пацаны Сложно понять Насколько тяжело Вообще деньги зарабатывать Вот посмотрел Вроде работает Вроде нормально Ну едет и едет Ничего такого А я пацаны Вот уже полтора суток Не спал Очень-очень много Проехал Очень-очень много Работал И вот видите Мусорка стоит И куча масла Банок из-под масла То есть Вот я полтора суток Не спал А потом еще масло Менял И я переливаю масло Юзное В коробке Из-под дефа Видите Мобил залил Заехал в Волмарт Купил масло Приехал вот сюда На тракстап Вот в этот угол Заехал Вот видите Пятно масляное Это мое Я немного напакостничал Сорри пацаны Это так происходит Когда Когда масло горячее На горячую меняешь Оно разливается В разные стороны Я к тому Что работа Очень тяжелая Пацаны Чтобы Хорошо жить В Америке Дома покупать Лодки Теслы Нужно много работать А много работать Это вот Полтора суток Не спишь Едешь Едешь И едешь Потом еще Масло меняешь Потому что Это быстро Дешево И самое главное Качественно Ты сам себе Намного качественнее Сделаешь Вот такой Оверсайз Я бы конечно Поездил Может быть Когда-нибудь И потом Я перестроился Уехал на траке Подальше Ну Чтобы Он в тот угол Видите Вот видите Самый дальний угол Встал Между траками Чтобы не видно было Раз-раз Поменял И готово 30 минут И можно ехать Очень тяжело Пацаны Деньги достаются В Америке По ютубу Это не понять Жизнь тяжелая На траке Подъехать В МАК Тяжеловато Но я справился Опа Жмем Брейк Сейчас нам Дадут пожрать Здесь козырек Его можно зацепить Чтобы подойти Вон там написано Нельзя подходить Пешком здесь В некоторых штатах Можно В некоторых Нельзя Вот здесь Они тоже не хотят Вот я приехал На траке Жду заказ Сейчас дадут Пацаны Вот занимаюсь Рутиной Трак-драйвера Едем с Лукасиком Тестируют новые колеса Поменяли резину Переднюю Сейчас вот По парковочке Прокатимся Проверим Как она Поставил активные балансиры Должно быть Smooth ride Как пишут Smooth ride Smooth ride Должен быть Сейчас узнаем Прошли колеса Передние Я поменял 180 тысяч Это очень много Для передних колес Катастрофически много Думаю Сейчас будет Реально Smooth ride Уже даже чувствуется Трак по-другому Если ведет Ну что пацаны Вот провожу Время с семьей Как вы и просили Только семья Не очень рада Работать тут Холодно Ветрено Что-то Во Флориде Зима Касси Тебе надоело Уже с папой ходить? Да? Нет? Надоело уже Папа тут таскать Тебя туда-сюда На работе Что мы? Вот В то мастерская У нас тут Сузерни Logistic Вот Передние Поменял На новые Сейчас задние Меня Вот эти 300 тысяч Миль прошли Они хорошие Хорошие Но для себя Любимого Чего же не поменять 300 тысяч Миль это Ну на зиму Если бы по Флориде ездил То еще мне кажется Целую вечность Можно было бы на них ездить Вон те новые Ну 100 тысяч Миль Как новый 100 тысяч Миль на них Вот на этих 300 4 стерлись Потому что Амортизаторы Я проебал Видите Амортизаторы И съела Краешек Можелось поменять Вот Занимаемся Показываю Лукасику Что такое Работа Что нужно Все делать Своими руками Лукасик Не надеяться Ни на кого Он Лукаса Забирает Пацаны Пару часов Со мной Часа 2-3 Провел Вот мы сняли Четыре колеса С ним В нашем Гараже Вот Раз-два 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 Колеса Два колеса Вот наш Небольшой Офис Сезоножистик Вот два Холодильника Ставят Колеса У нас Тут Весь Необходимый Инструмент Есть Генератор Ну Чтобы колеса Поменять Масло Поменять Все это Есть Коробки С фильтрами Там Стоят Вот Пацаны Начинаем Надо С чего-то Начинать Вот Такой Небольшой Офис Сезоножистик Видите Я весь Свеженький Аккуратненький Начинаем С них С малого Он У меня Трак Туда Сюда Ездит Привозит Колеса Инструменты Вот Я весь В такой В таком Обмундировании Сейчас Отличная Погодка Во Флориде Чтобы Работать Что Пацаны Кто там Говорил Что Всю Жизнь Будешь Ездить На Траке Когда Ездил На Велосипеде Мне Говорили Всю Жизнь Будешь Ездить На Велосипеде Доставлять Еду Когда Носил Коробки Мне Говорили Всю Жизнь Будешь Коробки Носить Потом Ездил На Траке Всю Жизнь Будешь На Траке Есть Вот Что Мне Скажут Теперь Пацаны Всю Жизнь Будешь Работать Сизер Ложистик Ну Такая Жизнь Пацаны Надо Всю Жизнь Что Делать Работать Вот Всю Жизнь Я Работаю Работать Надо Пацаны Что За Ленивые Жопы Что Работа 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 Не Испугать Говорили Что Семью Не Вижу Семью Вот С детьми Провожу Время Привожу Сюда Они Со мной Работаем Все Вместе Занимаемся Работой Пока Что Конечно Я Страка Сладить Не Буду Еще Поежу Потому Что Ну Пока Платят Очень Хорошо Буду Ездить Деньги Никогда Лишь Не Бывает Потом Буду Смотреть Если Не Вывожу То Есть Диспетчирование Вот Я Снимаю На Телефон С Этого Телефона Я Еще Диспетчирую Эти Траки Сам Грузы Ищу Узнаю Как У них Дела Какие Вопросы Решаю Где Масло Поменять Где Перепарковать Где Еще Водители Еще Всякие Бюрократии В Общем Намечается Путь К тому Чтобы Слез Я Все Трак Не Уверен Посмотрим Как Все Пойдет Может Быть Да Может Нет Кто Знает Но Все К этому Идет Вот Я Занимаюсь Траком Обслуживаю Здесь Траки Здесь Большой Проезд Припарковал Трак Занялся Им Поменял Все Что Нужно Здесь Есть Паркинг Загнал Все Сделал Очень Удобно Очень Здорово Вот Так Пацаны Работается С На самолет Ну Когда Нибудь Когда Время Будет Обязательно Научимся Вот Они Пацаны Новые Колеса И Фордец Все Четыре Поменял Снял Поставил Вообще Элементарно Для меня Особенно Когда Есть Такой Бокс Очень Удобно Дозировать Нагрузку И Структурировать Работу Вот Они Старые Стиринги Мишлен Проехали 180 Тысяч Миль А то Эти Проехали 300 Тысяч Мишмид Для России Это Еще Просто Идеальные Колеса Но Я решил Поменять Видите Они Практически Слики Они Еще Легали На них Еще Легально Ездить Но Для Зимы Не Очень Видите Здесь Только Протектор Глубокий Прям Мощные Колеса Купер Америка Производство Америка Американский Бренд Купер Что То Там Про Сириас Купер Ну Вроде Бы На ощупь Вполне Себе Приятные Колеса Думаю Еще Послужат Здесь Генератор Воздух Слишком Маленький Конечно Это Вообще Никому Не годится Но Дело Своё Делает Вот Такой Небольшой Офис С У нас Два Аккумулятора И Всякий Хлам Колес Надо Выкинуть Тарпы Надо Выкинуть Хладильники Поставить И В принципе Все Будет Пусто Временные Завалы Здорово Пацаны Смотрите Пол Четвёртого Утра А директор Сизерно Ложистик Уже Не Спит Директор Сизерно Ложистик Работает На то Он И Директор Собственно Выключаю Свет Выключаю Свет Меня Уже Ждет Водитель Субера И Мы Едем На Работу На Работу Все Спят Все Спят Пацаны Все Спят А Я Еду Работать Пацаны Такой Вот Директор Хотел Быть Директором Пожалуйста Только Нам Придется Поработать Уже Собраны Обязательно Кофе Директор Очень Дальше В Россию И Погнали Вот он Пацаны Аэропорт Спирит Или что На Спирите Вон там Ребята Садятся В мой Самолет Я сяду последним, потому что знаю, ну, зачем полчаса сидеть в самолете? Лучше последним залезть. Повседневная рутина, пацаны, езжу, забираю траки. Это аэропорт Орландо. Йо, пацаны, а вот он, номер три в Синзерной лоджистике. В Синзерной лоджистике уже три трака, и вот еще один новенький Питер Билд. Здесь вот их разные траки стоят, целая куча Питер Билды, Кенверды. И вот я забираю еще один, без номеров пока что. Не могу брать груз, поеду холостым во Флориде. Во Флориде такие правила, что нужно привезти трак, чтобы проверить винномер, проверить одометр. Хотя новые, что проверять, но вот такие во Флориде правила. В общем, сейчас буду ехать холостыми. Ехать 650 миль, вроде недалеко, за один день приеду, сейчас всего лишь 8 утра. Нужно заправиться, и можно ехать на новеньком траке, пацаны. На самом деле, когда эйфория была, когда забирал самый первый свой трак, новый Кенверд, эти уже так вот, ну типа, ну трак и трак, господи, что с него сделать. В общем, ну это уже становится какой-то рутиной. Сел в самолет, потом такси, и вот я здесь, забираю трак. Вот такие дела, пацаны. А у вас там как дела? У нас все же на Джессике, все нормально. Здорово, пацаны, раз, и вот он, я уже в Панкосте. Очередной трак, это получается номер 2. Номер 3 будет, скорее всего, на следующей неделе. Это вот номер 1. Это вот номер 3. В общем, водитель сейчас уже подъезжает, мы с ним встречаемся сегодня. Пятница, он вроде должен выехать уже в субботу с Ксенией. Он будет стажировать другого водителя, который сядет на номер 3. И, возможно, номер 4. Сейчас я в поиске водителя на номер 4. Пока не уверен, будет ли номер 4. Успеваю ли я его взять в этом году? Не уверен. В общем, быстренько, пацаны, рассказываю. Как будто вы вот, мой водитель, вы только что приехали. Рассказываю за трак. Пацаны, дисковые тормоза стоят и спереди, и сзади. Нужно быть внимательным, осторожным. Вот они, видите, как расположены. Это вам не КамАЗ. Сейчас, вот они, дисковые тормоза. Где они, пацаны? Как показать-то? Ну, вон они, диски. Блин, блин, блин. Вот они, дисковые тормоза. Kingpin открывается автоматически с кнопки. Тут, видите, вот он, поршень. Поршень подходит, он открывается с кнопочки. Он пока не смазан, я его смажу. Все новенькое, все абсолютно новое. Баки с этой стороны. Бак с этой стороны. Кондиционер. Вот здесь кнопка. Это выключение массы, видите, вверх-вниз. Это выключается масса, пацаны. Провода вот здесь вешаются. Так, сзади, сзади что? White turns. White turns. Дверка здесь открывается. Но надо ее захлопывать очень сильно. То есть прям бабах. Иначе там будет сель. И будет слышно. Деф, пацаны. Вот он, Деф. Сюда загружается Деф. Полные баки. Сейчас полные баки дизеля. Полные баки Дефа. Ступеньки. Здесь Мишка. Мишлейный. Мишлейный. Вот он, Питербилд. Вот здесь вот дергается. Открывается. Все. С правой стороны тоже есть дверка. Это Питербилд. Движок Покар. Сидение кожу. Вот здесь есть охлаждение. Подогрев. На всякие массажи. Вот он. Циклер массажа. Все-таки настройки. Коврики. В комплекте Мишлей. Я установил пассажирское. Шторки. Дверки. Полки. Магнитола. Премиум Эдишн. Я даю один туалет. Один туалет. Пацаны, дальше. Второй туалет уже с вас. Локбук отключен. Камера. Снимает, как вы дрочите. Припас. Опа. Таковый, кто двигается. Я не помню, как я... Что там двигается? Непонятно. Холодильник. Холодильник. С морозилкой. Тоже не шел в комплекте. Установил. Это вот. Климат-контроль. Просто нажал. Все включилось. Устрак заглушен на батарейках. Работает вот дверь. Вторая верхняя полка складывается. Здесь шкафчик. 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 Здесь сейчас будет микроволновка. Еще не купил. Шкафчик. 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 Это все надо забрать. Все это заберу. Вот так, пацаны. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Выход. Вот здесь открывается. Закрывается. Форточки. Шкафчик. Розетки. Вот здесь есть розетка, пацаны. Вот она, 200, ну, 110 вольт американская. Где-то еще. Вот здесь есть розетка, 110 вольт. Держатель для телевизора. И вот оно все. Холодильник включается вон там. Прикуриватель. Это вот пылесос. Для своих пацанов я... Для своих пацанов я все пропылесосил. Шторка, шторка, свет. Вот, пацаны, кнопка. Фифтвилла, вот она. Вверх держите, 5 секунд он заблокируется. Автозапуск движка, вот он. Выкл, вкл. Все, вот он. Надо держать, чтобы он стартанул. Блок полного привода. Фифтвилл вперед-назад. Фифтвилл вверх-вниз. И фифтвилл разблокировка. Климат-контроль. Охлаждение движка. Тормоз триллера. Все, вот оно все. Вот такие дела, пацаны. Туалет одна бутылочка. Вот они, пацаны. Номера, опоршины. Распределенные номера. То есть, чтобы распределенно платить налоги по разным штатам. Потому что разные штаты, как разные федерации. Разные страны, как будто бы. Вот они, мой флит, пацаны. Один трек в дороге. Сейчас, получается, три Семай трека. Три Семай трека. Вот я получил зелененький. Классный, красивый, да? Надо повесить и поставить Дергард. Сегодня приезжал водитель, который будет стажировать стажера. А потом стажер прыгает на другой трек, который я еще привезу. И они вместе с женой будут работать. Почти, почти прямо, почти прямо наклеил. Это девяти номера. У меня там на своем треке они наклеены криво. В общем, парниша вот, парниша сложил все свои вещи в трек. Ждет груз. То есть, я сейчас жду груз из Флориды. Из Флориды очень сложно найти груз. Жду груз. И нужно доклеить эти буквы. Они завтра придут. Мне не хватило букв. Ее спереди, вон там, наклеить. Просто не хватило. Есть маленькие, но маленькие буковки. Смазал пятое колесо. Все подготовил. Осталось повесить номера. По мелочи. Осталось ерунда, и можно выезжать. Здесь вот криво наклеено. Колеса поменял новые. Но они какие классные. С моимом тоже мне, конечно, надо съездить поработать. Но сейчас очень-очень много дел. Ничего страшного. Месяц только. Трак постоит. Кредиты за него осталось там 10 месяцев оплатить. И трак будет абсолютно свободен. Конечно, там еще страховка капает. Трак, конечно, должен ехать. Стоячий трак – это плохо. По идее, мне нужно кого-то сажать на свой трак. Но пока что жалко. Пока сам поешь. Вот такие дела, пацаны, вот так вот развлекаюсь. Так вот и работаем. Да. Помните, еще на велике, пацаны, начинал? На велосипеде. На велосипеде. Доставку еды развозил. А теперь вот так вот. Теперь не развожу. Классный трак, да? Красивый. Кто вам больше нравится, Петербилд или Кенверс, пацаны? Не знаю, оба классные. Но мне на самом деле Петербилд больше нравится. Петербилд классный. Да оба траки классные, пацаны. Самый классный трак – новый трак. Вот мой совет. Вот хотите, трак должен быть новым. Старый трак – не классный. Новый – классный. Старый – не классный. Новый заебись. Пацаны, пойдемте прогуляемся, да? Вот здесь лодки у нас, дома на колесах, паркинг по Флориде. Сейчас отличная погодка. Вот шевик стоит. Трейлер продаю от шевика. Шевик тоже надо продать. Может быть, кому-то под выкуп подать. Не знаю, пока не решил. Вот трейлер. Тоже хочу его продать. Пока покупать или нет. Надеюсь, найдется. И вот шевик. Ну, пацаны, я ушел в большие траки. Маленькие меня не интересуют. Офигенный трак. Отлично вообще. Да, но мне он не нужен. И вот еще дом на колесах стоит. Покрывается немножко пресенью. Надо его отмыть. Но все время не доходит. В общем, трак вообще шикарный. Сейчас повешу номера. И буду ждать груз. И потом на следующий день надо еще один трак привезти. Все, двухчасовая готовность. Номера есть. Смотрите, видите, я хотел поставить Диргард вот сюда, вот как на том траке. И номер накинуть на Диргард. А временно разместить на решетке. Но я так делал накинуться. Ну, видите же, решетка широкая. Здесь узкая. И номер не помещается в решетке. И вот пришлось все равно покупать специальный держатель, чтобы приклеить, чтобы прикрутить его на бампер. Пока нет Диргарда. В общем, все завершено. Конечно, пока есть. Ну, все медленно все делаю. Потому что пока не отлажена вся эта схема. Пока это только второй трак. Третий на подходе. Но уже вот схема все отлаживается и отлаживается. Все быстрее и проще становится. Третий, думаю, вообще пойдет как по маслу. Ну, потому что буквы не те. То с номером не то. То с камерой. Хрен поймешь, как ее ставить. Когда все разобрался, уже все классно становится. В общем, ребята едут. Колесо смазано. Два груза уже есть. Сегодня у нас суббота. До понедельника у них уже есть чем заняться. Другой трак едет сейчас где-то в сторону Сиэтла. На следующей неделе надо лететь за следующим. Сажать следующую Тиму. То есть, буду пока работать с Тим-драйверами. Номер флоридский зеленый. Интересно. Я вообще, по-моему, не обращал внимания, что в Флориде зеленые номера. Как будто бы мало кто использует флоридские номера. Как будто бы в основном Ленойс, Пенсильвания. Все, что угодно. Идиана, Мэн. Но только-только... Только не Флоридом. Вот он, Петербилдик. Классный. Мне нравится этот трак. Заходите, кстати, пацаны, в Телеграм. В Телеграме уже все обосрали. В Телеграме я все оперативно выкладываю. И там вы сможете обсирать все очень быстро. Вот смотрите. Сейчас. 34 часа на движке. 1400 миль. Это я его пригнул. Пацаны, в корпорацию Сызран Лоджистика. Вот это ваш дом будет. Сейчас я вам покажу, как у нас тут все обустроено. Вот здесь вы, пацаны, живете. Приезжайте из Сызрани. Вот здесь у вас холодильничек. Все, открываете. Кушаете плита. Газовая микроволновка. Вот диванчик. Диванчик. Телевизор. Вот кровати. Матрас. Ортопедик. Ультра-про. Все, тут душ. Свет включаешь и заходишь. Салфетки уже есть. Душ. В туалет сходил. Помылся. Просто великолепно. Полотенчики есть, пацаны. Прищепочка. Все. Вообще супер выключаем. Выходим дальше, пацаны. Смотрим. Вот еще выход на улицу. Подсветочка. Все. Вот у вас тут круто. Выходите, пожили. В туалет сходили. Помылись. Вот. Если что, куда надо съездить. Я сгоняю в магазин. Там. Помогу. Дальше. Вот у нас тут Сизер Млоджистик. Кархоллер есть. Сели на кархоллер. Отвезли машину. У нас Сизер Млоджистик. Мы перевозим и машины. Вот он. Пикап. Прицеп. Дом. Вот он стоит. Дом. Все рядышком. Пацаны. Идти витинга не надо. Флаги американские. Просто повсюду. Дальше. Вот есть у нас кафешка. Кафешка. Здесь заказали. Дальше. Идем. Вот у нас строчки. Вышел из дома. Дальше. В траке. Здесь поработал. Хочешь тебе на стабдек. Хочешь вот на Амазон. Парал пацаны. С вами Сизер Млоджистик. И сегодня мы отправляемся в путешествие. Вот с Михаилом и Алексеем. Михаил у нас стажируется. А Алексей у нас стажирует Михаила. И я сейчас проверю, что Михаил шарит. У нас Сизер Млоджистик самое главное, чтобы шарил человек. Вот Михаил позвонился. Я у него спросил, ты шаришь? Он сказал, я шарю, блядь. И сейчас мы, пацаны, вместе с вами проверим, шарит ли Михаил. Михаил, погнали. Сейчас найду только. Ты сказал, что ты шаришь, ебаный урод, блядь. Я тут нету. Ты сказал, что ты шаришь, блядь. Ты люди, где? Ты сказал, что ты шаришь, нахуй. Я нашел. Михаил просто первый раз заводит трак. Он только... Все нормально, шарю, шарю. Сейчас свет наеду, подожди. Ты в курсе, сколько тачка стоит? Ебанёшь одну царапину, торчишь две. Вторую включай. Давай, пониже, пониже. Нерви машину. Вроде Михаил шарит. Сейчас, пацаны, узнаем. Я вообще не помню, когда я на пассажирском так ездил. На пассажирском вообще классно. Да, все время заводит. На пассажирском еще прикольно. Здесь можно на 65. Давай, педаль в пол, нахуй. Покажи, на что ласточка способна. Это тот ключничек. Вейт-стейшн, нахуй. Вайпас, похуй. Сейчас научу. Отворачиваешься вот так, вот и едешь, как будто ее нету. Здесь один дед сидит все время. Вот он все время слева сидит, он справа не сидит. Если легковой машины нет, значит он не сидит. Это местный наш палмкорский вейт-стейшн. Это чисто помощь пенсионерам, да? Да, это вообще бесполезная херня. Боипасить можно. У нас в Вильбурге такая же штука была. Где-то прям в деревне стоит, просто на дороге стоит какая-то маленькая пудка. Тоже типа быстрее. Смотри, свет можно будет подрегулировать. Видишь, он немножко вниз светит. А там прямо поднимешь капот, снимешь штуку. И там белая штучка такая крутится. Ну, под крышкой, да? Да, под крышкой. Покрутишь ее и все. Прямо наверх покрути вообще без проблем. Все, пацаны. Вроде Миша шарит, вроде все окей. Мне понравилось, хорошо едут хорошие ребята. Вот выезжает пацаны Тимом. Будет его стажировать две недели. Две недели стажирует. И потом садится на другой трак. Вот она, вот она. Ласточка поехала. Новый трак, пацаны. Скоро ему, скоро он будет старым. Пока. Был новый, через год станет старым, пацаны. Вот так вот всегда. Здорово, пацаны. С вами Жека. Два трака у меня сейчас в Трипе. Два трака едут. Два в Тиме. Два Петербилда. Это вот третий. Пока два едут. Вчера я до трех часов ночи ждал груз. Искал, сам их диспетчирую. Ждал груз в Нью-Джерси. Очень сложно что-то в Нью-Джерси диспетчируется. Один трак едет вообще великолепно. Второй трак похуже. Но ничего, оно так и должно быть. Типа один хорошо, другой плохо. И в это время я занимаюсь своим. Вот третий трак. Так, смотрите, сколько тут миль. 2,96. 2,296. Больше двух лет. У меня осталось где-то 10 платежей за этот трак. Вот, пацаны, отчитываюсь. Я своим траком, этим Кенвердом доволен. 300 тысяч миль. Один раз он стоял за два года в сервисе. И то там, я считаю, что не было никакой поломки. Они просто решили заюзать мои варанти. Поменяли там какие-то форсунки, какие-то патрубки. Все по варанти, бесплатно. Поменяли. В общем, вот, я за траком слежу. Все, видите, у меня все чисто. Все аккуратно. Чисто, никакого мусора. Ничего не засрано. Представляете, я здесь живу два года. Один мужик живет. Никого здесь больше. Здесь на этом сиденье никто никогда не ездил. Абсолютно новая сидушка. Вот это, смотрите, уже просиженное. Видите? Руль пока в отличном состоянии. Никаких проблем нет. Единственное у меня косяк. Рулевая рейка. Там подшипник в самой рулевой рейке. Где-то вот что-то постучивает. То есть, ну, это просто маленькая неприятность. То есть, никак это не влияет на работу. Видите, все чисто. Все протирая. Полы чистые. Оригинальные ковры. Это, кстати, единственные ковры, которые мне дали с траком. С другими траками мне ковров не дают. Ну, такой маленький бонус. Они их продают на ebay. Все здесь, все чистенько, аккуратненько. Я к этому траку привык. Прирос. У меня тут флаг. Меня полностью устраивает. Все с ним хорошо. Вот верхняя полка у меня здесь используется. Под холодильник. Под различные шмотки. Вот холодильнику два года. Блестит, пацаны. Никто у меня здесь не убирался. Я все сам, пацаны. Все сам. Вот убираюсь. Чищу. Пылесошу. Слежу. Потому что я люблю в чистоте. Для меня проблема в грязи жить. Здесь микроволновка. Кофеварка. Чайник. Тостер. Различные. Различные вещи. Видите, все. Вот бумажки. Здесь какие-то шмотки. Все у меня разложено. Аккуратно там, где мне нужно. Смотрите, микроволновочка. Все чисто. Ну, это вот от вибрации. То есть, он едет, вибрирует. А так она все чисто. Все пахнет. Все блестит. Вот ясик со шмотками. Забит. Хотя я еще никуда не собираюсь. Но шмотки все забиты. Все есть. Я всегда по максимуму. По максимуму все делаю. Вот так вот. Ну, здесь вот по тертости. Это у меня в холодильник ехал. Протирал. Можестоны. Новый. Прям вот. Только вот я их установил. Еще не ездил. Ну, только протестировал. В трип еще не выезжал. Активные балансиры поставил. Вот эта вот штучка. Там мелкие-мелкие шарики, грузики. Единственное, вот смотрите. Здесь такие штучки были. Они отлетели. Это у всех Кенвортов. У всех Кенвортов еще отлетает вот эта панель. Здесь на стяжках держится пластик. К пластику, да, есть претензии. Пластик мне не устраивает. Пластик абсолютно херня. Эпиу, пацаны, обязательно в каждом траке. Просто обязательно. Вот эту стену мне нужно снять. Мне нужно четыре человека, чтобы ее открутить. Установил тоже на ней балансиры. Вот здесь. Здесь везде на все колеса. Установил балансиры. Пятое колесо что-то ржавеет. Ну, вообще похеру. Свою работу она выполняет. Вот эти колеса я только что установил. Четыре штуки. Слева, справа. Тоже с балансирами. И вообще я уже прокатился. Реально, реально вот эти активные балансиры. Пацаны, рекомендую, если вы овнер-оператор, хотите для себя. И убрать эту мелкую дрожь в траке. Мелкая дрожь. Вот она, это колеса идет. Ужас. Вот я вроде только что сел за этот трак. Уже два с половиной года. И недавно я только радовался, как я его купил. Думал, стану миллионером. Миллионером не стал. Вообще такое ощущение, как будто, знаешь, чем больше миль, тем меньше денег. Ну, очень тяжело удается в последнее время. Ну, стараюсь. Осталось потерпеть немножко. Потерпеть. Пацаны, деды терпели. И вы терпите. Гриль. Пацаны, обязательно к установке. Вот этот гриль. Где-то три штуки он стоит с установкой. Когда вот этот конкретно стоил дороже. Сейчас они дешевле. Не знаю, в общем. Вот, видите, один раз мне ударил какой-то черныш. Жопой сдал. И гриль спас. Я так бы разворачил мне весь пластик. И сколько он бы стоил, хрен его знает. Пацаны, генеральный директор Созерланджистик сегодня в 2 часа утра проснулся. Только ради вас, чтобы съездить за траком. Вот я уже в аэропорту Орландо. Лечу за, получается, номером 4. Уже четвертый трак, пацаны. Стараюсь. Конечно, тяжело, тяжело быть директором, пацаны. Вот это вот все. Надо летать, знаете, думать, решать. Вот это вот все, конечно, тяжело. Намного проще вот сесть и поработать за 65 центов, 60 центов, 60 центов соло. Сейчас плачу 65 центов в тиме. Сейчас такой маркет. Сейчас это хорошая цена, пацаны. Раньше платили больше. Еще раньше платили еще меньше. Когда-то там платили и 50 центов, и 45 центов. Да и сейчас, если вы пойдете в крупную компанию, американскую, типа Swift, там обязательно найдете на 45 центов, что-то вроде того бы. Так что, пацаны, приезжайте из Сызрани. Устраивайтесь работать в Сызрани Логистик. Я вот просыпаюсь ради вас за 2 часа утра, чтобы сгонять за траком. Завтра уже буду во Флориде. В воскресенье выезжаю со стажером. Буду стажировать парнишу, учить его. Он только у него свеже сидел. 2 недели я вот стажирую. 2-3 недели обычно делится стажировка по-разному. И потом он садится уже ехать на трак. Я еду дальше покупать следующий трак для моих пацанов из Сызрани. Так что подписывайтесь, пацаны, на канал. Подписывайтесь на телеграм-канал, на инстаграм-канал. Там я выкладываю объявление, когда мне нужен водитель. Сейчас пока мне никто не требуется. Я всех набрал. То есть у меня 4 трака. На свой трак я, скорее всего, посажу уже в следующем году. Может быть, в начале года. Поезжу, посмотрю, какие цены. Посмотрю, посчитаю, выгодно мне ездить или уже можно сидеть дома. Пока непонятно. Пока вот пацаны еще мотаюсь туда-сюда. С директором будет сложно, пацаны. Не советую. Советую быть компани-драйвером. Сызрани на 200, пацаны. Итак, это будет 4 трак. За 5 траком я поеду примерно через 2 недели. Отстажирую парнишу. И съезжу за 5 траком. И в 6-й, наверное, в этом году уже не успею. Может быть, в январе буду считать, посмотрим. Так что, пацаны, помните недавно, я все время вспоминаю, пацаны. Вот я ездил на доставке, прилетел в Америку без знания английского, без денег. Там 30 тысяч долларов. Это вообще не деньги вообще по местным меркам. Да и по российским меркам. Что это деньги, что ли? Ну, это были все мои деньги. Приехал с чемоданом, с мелким ребенком, с 5-месячным. И ездил на доставке на велосипеде. И мне в комментариях писали, Жека, Жека, всю жизнь, что ли, будешь ездить на доставке велосипеда, на велосипеде в доставке. И если понадобится, пацаны, буду и всю жизнь ездить на доставке на велосипеде. А может и не понадобится. В любом случае, буду много-много жестко работать. Но, вот видите, уже не езжу на велосипеде. Все всегда толпятся, пытаются почему-то сесть первыми. Вон мой рейс, пацаны, спирит. Но я вот, например, ненавижу сидеть долго. Ну, как бы, нафига толпиться, нафига... Я вот не понимаю, зачем они вперед ломятся. Зачем садиться первыми? Лучше уже садиться последним. Чтобы как можно меньше времени провести в самолете. Я, например, вообще уже ненавижу в самолете сидеть. Меня прям раздражает. Потому что там тесно, не встать. Вот они, пацаны. Кенворты, фредлайнеры, петербилды. Кенворты, петербилды, кенворты. Кенворты, кенворты. Стоят новенькие. Классные, да? Еще супер. Новый тракт это всегда классно. Новый тракт лучше, чем старый. Капец. Уже в ремонте пацаны тракт стоит. Вон он в ремонте. Короче, я выехал, 2 мили проехал. И он это не завелся. Такое бывает. Просто счастливчик, пацаны. Первый день. Первый день вот на траке. Забрал трак. Меня остановили на агрикалчере. Выписывают тикет за то, что нету две буквы. Здесь должно быть US написано. А у меня просто TOT. Мне за эту хуйню выписывают тикет вот на агрикалчере. И я теперь опоздаю с грузом. Просто невероятное счастье. Я говорю, я сейчас наклею US. Он говорит, нихуя. Преступление уже обнаружено. Серьезное преступление. Вот он там сидит в машине, пишет. Серьезное преступление, блядь. Да, большая проблема. Я никогда в жизни не видел, что на агрикалчере. Это даже не весовая, это агрикалчер. Здесь просто, блядь, траки мимо проезжают. Вот он, блядь, пишет. Пишет, сидит. Я уже точно опоздал на доставку. Вон, чувак мимо проезжает. Все мимо проезжают. Но кто-то заезжает. Просто спрашивают, что везешь. Я говорю, Amazon. Остановился на Растерии и нашел для вас отличный пример. Пример пиздеца. Смотрите, Канистога. Дорогущий трейлер. Дорогущая страховка. Дорогущие грузы. И он везет зеркала, стекла или что-то типа того. Они огородили парковку на Растерии. Вызвали кран, погрузчик. И вызвали вот такой дампстер. То есть мусорку. Потому что у них разбилось какое-то стекло. И они вот сейчас это все должны убирать, чистить, подметать и прочее. И я не представляю, сколько, блядь, это все может стоить. Типа миллион долларов, блядь. Два миллиона долларов. И счет может быть любой. В общем, вот они что-то там чистят, убирают. Перекладывают груз. Перефасовывают его. Перекрепляют. Вот он его открепил. Это просто стекло. Оно разбилось. В общем, ну я банкрот. Если бы я вот сейчас такую хуйню бы занимался. Потому что вот этот эвакуатор стоит просто целое состояние. А их тут раз, два, три, четыре, блядь. Вот, поехали дальше. Кархоллер. Чем он занимается? Выгружает, перегружает машины прямо здесь. Видишь, у него классические тачки. Они все проблемные. Не заводятся. Сел аккумулятор. Нужно залазить через стекло. Двери не открываются. Все ретро. Сделаешь царапину, тебе пиздец. И все это очень сложно, дорого. Вот второй степдек с таким тарпом. Вот это все ты должен сшивать, делать. Короче, все невероятный геморрой. Другое дело, ебаный драйвен. Ебаный драйвен. Все просто и понятно. Сел и поехал. Никакой загрузки. Зацепил и погнал, пацаны. Вот. Это пиздец. За это, ну, если бы за это платили, а сейчас за это не платят. Это окей. Но за это не платят сегодня. Вот за это все. Вот этот груз наверняка стоит, блядь, два с половиной доллара. А сейчас тут расходов, блядь, на миллион долларов. Вот ретро-тачки тоже, блядь. Поцарапаешь, куча проблем. Что-то как-то долго я везу трак домой. Прошлый трак я не брал груза, а сразу на холостых поехал домой. В этот раз взял груз. Получается, уже третий день. Сейчас уже суббота. В четверг я утром в 2 часа утра вылетел. В общем, в эту ночь только первый раз поспал. Ну, у меня с собой ничего нет, ни одежды. Ничего, то есть я налегке полетел. Ну, зато с грузом доехал. Вот я сейчас в районе Майами. Ну, недалеко, на юге. Осталось 2 часа. Сегодня мне нужно подготовить трак. Сегодня прилетает стажер. И завтра студент. И завтра с утра в 7 утра уже начинается контрактный груз на 5 дней. То есть это контракт, подписанный заранее. 5 дней нужно покататься. Где-то 5 тысяч миль, 5-6 тысяч миль будет. Вот так вот и работаем, пацаны. Какая развалюшка вот. Ходит. В общем, весь такой вонючий. Я вот ходил в Вафельхаус, пожрал. Вот у меня пахнет грязно, немытый. Не люблю такое. Вон трак стоит, видите, он. Приехал, пацаны, во Флориду. Жду, когда меня заберут с паркинга. Вот, смотрите, за эти буквы у меня штрафовали. Вот здесь должно быть US, United States, DOT. DOT, это Department of Transportation. И должно быть United States, Department of Transportation. И мне выписали штраф за то, что нету двух US. Я им говорю, хочешь? Вот я наклею прямо сейчас. Он говорит, нет. Преступление уже совершено. И он его раскрыл. Преступление века, блядь. Я обзвонил всех своих знакомых. И, по-моему, я выиграл приз за то, что... За самую глупость, которую вас штрафовали когда-либо в Америке. Вот это, наверное, самая большая глупость, за которую меня штрафовали в Америке. Просто не хватает двух букв. Это был черный полицейский. Большой такой, черный. И самое смешное, что это было на агрикалчур-станции. Во Флориде есть такая штука, как агрикалчур-станция. Там просто проверяют, типа, семена, какие-то растения, чтобы не завозили семена и растения, которые запрещены во Флориде. А таким тракам, как мы, типа, Степдек, Флэтбет или вот Амазон, они просто вот так вот машут рукой, проезжай, проезжай, проезжай. И 50% траков просто проезжают мимо. То есть даже не заезжают на эту станцию, ну, потому что это абсолютно бесполезное место. И вот я заехал, и мне говорят, паркуйся. Я спрашиваю, что везешь? Я говорю, Амазон. Он говорит, паркуйся. Я говорю, зачем, куда? Они говорят, паркуйся, сейчас тебе подойдут. Подошли, сделали мне всю инспекцию. Вот этот трак я вчера забрал, абсолютно новый. Сделали мне всю инспекцию. Проверили свет. Ну, траку один день, даже меньше суток. Проверили свет, колеса, блядь, все проверили. Тормозуху. И говорят, опа-на, блядь. У-у-у. Ю-эс-то, блядь. Где Ю-эс? Все. Ну, ладно, хоть не арестовали, думаю. 50 долларов штраф он выписал. Это самая невероятная глупость, которую я прям разочаровался. Вот, блядь, нашел проблему. Блядь, нашел ее. Это невероятная проблема. Я такой думал, блядь, а как я вообще, да, бизнес строю? У меня все траки, все траки без этих двух Ю-эс. Я думал, что не нужно. Думал, что ну и так понятно, Department of Transportation, хули еще надо. Нихуя непонятно, блядь. Нужно, чтобы это было понятно, что United States. А вдруг это Сызрань, Department of Transportation? Откуда он знает? Поэтому нужно уточнять. United of States, блядь, Department of Transportation. В общем, я в небольшом шоке. Разочаровании. Думаю, господи, блядь, совсем людям делать нечего. 50 долларов. Он столько времени, целый час времени на меня потратил за 50 долларов. Видимо, совсем дела плохи. Деньги нужны. Даже 50 долларов, это деньги. Ужас. Сейчас буду клеить на все траки вот эти две Ю-эс. Позвонил ребятам, говорю, что надо наклеить. Все ездят без этой хуйни. И я проездил на другом траке. Вот тоже вот у меня вот второй трак стоит. Пацаны, вот он. Второй трак. То же самое. Никаких Ю-эс тут нету. Я был в Калифорнии, и всю Америку объехал. Опа-на, блядь. Здесь есть вот это долбоеб. А здесь, оказывается, есть. Понятно. Короче, две буквы, это важно. По крайней мере, для кого-то. Ладно, в общем, сейчас у меня есть где-то 8 часов, чтобы подготовить трак. Потом надо ехать за стажером и забирать его. Выспаться и отправляться в трип на 5 дней. Вот такие, пацаны, дела. Абсолютно точно такой же трак. Это уже четвертый у нас. Четвертый трак. Абсолютно точно такой же. Все одинаковые. Этот вроде бы с меньшими проблемами, мне показалось. У других вот не работает вот эта штучка. Здесь вот радар. Радар что-то там не работает. Сигнал не работает. Здесь вроде пока все работает. Эпиушка. Вот здесь вот стоит эпиушка. Батарейки. Вот она эпиушка. Там батарейки. Тоже не работало. На одном траке. А так все то же самое. Можно сказать, что это уже 50-й трак. Один хуй разница. Никакой никто не заметит. Но на самом деле четвертый. Этот трак пока отдыхает. В принципе, я не парюсь, что он стоит. Потому что у меня осталось там 10 платежей. В следующем месяце я заплачу еще один будет 9. И по сути, ну что он ресурс его не тратит. Поэтому, ну я к тому, что ресурс этого трака еще успеется потратиться. Здорово, пацаны, с вами Жека. Мы вот с моим студентом. Его тоже зовут Жека. Выезжаем в наш первый трип. Буду его стажировать. Он только получил вот свой драйвер-лайсенс. Прилетел из Бостона во Флориду. И мы едем в Джексовиль запикапить первый груз. Трип займет 5 дней. 5500 миль. Едем в Калифорнию, потом в Денвер. И обратно в райскую Флориду. Вот, пацаны, вот вам немножко Флориды, тепла, жарешка. Вот я в шортиках, в крокусах. Все как положено во Флориде. Жека только получил права. Сейчас я его отстажеру. И дальше он сам будет кататься. Сказал, что шарит. Вот сейчас проверим за 5500 миль, как он шарит. Две недельки покатается. Сейчас 5 дней, потом еще 5 дней. И поедет на этом траке сам уже работать, пацаны. Так что подписывайтесь на канал. Подписывайтесь в телегу, в инстаграм. Я там выкладываю, когда кто-то понадобится. Водителя там можно отслеживать. И приезжайте, получается, вы драйлайзе. Садитесь ко мне, я вас стажеру и едем дальше, пацаны, работать. И сейчас попробую немного вам рассказать, как все это происходит. Вот он вчера прилетел с самолета в Орландо. Сел на такси, приехал в Палмкост. Я его даже не встретил. Он сам залез в трак, переночевал. И утром я приехал, потому что я себя плохо чувствовал. И вот мы только выехали. Здесь у нас Кока-Кола и Пепси. Есть кофеечек. Вот мы тут разложились. У нас есть холодильник, водичка, салфетки, две кровати. Бананчики лежат, микроволновка, шкафы. Свежий трак, пацаны, чистенько. Все, видите, вот в носочках разуваемся аккуратненько. В траке курить нельзя. В общем, все супер. Что у нас тут? Навигация, бланшетик, YouTube, телефон. Осталось буквально 10 миль до первого пикапа амазоновского. Вот мы едем по Джексонвиллю. Вот такая работа, пацаны. Так вот, пацаны, подъезжаем к Амазону. Здесь явно ищем въезд. Первым делом надо найти въезд. Вот, видишь, написано All Trax. Прямо. Значит, нам прямо. Вот, видишь, Trax туда. Сюда не заезжаем. Это для работников. Вот, написано Jax5. Бывает, что склады близко расположены. Вот, Jax5 нам сюда, вот, видишь, заезд. Чуть-чуть проверь. Ну, протяни, протяни, протяни. Лишь узко. И вот перед знаком стоп тормози. Давай, заезжай, заезжай, заезжай. Заезжай, заезжай. Перед знаком стоп я открываю окно, когда тормозишь. Заезжай, заезжай. Всегда разный чекин по-разному. Еще проедь. Все, вот, видишь, он тебе пишет. Он пишет engine off, но engine off мы не делаем. Открываем релей. Видишь, он зафиксировал, что ты подъехал. Ждем, ждем. Вот, смотри, мне написали 315. Лучше записывай, но можно запомнить. 315. Он здесь написал 315. Все, поехали. Нас автоматически зачекинили. Но такое бывает в 10% случаев. Обычно здесь есть микрофон, и разговаривает индус. И нужно будет с ним разговаривать. А ему нужно будет зачитать номер пикапа. Ну, сейчас повезло нам. 315. Это будет название, да. Да, ищем паркинг 315. И тут написано паркинг-слип. То есть это не дверь, это паркинг. Что-то непонятно, где он. А вот дальше, видимо, прямо проехать нужно. Ой, что-то тупик тут. Разворачивается. Не сюда. Видимо, вроде слева не было 315. Я тоже не видел. Я тоже не видел. Итак, мы приехали на соседний склад, потому что на нашего трейлера там не оказался. Он на соседнем складе. И вот 315. Вот он, 315. Сверяем номер. 296 номер. Сверяем номер. Resume Work, да. 296 номер. Не, все цифры сверяю, потому что, блядь. У меня был такой, я не тот трейлер. Все совпадает, заебись. Все. Немножко в ту сторону дальше. Вот, вот, вот. То есть, ты, чтобы понять, еще по левому зеркалу сравнивай. То есть, смотри, сколько у тебя расстояние слева и сколько справа. Но полностью не цепляй его. Сначала подъезжаем близко и ставим тормоза. Первое, что надо обратить внимание, что видишь, что этот fifth wheel выше, чем трейлер. Это заебись. Главное, чтобы он не был ниже. Потому что у тебя кинг-пин проскочит и упадет сюда. И потом ты и трак не вытащишь из-под трейлера. Окей. Зацепишь его. То, что он, то есть, должно быть выше. У тебя есть там кнопка, если что, если он слишком высоко, есть кнопка спустить подушки. Он немножко спустится, и ты можешь заехать. Сейчас заебись. Сейчас ты будешь толкать осторожненько. И он зацепится до легкого толчка. Тебе нужно очень-очень аккуратненько сейчас давать назад. Все. Теперь включи первую передачу вперед. И дергни его, чтобы убедиться, что он никуда не едет. Все, он не едет. Это проверка обязательно. Чтобы понять, что он зацепился. Так-то классно, пацаны. Хожу, рассказываю, что куда. Первым делом осмотрим визуально, что вот эта хуйня, рычаг. Вошел туда. Еще раз проверяешь, потому что всякое бывает. Ну, вот этот рычаг, он видишь внутри. Значит, вроде бы все. И смотришь, чтобы не было щели, ничего. Просто визуально убедись, что все нормально. Потому что всякое говно случается. Это очень важно. Дальше убираем ноги. Крутим эту хрень. Что-то там, скорость надо выбрать? Или сейчас нормально? Ну, да, оно вроде бы вовнутрь, по-моему, надо вовнутрь. Нет, против, в другую, в другую штуку. Нет, смотри, здесь надо вытащить его. Да, и немножко засунь его. То есть, вот саму вот эту ручку засунь туда. А видишь, опять скорость. То есть, надо так немножечко засунуть. Смотри, смотри. Да, да, во, во, заебись. Все. Бля, не пойму. Нет, все-таки ты был прав. Не, не, все-таки ты был прав. Я не вижу, куда крутить. Да, засовывай его полностью. Оно все время что-то по-разному. Да. Не, нет, ты правильно крутил. Все, заебись. А, его крутить надо долго. Да. Складывай его. Как он был? На конца его крутить? Да, нормально. Да, он заедает его посильнее нажал. Не разработал все еще. Тоже вытаскиваю их сразу все. А его это, он типа... С обратной стороны, да? Не, не, все правильно. Ты его на себя потяни. А, да. Он на резинке. Тяни, тяни. Все, заебись, классно. И в синий так. Новый, еще-еще, оно не зашло в пазы. Еще, видишь, до конца надо. До конца. Не, 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 не. Вот смотри, а другая у тебя не до конца. Не, не, вот. Да, да, да. Я шарю. Еще-еще сильней. Во, во, все. Теперь вошло. Это тоже обязательно, потому что оторвется, блядь, полетишь. Это так нормально? Да, это все, заебись. Здесь все классно. Смотри, этот трейлер пустой. Нам нужен пустой трейлер. И нам нужно убедиться, что он пустой. Бывает что угодно. Косячат, всякие проблемы. Он должен быть абсолютно пустой, без дырок. Чистый, аккуратный. Смотрим колеса. Ну, вроде бы, окей. Здесь автоподкачкой мы услышим, если они дырявые, он будет накачиваться. Так, смотри, открывай дверь правую. И смотрим, что там внутри. Еще-еще-еще. К концу, да. Во. Смотрим, что внутри. Просто все чисто, аккуратно. Нет никаких бинов, каких-то вот пластиковых хуйностей, всякое может быть. Просто убедился, что он пустой, иначе не загрузит тебя. Закрываем. Да, закрываем в обратную. С одной стороны, с другой стороны. Да, если видишь какой-то дэмэдж, то сфоткай, чтобы на себя это не повесили. То есть, если видишь, где-то притерто, замятано. Здесь вроде этот трейлер хорош. Теперь нам нужен инспекшн и регистришн сфоткать. Смотри, инспекция. Вот она, вот такой лейбл. Вот, его надо сфоткать. Окей. И потом регистрация, что она есть. Регистрация вот в этом боксе. Бумажка. Бумажка, что она есть физически. Тебе нужно ее сфоткать и потом положить назад. И сфоткать инспекцию. Бывает, что инспекции здесь нет, смотри. Вот здесь бывать нету, и есть бумажка. Сфоткай бумажку. Нужно, чтобы инспекция очень часто бывает просрочена, это очень важно. А регистрация просто, чтобы она была физически, что она есть. Ну че, Женек, как дела? Отлично. Какие эмоции? Сложно рулить на траке? Эмоции? Охеренно, если честно. А че охеренно? Ну, все. Новый трак, дорога. По кайфу, короче. Ну, не сложно, да? Не сложно, но постоянно нужно крутить рулем. Это нюанс. Ну, концентрация типа нужна. Ну, зато не сбиваешься, да, с концентрацией. Крутишь, крутишь. Дороги хорошие, разметка есть. В Украине. Ну, откуда именно? Из Киева. Там всю жизнь родился, жил там? Сколько? Год назад приехал? Год назад, да. А че приехал-то? Ну, изначально в гости на экскурсию. Ну, а в итоге потом работа. Работа, 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 да. Нормально в Америке? Классно? Да, супер. Лучше, чем в Киеве? Сто процентов, да. Не хочется домой? Нет. А ты где-нибудь еще был? Там Европа? Ну, Европе не нравится. Почему? Блин, там... Мы туда отдыхать ездили. Там деды повсюду какие-то странные. Короче, такое. Объективное мнение. Ничего интересного нет. Ну, ты как турист ездил, да? Да. Не работал там ничего? Нет. А че в Киеве делал, кем работал? Айтишник. Айтишник? Да. А, ну вообще классно. А че именно делал? Да все я по факту делал. Ну, универсал. Универсальный, да. То есть, админил, что там, программировал, телефония. Изначально как программист был, но потом больше так в менеджмент. Ага. А так, да. Сист админ, в первую очередь, наверное, сервера, аджинесы, бухгалтерия. Такое. Ну, че там платят в Киеве? Ну, смотря где работать. Ну, такой работе сколько там может получать в доллар? Блин, ну мы много получали. Много, сколько? А? Ну, сколько много? Зарплата была, да, две с половиной. Ну, то, это очень много, да? То, чтобы много, но как для такой вакансии. Блин, ну я просто занимался такими немножко. Не то, чтобы обычная у меня работа была. У меня была необычная работа. Ага. Поэтому, сложно сказать, на такой же работе, я думаю, много не получают. Ну, на такие деньги можно классно жить в Киеве. Мы получали процент, поэтому у нас была зарплата на двоих, ну, 10-15 тысяч, короче. В Америке-то не все так получают. Да, это точно. Какая-то особенная была работа в Киеве. Да, очень особенная. Ну, мы там купили квартиру, одну сначала. Ее, конечно же, не достроили, поэтому можно покупать недвижимость в Киеве, очень безопасно. Купили одну квартиру, ее не достроили. Купили потом вторую, но она уже достроилась, очевидно. Приехали в Америку, и там, знаешь, квартира, там и квартира. У меня там и квартира, и гараж, две машины, и мотоцикл в Киеве. Ну, не так интересно, если честно. В Америке мне больше нравится все равно. Не имея этого всего, мы начинали с нуля. Ну, что-то нравится нам. Как сказала моя жена, когда приехали в Америку, то... Нас постоянно спрашивают, нравится в Америке, не нравится. Она говорит, мы как будто вернулись домой. Ну, что, приехал ты в Америку, и что делал в Америке? Кем работал? Купили машину, короче. Она была вся раздолбанная. Ну, я сразу так и понимал, что придется ее ремонтировать. И купил дешевле. И инструменты сверху еще. Что за тачка-то? Toyota 2005 года. 4 500. Блин, мы две недели искали машину. Ну, такой хлам продается нереальный. То есть, у индусов, у мексов, на ярдах мы ходили. Вообще хрень. Потом начали смотреть на маркете. Ниже, чем за десятку, вот не купить нормальную машину вообще. Ну, да. Все остальное, там, мне кажется, чем дешевле, тем лучше. Ну, хотя бы ты не потеряешь деньги. Ну, работали на доставке, да. Сразу на доставке поехали. Нам подруга аккаунт подогнала. Потому что документов не было, все равно, что ты не можешь зарягаться. То подогнала аккаунт, и мы там вдвоем катались, короче. Что-то получалось, да, там заработать? На жизнь хватало. Ну, в принципе, да. Да, поначалу мы там учились, там чуть ли не 30 долларов в день зарабатывали. Ну, было прикольно. Типа Америку посмотреть. Ну, да. Типа замануха классная была. А что арендовали? Типа квартирка в доме, то есть там, типа дом такой здоровый. Ага. Типа квартира нормальная, в том плане, что... Массачусетс. А Массачусетс. Да. Ну, а город там, там маленький город. Ага. Типа вы туда приехали, когда приехали из Украины, да? Ага. С Украины сразу туда поехали? Да. Туда приехали и там остались. Ну, какие еще варианты? Типа на самом деле... А почему вообще в Массачусетсе как это было? Ну, там наша подруга сюда нас вызвала. Ага. Типа она нашла эту квартиру. А, она там жила. Вот. Мы уже приехали, и квартира тоже была. Типа квартира нормальная, в том плане, что это дом большой, там есть парковка, там можно машину перемонтировать и т.д. Это много квартирный дом? Не, ну это как бы дом. Там частный дом и кто-то часть дома сдает. Да. Год вы так работали на доставке? Да. И снимали за тысячу, да, ты сказал? Да, 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 да. Но когда мало работает, то начинает уже вымораживать, потому что уже впадло работать, вас двое, а вы типа зарабатываете там 10 долларов в час на двоих. Ага. Начинается уже как бы такая, что я лучше дома посижу, а ты уже не поработаешь. Мы уже потом отдельно работали, пока не купили вторую машину. Это Amazon доставка Flex? Ну, мы работали в те времена в основном в доставке еды там было хорошо. А что именно за компания? Короче, приложение. Приложение? Инстакарт называется. Инстакарт? Там типа заходишь, закидываешь туда еду. Ну, в принципе, в основном она берет и с Косткой работает. Тогда мы еще не знали, когда начинали, что с Косткой они работают. Мы работали с мелкими магазинами, а там заказы такие веселые. Типа чувак покупает 50 айтемов, платит типа 10 долларов, скажем так, в среднем. Этих 50 айтемов найти в этом магазине невозможно, потому что там они все разные. А в Костке там как бы выбор маленький. И оно все большое. И оно дорогое. И оно всегда в одном и том же месте. Да, 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 да. И кое-что мы стали сразу профессионерами у Костки, короче. Смотри, вон, вейтстейшн. То есть Костка быстро, оперативно. Я в 2 часа вечера дня заказал, мне в 5 вечера привезли через 3 часа. Вообще супер. То есть там в Костке, например, у нас заказывают, типа, 40 айтемов, и платят 30 долларов, и ехать там 20 миль в одну сторону. То есть в целом это 40 миль, 40 айтемов в Костке, это как бы вся машина почти что. Ты должен купить, выбрать, две телеги там, короче, возишь по этой Костке. Платят типа условно в последнее время в среднем там 30 долларов. И что бывает меньше. Нет, там есть заказ. Ну, где-то часа 3 уходит на это все. Ну, 2, туда-сюда, половина. А топливо тоже с этих 30? Все свое, типа, и топливо с 30 долларов. Да, ну, 30 где-то еще это было раньше, там было 30-50 можно было взять. Значит, уже сейчас упало все, и типа, мы там больше не работаем, короче, я же к этому и веду. Ну, это маловато. Я хочу со среднего заказа в 100 долларов, в само приложение. Ой, не 100 долларов, 300 долларов приложение зарабатывает 100 долларов, а я зарабатываю 20. Ну, да, оно всегда так. Приложение 100 долларов зарабатывает. Да. С любого заказа. То есть чувак хочет, не хочет, он, когда, наверное, заказывает, он думает, что я, наверное, миллионер. Потому что оказалось, что они делают наценку на сами товары. Это типа, когда заказываешь что-нибудь там в Uber, там же цена такая же, как в ресторане, правильно? Да. А вот, когда заказываешь в этом приложении, то там просто на каждом айтеме плюс 30% к стоимости. Короче, это очень ненормальная движуха, я считаю. Я не знаю, знают ли американцы, которые заказывают в этом приложении, что они покупают, это все дороже. Кто-то знает, кому-то все равно. Это жесть. Не важно, сколько ты его сделал времени. Обычно ты это делаешь в два раза быстрее. Поэтому Amazon это четко. А ты сейчас первый раз в Афлориде был? Да. Офигеть. Ну, что, нормально? Да, супер. Но мы собирались переезжать в Афлориду. В Афлориду собирался переезжать? Да, нужно, чтобы было все стабильно. Ну, мы много денег ложили туда, туда, там, купи машину, CDL-ы. А тебе погода не нравится? Там холодно, потому что. Ну, во-первых, очень дорогое жилье. А там пиздец. Можно снять за две тысячи долларов, типа, херенный дом. У нас за две тысячи долларов ты будешь жить буквально в такой же месте, как им быть. И потом, то есть, будет просто комнатушка здоровее. Этот район невероятно дорогой. Бостон стоит, как в Нью-Йорке. Я вообще не понимаю, почему там такие цены, почему. Не, я рекомендую. Я вообще счастлив в Афлориде. Это прямо точно сто процентов мое место. Я себя чувствую как дома. Больше всего мне нравятся цены на жилье. Две тысячи долларов у тебя шикарный дом. Новенький. Тихо, спокойно. Животные гуляют. Круглый год, лето. Зимой просто рай. Океан. Природа. Диснейленд рядом. Есть все магазины. Отличные хайвэи. Нужно со всей силы вот этот рычаг потянуть на себя. И как бы в одну вытащенном положении. Там есть... Да-да, тяни на себя. Он тяжелый. Тяни, тяни, тяни. Еще, 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 еще. Двумя может даже руками. Вот, вот, еще, 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 еще. И то есть вниз его как бы. Да, еще, 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 еще. Во-во-во. Почти. Еще. Видишь, там как бы есть прорезь на этом рычаге. Вот нужно его... да да вот видишь проще нужно воткнуть его да 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 во все 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 по идее отпусти 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 не все отпускает пускай он держится все теперь заводит рак они не торопись вообще не торопись не беги никуда не надо торопиться надо наоборот все это четко лучше делать теперь трейлер оставляем на тормозах только желтый нажимай только кошку и все эти не его теперь тени 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 не стоп стоп теперь еще разок давай еще разок давай 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 все теперь тормоза нажми не трейлер трейлер все good теперь надо ехать туда бери прям как можно шире на меня так и так и Давай к ним подъезжай. Отцепили трейлер. И теперь надо найти следующий трейлер. Я его уже нашел. Вот мы едем цеплять его. Воскользнуть, удариться, он не зацепится. Видишь, трейлер выше. То есть тебе нужно опустить трейлер. Я хотел посмотреть, как это выглядит. Вживую, а я ж ни разу не еду. Я ж все время в кабине. А как это выглядит вообще, без понятия. Теперь я видел все. Он не зацепился. Ты забыл дернуть. Вперед дернуть. Опусти стекло. Видишь, оно не зацепилось. Сейчас бы ты поехал, и трейлер бы упал. Хоть оно и ударилось, но оно не зацепилось. Не цепляется. Что-то не так. Так, сейчас должно зацепиться. В общем-то тут не цепляет. Трейлер, видимо. Ты не дергнул. Оно не цепляется. Видишь, почему, когда ты сейчас тянул в тот раз, а он в первый раз не потянулся? Потому что, видишь, этот пин, он застрял. И ты его просто качнул вперед-назад, и он вылез. То есть ты вперед-назад его качнул, он вылез, и тогда он пошел. То есть это постоянно происходит. Здесь, смотри, другая система. Здесь с помощью воздуха. Вот кнопка, ее надо на себя потянуть. Да, на себя. Все. Видишь, пин-пин не вышел, он тоже застрял. Сейчас тебе нужно будет сдать сначала вперед, чуть-чуть дернуть. Он уйдет. И потом включать заднюю и толкать его полностью назад. И тогда он проедет. Но все это... Паркинг-брейк не нажимай. То есть трейлер должен быть на тормозах стоять. Еще! Гот! Что, пацаны, спите? А Сызрин Лоджистик работает. Вот запарковали трак, место 8.09. Мы в Шарлотке, в Карлайне. Шарлотка, красный, классный город. Здесь уже свежо, прохладно. Где-то градусов 10, по ощущениям. Вот, обучаю паркинга назад. Самое сложное, это паркинг, да, вот запарковать в это место. Здесь довольно-таки много места. Не сложно. Раз, запихнул, летит самолет. Не сложно, потому что, когда два человека, два человека один на телефоне подсказывают, куда толкать, смотрят. И в этом плане Тима семейная очень удобно, потому что жена всегда может выйти и посмотреть, куда там едет трейлер и убедиться, что он никуда не врезается. Когда ты один ездишь, и ты только получил права, это большая проблема, потому что никто тебе не поможет. А вот жена всегда придет на помощь, будешь ее, и она пошла смотреть. И, в общем, очень классно, пацаны. Вот так вот работает Сызринь Логистик. Скинули один груз, сразу зацепляем второй груз. Сейчас вот он его зацепит, сдаст чуть-чуть назад. Вот она пошла, 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 Тима. Пошла еще, толкай, 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 толкай. Толкай, 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 толкай. Толкай. Опа. Все, сейчас вперед дернет. Надо дернуть вперед. Все, дергай вперед. Он не едет. Все, 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 все. Значит, зацепилась. Осматриваем трейлер на предмет разного дэмэйджа. Челли с ним окей. Едем во Флориду. Уже зима в Америке. Я смотрю, дороги перекрыли местами, там в Вайоминге. Прямо сейчас закрыта дорога. В Ольбуркерке выпал снег. Висит пломба, это надо будет все сфоткать. Вот такой вот трейлер амазоновский. Здесь какие-то пакетики лежат, пацаны. Прямо вот с пылу, жару показываем. Камушки можно напиздить, на удачу камушки забрать. Вот так обязательно надо проверить. Колесо вот так пнул, пнул. Там мы уже не можем пнуть, поэтому хотя бы вот это пинаем. Все пнули, считай проверили. Вот такая вот опциональная работа. Здесь вот контейнеры стоят. Здесь вот локальные драйверы ездят. Вот. Сейчас надо зацепить. Сейчас надо проверить бумажки. Все ли в порядке с регистрацией, с техосмотром. У трейлера есть техосмотр. Его тоже нужно фоткать, смотреть, потому что часто его не бывает. Здесь какая-то вот грязь уже. И спать пили. Потом цепляем провода. Так, провода цепляем. И погнали. Огромный склад. Амазона. Вот он, тракт, пацаны. Катаемся, работаем. Вот она инспекция. Это нужно фоткать? Ну, сфоткать, да, вот эту штучку. Вот написано март 22-го года. Это просроченная. А вот 23-го года это не просроченная. Август. Потом простая процедура. Убрать ноги. Небольшая физическая нагрузка. Буквально 2 калории можно сжечь. И потом вот эти провода надо зацепить. Сфоткали трейлер по кругу. Номер трейлера, что мы действительно тот трейлер забираем. Трак глохнет. То есть он, когда на Айдоле стоит, он сам глохнет. Он не работает и ничего с этим не сделаешь. Доброе утро, работяги. Что, спите? А мы не спим, потому что что? Вкусная точка. Вон Макдональдс. А вот это, пацаны, что у нас? Автобус. Автобус разворачивается с прицелью, прикиньте. Вот это моя мечта. Автобус и прицеп. В прицепе какой-нибудь машинка крутая. Вот она заправка. Слайджей. Мы немного поспали. Чувствую себя просто супер. Когда выспался, когда трак стоял, и мы спали, я проспал часов 6, наверное. Да, часов 6 проспал. Чувствую себя супер. И вот смотрите, вы обходите с утра в Макдональдс. Сначала душ. Ну, в душ я не ходил. Подрочили немножечко. Потом немножечко кофе сварили. Потом обошли трак. Купили он вкусную точку. И все. Осталось до Джексон-Виллити совсем чуть-чуть проехать. И там поменяемся студентами. Один водитель поедет с моим студентом. Я отдам своего студента другому водителю. И чтобы для разнообразия. И все. Сам поеду домой. Отдохну. И трип продолжится уже. Здорово, пацаны. С вами Жека. И это Миша. Миша совершил в жизни две критические ошибки. Этим он и известен. Первая ошибка. Он посмотрел Ютуб и приехал в Америку. Критическая ошибка, пацаны. Не совершайте. Вторая критическая ошибка. Он написал резюме с издранной лжистикой. Поэтому он сейчас здесь сидит. Поэтому, пацаны, это вторая критическая ошибка. Не будьте как Миша. Лучше сидите дома с мамой. Мама стирает, убирает, готовит. На работу ходить не надо. Вы просто кайфуете. Сидите за компом и смотрите Рилтоки и Ютубчик. Ставьте лайки. И, пацаны, подписывайтесь на канал. Пишите обязательно комментарии Миши. Он все прочитает. Все посмотрит. А мы будем с Мишей работать. Потому что это, пацаны, Америка. В Америке нужно работать, работать, работать. Но вы сами знаете. Америка такая страна. Приезжаешь, и надо хуячить, хуячить, хуячить. А потом, когда ты заработал первые доллары, приходят тебе налоги от Байдена. И оказывается, что ты на них я не заработал. Потому что нужно эти налоги оплачивать. Ну, вы знаете, типичная пацана Америка. Так что пишите пожелания и комментарии Миши. Он все прочитает. Все вам ответит, пацаны. А мы поедем хуячить. Вот буду обучать Миши, как выжить в Америке. Потому что в Америке выжить непросто. Тут нужно обучить, как выживать, пацаны. До встречи в комментариях. А мы погнали. Сейчас вот трип наш начинается во Флориде. Сегодня у нас воскресенье. В ночь с воскресенья на понедельник. Начинается трип. Он займет где-то дней 5-7. И мы вернемся обратно, пацаны. Не переключайтесь. С вами Жека и Миша. Вот что мы возим, пацаны. Это просто посылки Амазон. Они вот в таких тележках. Полностью забиты. Едет в Танаси из Флориды. Черная пятница. Ночь. Сейчас во Флориде. И нужно везти эти посылки. Кто-то заказал вот вечером. И нужно их отнести за ночь в Танаси. Чтобы утром уже их доставили в Нэшвилле. И у пацаны. Время 10 часов. Мы в Танаси. Полет нормальный. Вот он трак. Едет. Все классно, круто. Часа 4-5 я проехал. Остальное время Миша едет. Я уже поспал. Чувствую себя бодрячком. Мы едем зарабатывать, пацаны. Вот Миша едет. Я сижу. У меня тут, смотрите, холодильник. Я ноги вытянул. Сделал себе кофейку. Тут вот кровать. Все. У меня одеяло, подушки. Очень комфортно. Здесь регулирую кондиционер. Климат. Можно шторки зашторить. Здесь будет идеальная темнота. Сейчас покажу, пацаны, чтобы... Вот так вот, смотрите, не дали. Раз. И они здесь на магнитах. Все. Если выключить свет, вот здесь выключаешься. Все. Абсолютная темнота. Хотя там, на улице, видите, день. И можно спокойно спать. Даже днем. Че, Миша, как дела? Нормально? Получается ехать? Да хорошо. Надо сразу понимать. Я думал, тут деньги будут платить. А он меня бьет. Заставляет ехать. Сам спит все время. А 24 часа ехать. Ты не понимаешь, деньги портят людей. Я не хочу, чтобы... Ты такой хороший, я смотрю. Такой славный. Славный. Да, еще рано тебе деньги, Миша. Деньги-то, господи, нашел проблему. Лет. У меня это как... Возраст, возраст... Время до жития уже приближается. Когда вот как от пенсии до этого. 38. 37. 37. О, еще вся жизнь впереди. В Америке 37 еще с мамой живут. А ты видишь уже, какой прогресс? Уже без мамы живешь. Уже один, уже хорошо. Где мои деньги? Да, деньги хорошие. Ну, ладно. Че, как все? Пока еще пару месяцев поезжу, посмотрим. Нравится? Может заплатишь. Замечательно. Тяжело? Очень. Неимоверно. Ну, что тяжело? Тяжело? Да ничего тяжелого нет. Садишься, едешь. Работать, кто где-то работал руками или еще как-то знает, что, блин, пойти на стройку, например, там, кирпичи таскать или еще что-нибудь. И это намного будет тяжелее. Ну, все равно много нюансов здесь. Нюансов дофига, если честно. Думать головой надо. Вообще просто. И как бы правильно, как ты там учишь, как весовые объезжать по ночам, как лукбулки крутить. Нет? Нет. Нет. Я про то, что нужно много факторов держать в голове. Там, карту смотреть, понимать, куда ты едешь, ориентироваться по местности. Ну, все равно много нюансов. Гармин высокие технологии. Да, да. Уже. Как бы главное самому не прощелкать и все. Да, куда можно, куда нельзя. Неоднозначно, но интересно. По крайней мере, в начале очень даже интересно. То есть, просто прокатиться до, не знаю, с одного берега на другой, от Атлантики до Тихого океана и вернуться по другой дороге, посмотреть на природу, на местную. Это, как бы, довольно интересно. И вряд ли кто-то просто на машине поедет вот так вот в разных штатах посмотреть. Потому что, ну что, зачем? А тут есть возможность, еще к тому же есть возможность за это денег получить, заработать. Короче, Миша приехал из Рашки, посмотрел ютубчик такой, воевать не хочешь, что ли, Миша? Воевать не хочет. Ну, типичный предатель, короче. Как родина в них нуждается, они сваливают сразу. Но давайте быть честными, я уехал, начал сбор документов до собака идет. Скоро она будет размазана по асфальту. Да не будет, она умная. Ты видел, какая она? По обочине, по лесу гулять. Ну, короче, никто не хочет воевать. Вот все поехали в Америку, садятся на трак и вот работают, зарабатывают доллары. Ну, Миша пока не зарабатывает, он сейчас студентом, вот он стажируется и садится с женой на трак, будут кататься. Ну, что, много есть много работы, то что-то можно заработать. Сейчас, конечно, время не самое удачное в Америке. Раньше, конечно, было получше. Ну, это всегда так все говорят, раньше было лучше. Вот когда приехали первые дни, на контрасте, когда ты сравниваешь это все и просто охреневаешь. То есть, что может быть у людей, у которых не пиздят, по-простому говоря. То есть, все абсолютно. Я имею в виду не только деньги. У людей могут украсть будущее. Не знаю, у детей, у подростков, у пенсионеров могут украсть там старость и так далее. И то есть, бесперспективно просто сидеть и смотреть сейчас там. И когда приезжаешь, так сначала, конечно, финансовый достаток немножко оцениваешь по-другому совершенно. То есть, когда человек может прийти и за одну зарплату купить себе, просто за одну среднестатистическую зарплату, купить себе, ну, нормальную же повозку какую-нибудь, которая в России, о, Camry 3,5, Camry 3,5. Да, в России Camry это, я помню, такая, это просто элит, элита считалась. Это невероятно. Camry здесь это... Жево-повозка. Я даже не знаю, сколько у нее лошадей. Я знаю, что там, ну, больше 250. Вот меня вообще не интересует, потому что мне не надо с этого платить налоги. Никто не интересует. Мне не интересно, какой у нее расход. Зачем? То есть, абсолютно, даже сейчас, если сравнивать... Оно доступно здесь бензин. По уровню, да, по уровню, по цене бензина на данный момент, то по факту получается, что он где-то, где-то очень близко к российскому. Только тут уровень дохода за час, то есть, если не будем сравнивать зарплаты прям там, потому что и расходы немножко другие, но то, что можно заработать за час здесь при минимальных зарплатах, оно значительно превышает, то есть, ну, покупательская способность этого, переводя, без разницы, там, в бензин, в какие-то вещи в личные, там, еще что-то. И, ну, как бы, прям значительная разница большая. То есть, если, чтобы пойти в Россию взять телефон какой-нибудь, там, последнюю модель, люди берут кредиты, потом отдают их, не знаю, там, годами, да? Здесь просто вот на 5 лет. А? Ну да, на 5 лет ты берешь кредит на айфон, и для тебя это какая-то весомый процент от зарплаты, и здесь же кредит на айфон, это включен стоимость тарифа за связь. Вот если Verizon, там, берешь, они тебе бесплатно айфон дают. Допустим, да. Они предлагают выбрать, хочешь, хочешь, возьми айфон, хочешь, не возьми, платеж будет одинаковый. И, ну, вот я просто про себе, буквально, сейчас с выходного едем, приехал на день на выходной домой, жена отдала покупку, то есть, заказал просто, заказал на Самсунге официальном, телефончик. Просто почему? Ну, просто вот захотелось, не потому, что очень надо, а просто захотелось. И как бы, когда вот так вот сейчас, и я еще недоволен, то есть, потому что у него оказалась, блин, одна симка только, один модуль для физической симки. Электронный там симка, нет? Есть симы, да, но как бы мне и хотелось, то есть, и вот эта лопата, я ей недоволен немножко, то есть, хотя по идее, то есть, нет такой, какой-то пропало, может такая, знаешь, радость от покупки. У меня вообще атрофировалось все чувства тоже. И ты просто, если в России у тебя, ты идешь купить себе, я не знаю, новые кроссовки, там, допустим, ну, просто образно, да, и ты на них там еще, если хорошие, если не какой-то ноу-нейм в магазине у дома, там, какой-нибудь вот этого, ты покупаешь, и ты потом радуешься, потому что ты выделил себе деньги, ты позволил себе. Мы когда приехали с женой, первый день в Майами заехали, пошли по соседним магазинам, ну, поехали, приехали в Майами, ну, мы пошли погуляли до Майами Бич, Майами Бич, и зашли в какой-то магазин там, ну, там, кроссовки всякие, спорт одежда. Блин, вот просто разница в цене и в понимании. Цена кроссовок была 20 долларов, 20. Ну, да, это как 20 рублей по весомости. Прикол в том, что это была просто, ну, распродажа с полок, чтобы вот, ну, место не загромождать. Это были пумовые, пума кроссовки, довольно-таки прикольные, и посмотрел ради интереса, мне прям стало интересно, что такое 20 баксов. Посмотрел на спортмастере на тот момент, последняя цена на них была, пока еще, ну, поставки, видимо, были какие-то. Последняя цена там 10-600 в рублях была. Ну, да, 10-600 это, ну, большая часть зарплат, ну, половина зарплата для многих. А 20 долларов в Америке это час работы на обычной какой-то работе. Просто, да, ладно, вот сейчас такая работа. Как, не знаю, там, на год это, на два, не знаю, может затянет и вообще не захочу. Куплю себе там, не знаю, трак с кастомной кабиной, в котором там и души, и все, и все, и все есть. Я не знаю, я ничего не исключаю. Бывает такое, что, да, люди одно планируют, потом садятся на трак и уже не могут слезть с него. Ну, как бы я не... Часто такое было. Про будущее, вот, что именно, чем я буду заниматься там через год, я с уверенностью не могу сказать, потому что вот именно, ну, началось вот это, понравилось то, понравилось это. Начали гулять, приехали в Майами, через три дня приехали в Орландо. Ну, Орландо, как туристический мировой центр, там, порядка шести миллионов человек в месяц приезжает и ходит по всяким вот этим достопримечательностям, по вот этим паркам развлечений, в том числе, туда большой поток идет. И город вылезен, да, вообще до безобразия. Да, чистый, аккуратный, дороги там. И самое, что интересно, вот это вот, смотришь, вот эти машинки блестящие там какие-нибудь, и едут болткары такие, знаешь, прям, ну, видно уже 70-х, 60-х годов. По выходным выезжают. И пенсионеры на них едут. Да, да, это их не разве хобби такое. И, блин, вообще прикол. И когда поехали по, ну, мы примерно 7 месяцев сейчас, чем занимались в Штатах? Ну, катались по разным местам, то есть не ездили по барам, грубо говоря, то есть не такие развлечения по каким-то, по флоридским, ну, и рядом с Флоридой там немножко Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия. Вот в таких там, в ЛА съездили в несколько мест интересных. Вот именно на контрасте вот этих вот мест, когда начинаешь сравнивать, как сделано там для людей именно там для какой-то безопасности, те же самые дороги. То есть дороги, ну, минимум, да, вот мы едем, вот она, Разделиловка, и полосы здесь не пересекаются встречного направления. Да, это вообще супер. То, что в России называют дорогами, это направление. Вот трасса М5, они говорят, какая, блядь, трасса, это тропинка. Вот трасса, вот. Четыре полосы в одну, четыре в другую. Местами ездили, там, второй раз поехали посмотреть, с первого раза Майами не поняли, но мы вообще не... Не, Майами не очень. В чем вообще смысл? Он настолько переоцененный город, вот это место. Даже не город, а место, потому что сам Майами, это нифига ни один Майами. Там, я не знаю, там 30 населенных пунктов, Майами-Бич, Майами, все-все-все. На соседнюю улицу перешел, а это уже другое. То есть, ну, вот, эре вот эти... Ну, я все это эре называю Майами всегда. Вот. И второй раз поехали туда. Поехали из... Приехали, ну, по Майами-Бич погуляли, тоже еще раз попробовали понять это вот место. Ну, как бы люди приезжают туда тратить свою жизнь, многие. Ну, да. То есть, ну, как говорят, на каждом углу запахи и... Трава. Сильно прям такого какого-то трешничка не видели, как в Лос-Анджелесе. Где-нибудь на Аллее Славы вечером, не днем, вечерком там начинается какой-то такой трешничок. То есть, как раз те же самые психи немножко сумасшедшие такие городские, там еще что-то такое. То есть, ну, там, да, там это есть. В Майами мы там, ну, двух-трех человек так только видели. Притом, мы приехали, первый раз приехали, ну, как нам таксист сказал, это черный квадрат, короче. Здесь я бы, типа, не стал гулять вообще бы с женой или там вечером. Ну, а мы уже забронировали. Почему мы там забронировали место жилье? А потому что с российскими номерами и с казахстанскими, ну, они начинаются с плюс семь. На плюс семь практически все сайты, которые можно что-то забронировать, они заблокированы. То есть, не приходят конфирмейшены все эти, да. А у вас не было еще телефонов? Ну, короче, связи, да, не было. Но мы из Казахстана выезжали, по идее. Ну, как бы, санкции в отношении России, но плюс семь попал под раздачу. Вот этот. Ну, ладно, приехали, как бы. И с учетом даже, что мы в таком районе оказались, там, где все в решетках, заборах там и так далее, где, ну, вот реально на улицах никого нет, пешком никто не ходит. То есть, даже там нам показалось, что это, о, ничего себе, это воздух свободы, как мы поприкалывались там. Вот. Ну, сам факт, действительно, да, то есть, нет вот этого нагнетания какого-то, уныния какого-то беспонтового. Вот. То есть, то, что особенно... А мы приехали, это весной, и когда вот эта слякоть-серость в сибирских городах еще, ну, пока еще, пока еще не пришло лето, пока зимний серый снег грязный еще не растаял, не утек полностью, не обмазал все ботинки и так далее. Вот. Ну, как-то так. А здесь пальмы, игуаны по набережной носятся там. Ну, рай, рай. Ну, оно не то, что рай. Да, рай. Кстати, самое, что интересно, вот мы когда пошли в первый день на, как раз на пляж. И, кстати, блин, люди реально разные. Вот встречаются те, кто приехал, переехал, там, кто пришел через границу, перешел, кто еще что-то. Мы вот где жилье снимали, там человек один балабол жесткий. Сразу в первый день он такой, о, там я там туда-сюда, я вот пришел через границу, я прошу там убежище, там, капец, я не хочу туда возвращаться, там. Ну, короче, он обсирал по полной, вот как только можно, он Россию обосрал. То есть не знаю, что, почему его так, он не смог сформулировать. Но вечером приехали, это хостел мы снимали, то есть там приехали туристки из Франции. Короче, француженки две там приехали. И он с работы пришел, он на мувинге работает. Не знаю, сейчас работает еще или может уже все, уже нигде, может уже не работает совсем. Депортировали за чем-то, кто его знает. Но в итоге он приходил вечером, набухивался, накуривался, ну и в этом состоянии ему было хорошо. То есть вот это все перспективы его жизни. И все, он увидел этих француженок, и он в этом своем состоянии, он начал им рассказывать, что Путин это его президент, Россия лучшая страна и так далее. Ну, какой-то маргинал. Ну, какой-то черт, короче, такой вот моральный. Бывает что-то. Вот. Ну, как бы, ну, начали там просто с людьми знакомиться, но при том даже вот у меня нет английского вообще. Ну, сейчас немножко получше, примерно уровень второго класса школы. Вот. Но я приехал, я в жизни его никогда, у меня не было английского в школе, у меня не было в институте. Я вообще никак с ним не контактировал нигде. То есть мой первый английский это вот здесь. Приехал в апреле, когда вот первые какие-то слова появились там в голове, там, хай и так далее, всякие такие. Ну, короткие такие слова, которые быстро можно запомнить. И даже с этим, с учетом того, что я как бы не могу изъясниться, на меня не смотрели местные как-то. А нет такого. Да, как на какого-то гастарбайтера, как тут в России есть. Да, как в России. Русский не знаешь, что это и гондон, пидорас. Ну, да, вот. Больше здесь нет такого. Потом еще, знаешь, интересный момент. У нас с женой просто дни рождения буквально в течение недели были после того, как мы приехали. Ну, и мы типа вот мы хотим на берегу, на пляже Атлантики, короче, жопки свои погреть. Типа это вот. Ну, такое, потому что, ну, здесь мы никогда не были, на этом континенте. Не было каких-то путешествий за пределы России у меня. По России, да, у меня по России там много городов разных, начиная от Норильских, вот той дальней части, на которую не каждый поедет, и заканчивая, допустим, Южно-Сахалинскими островами, которые спорные с Японией. То есть там и Турупку нашир, и Шикотан, и так далее. То есть вот довольно много таких интересных мест у меня. Но здесь это прям такое, то есть, во-первых, задницу засунуть в теплый океан, на песочек, на такой кварцевый, мягенький такой, мелкий-мелкий. Не эти такие куски, которые пятку готовы, как сказать, замазоленную пятку проткнуть насквозь, а такую, как, не знаю, как крахмал, то есть который ты прям вот не ощущаешь практически. Ну, в общем, такие вот интересные моменты были. Ну, и как бы на контрасте мы пошли, когда на пляж, идем по какому-то району, я так Зилу открываю, смотрю, там дома по 15 миллионов стоят долларов, по 20. Бабушка какая-то свой участок убирает. Ну, такая, увидела нас такая, ну, идут педестрияные какие-то, да, постребает там. Ну, и такая, чё, кого, кто такие? Там мы, вон, не местные здесь гуляем, там, типа того. Приехали только буквально вчера. Она, о, откуда? Из России. Она начала про то, как она печалится, как ее сердце разрывается от того, что война идет, от того, что, ну, такие вот люди гибнут. И у нее не было никакого к нам негатива за то, что мы русскоговорящие. Нет такого. Как, может быть, сейчас бы по каким-то основным пропагандистским каналам бы рассказали, что вас там везде ненавидят, вас там все плохо, в общем, приедете, вас там сразу же где-нибудь в первый подворотник грохнут, там, за то, что вы такие вот в России родились, там, у вас русский язык и так далее. Я тоже за три года мне раз не встречал. И на данный момент, да, на данный момент все равно за 7 месяцев мы уже много с кем переобщались и с ребятами, которые приехали из Украины разным способом и старыми русскоговорящими. Так вот, самое, что интересно, пару раз именно из России, тех, кто приехал ранее, вот как тот балабол, с которым в хостеле в первые дни познакомились, вот от них больше негатива всякого, чем от тех, про которых рассказывают, что вот они-то, они нам только плохого хотят желать. А американцы, коренные именно, они настолько... Они понимают, что есть государство, есть люди, разные вещи. Да, мы в страховую компанию пошли когда, и, ну, как сказать, вот этот начальник офиса, я не знаю, кто он, владелец этого подразделения, потому что тут, как бы, такое, то есть директор, руководитель, в общем, этого подразделения, он, вы откуда там, типа, ну, вот из России, о, круто там, я вообще, я люблю там русский спорт там и так далее. И он так, типа, оу, там, вы из Сибири, это там, где медведи бродят, там тайга, мы там попрягались. Да, вот такое часто встречают. Вот, ну и как бы он с полным, с таким энтузиастом, как там люди живут, что там делают и так далее. А потом мы вот, когда месяц-полтора назад получали, сидел во фотошколе, пока учились, и снимали комнату у одной темной женщины, которая очень хочет уехать в Нигер, или Нигер, я не знаю, как правильно страна это называется, а там туда инвестировала, дом себе купила, ну, вот сейчас его достроят, когда она уедет, и она там вот рассказывала, как притесняют темнокожих постоянный, мы рассказываем, ну, и с этого перешли, типа, на то, что кто, кто, кто там в России там, как люди живут, говорим, так мы белые негры, короче, ведь если что-то в мире происходит, то виноватый кто? Виноватый русский, виноватый там, ну, она попрекалывалась, конечно, ну, и начала там спрашиваться, как люди живут, ну, вот мы говорим, ну, на улицах, например, начала как-то задала такие вопросы, что есть ли там бездомные, есть ли это, ну, какие там бездомные, они зимой просто не выживают, если на улице там минус 30, например, а куда они деваются, ну, в теплотрассы туда там, типа, спускаются, там живут, она как, как это можно, там, типа, это же вообще, это немыслимо, это же не бесчеловечные условия, ну, я рассказываю, ну, почему бесчеловечные, нормально, там есть, как бы, площадь, по крайней мере, незамерзное ж тепло, и она в этот, сейчас пропустим, чувака, ладно, моргает, let's take exit 64, вот, да, и она, короче, такая, спрашивает, ну, мы такие, про ее дом такие говорим, дом крупный довольно, она бывшая военная, смотри, смотри, здесь какая-то плотная аэрия, здесь лучше использовать, посмотреть рилей, у тебя нет, у тебя единственное, да, вот негде его прикрепить, было бы хорошо, чтобы он был где-то закреплен, осторожненько, да, с ключи, будем по рилею, там, потому что, я смотрю, очень много, много знаков, он вроде бы совпадает, да, слушай, он совпадает, да, вот просто сравни, как он ведет с гармином, то есть я смотрю, сравниваю, гармин сравниваю, и рилей, это очень важно, потому что Amazon блокирует на неделю, если ты заезжаешь не туда, то есть ты груза не можешь, не сможешь брать, поэтому в таких плотных аэриях нужно еще, потом закрепишь телефон, чтобы он у тебя просто был открыт, вот просто посмотри, да, он вроде бы так же ведет, да, он так же как гармин ведет, но на будущее всегда сверяй, потому что если заедешь не туда, это будет невероятная расстройка для нас, но по факту они на неделю потом разблокируют, правильно, или они еще доп. штрафы какие-нибудь там вводят, на неделю это есть на Казанте, неделю не берет груза, и на водителя на этого конкретно? Нет, на компанию, вся компания не берет груза, понимаешь, там 10 траков, все стоят из того, что один повернул никуда. У нас был один такой, мы снимали, да. Начал работать только? Да, он стажировался и повернул вместо права, очевидно, повернул налево. Вот такие вот, вот Женя стажирует людей, они допускают ошибки, а он их увольняет сразу. Нет, это был... Не успел заработать человек денег, Женя ему не заплатил. Не со мной это был... Вот с другим парнишем. Амазон часто присылает карты с конкретным маршрутом, как он хочет, чтобы ты проехал. Вот поворот. И снова поворот, и там нас доллар зовет, но только Миша... Еще нихуя не заработал. На еду-то хоть есть? Ну, иду, ну, пятихата я тебя отправил за первую неделю. Ну, да. Все. За 10. Короче, тетенька, темная женщина нам это рассказала, владельцы этого дома. Ну, когда мы начали про то, как люди в России живут и так далее, я говорю, ну, многие живут в хрущевках там и так далее. Что такое хрущевка? Хрущевка. Ну, это типа вот квартира небольшая, там среднестатистическая, днешка там 30 квадратов. Она такая, в смысле, как это возможно, что вы в 30 квадратах живете? А то, что американцы тоже привычные. Ну, они, да, понятно, что... Давай с левой полосы, вот как едешь, не перестраивайся на правую. Вот с этой полосы. Доедь, 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 доедь. Тормози немножко, там чувак залазит. Вот так вот, вот так вот. Вот, видишь, как хорошо получилось. Вот так спокойно делай всегда. Да. И колеса будут целее. Не переживай, что не с той полосы поворачиваешь. Главное, никого не убить, не разъебать колеса. Потому что, если будет какой-нибудь слоупок стоять там на тротуаре, чилить, будет хуже. Так, 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 сходится, да, заебись. Едем. Вот, поэтому кто-то, конечно, есть люди, которые, вот мы заезжаем, ну, исследовали города, так скажем, ну, для себя, чтобы потом в будущем, где бы хотели остановиться, например, да, в каких городах. Конечно, Флорида, она изначально, она, ну, такая, из-за климата. Вот когда ты приезжаешь из сугробов, да, довольно тяжело это все. Лето, да. Лето тяжело. Ну, это привыкает организм. Да, у тебя тяжело любой холод будет даваться. У меня как бы нормально, но вот жена, она немножко так... Перестроится. Да. Через года два она даже забудет про них. В то же время, интересный момент, когда мы приехали в Северную Каролину, в Шарлотт, первое, на что обратили внимание, что там есть люди на тротуарах, на улицах, это было, чё, люди есть, живые люди. Ну, тут в парк люди выезжают. Да. Ну, и ездим у нас в этот парк, рядом есть Фан Костя детский, и мы туда, там все собираемся по вечерам. А вот потом уже... Здесь чтоб побегали. В... Так, пока знаков нет. На лево, все good. Full stop, 3 seconds, and make a left. А вот чувак, быстро. Вольво. Едем. Влетаемся. Едем. Влетаемся. У тебя... У меня... У меня это... У тебя full stop, да. У тебя full stop, да. У него нет. А у него поворот. Опа, 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 опа. Очень-очень плохой этот обрыв. Да, передние колеса береги, это себе жизнь может спасти. Потому что когда взрывается переднее колесо на скорости, тракт становится неуправляемым. Ты сейчас немножко съехал это с бордюра, так что береги передние колеса. Это очень-очень опасно. Ну, когда начали просто, вот если продолжение, то что удивляло, то есть когда ты идешь, не знаю, по улицам, там школа, например. Давай интерн смотреть. Да, траки. Траки у нас... Давай дальше прямо. Вроде дальше. Там совсем маленький значок. Там вроде бы дальше. Какой у нас там, сейчас посмотрю, поселите, как называется. Как оно называется? Вообще, это показывает, дальше едем. То есть это... Вот это вот место. Приложуха BNA9. Вот, смотри. BNA9. Вены, диспетчеры, Amazon Flex, это все туда, налево. У нас 271 Mens. Давай дальше. Да, направо. Все, Миша, удачи! Пошел чекин. Пошел чекин. Здесь такой странный чекин. Нужно подходить в окошку. Потом подходит чекинец. Обычно все автоматически, вот через камеры. Вон там камера. Здесь хоть небольшое поселите. Они дроп... Можете слышать, что кто говорит, потому что у него микрофон. А, номер... У меня его не слышит. А, фо... У меня его не слышит. А, фо... Сори... Моинвис, но... В общем, он сейчас чекинец. А, лот один... Фо... Фо... Куда дропнуть? Трейлер. Везде-то его дропнем, и все. Ну, короче, что-то... Склад маленький. Бизи. Эти... Вон этот рабочий. Ванос 7. Встал. Встал. Он что-то ругался. Так... Сейчас вот он будет сдавать назад. Подъезжаем. Вон здесь камера. Вон здесь камера. Флагбаум. Считывает. Считывает. О, открылась. Автоматически зачекинилась. Считывает. 408. Temporary parking. Паркинг. Это называется. Груз не готов. Едем на Temporary parking. 408. На Amazon facility. На предыдущей facility был злой какой-то мужик. Работал. Сказал здесь нельзя... Здесь мужика. Все были злые. Сказали, здесь нельзя тренироваться, парковаться. Я говорю, мы не тренируемся. Я вышел помочь парнише сдать задом. Безопасно. И он говорит, если он не может, то не может он, блядь, парковаться. Я говорю, ну в смысле? Может он просто... Я хочу помочь человеку. Говорю. Короче, пришлось мне быстренько сесть за руль и уехали. Мы оттуда. Бывает на одном из десяти складов какие-то все злые. Начали раньше там снимать нельзя. А что здесь, блядь, снимать просто? Блядь. Стоят троллера. Снимать тут некуда. Ну, короче, бывает. Вот очень странные, очень странные люди. В общем, мы приехали на следующий пикап. Простояли вон там в очереди 30 минут. Потому что очень busy. Black Friday. Все закупают говно на Амазоне. Вон чувачок явно на своем траке, на фритлайнере. Ему явно миллион миль уже на этом траке. Проехал и все еще он на ходу. В общем, встаем. Ждем. Глушим шарманку. И ждем, когда будет готов трейлер. Миша, короче, приехал. Думал, что здесь деньги растут, блядь, на деревьях. Сейчас сидит, грустит, нахуй. Говорит, блядь, приехал. Думал, в Америку. Делать нихуя не надо. Миша, ты все удумал? У нас доставка. Где? Это туалет. Что? Ты понимаешь? Ну, в смысле, это все... Туалет, да. Это обычный американский туалет? Да. Выставка в туалете. Ну, а шо? Пока как улиш, он можно посмотреть. Даже привезти сюда снять, да. Я даже не знаю, что это. Что это? Космос? Что? Plugged in. Timeline solar history. Типа исследование Солнца. Да? Смотри. Создание электричества 1827 года. Поперло, да. То есть это просто... Кнопки какие-то есть. Интересные достижения какие-то. А, вон, кнопки. Загораются. Что-то, что-то... Все, 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 Миша. Понажимаем, понажимаем. Миша. Капец. Посмотри, как интересно. Миша, интересно должно быть на треке есть. Это должно быть неинтересно. Вот мы здесь, короче. Мы вот здесь находимся. А, там солнечные панели, да, очень крупные. Solar Farm. Класс. Все, погнали, Миша, Миша, Миша. Миша, у тебя доставочка, Миша. Давай, 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 быстренько в музей посмотрел. Обычный туалет американский. А, прикольно, да. Все, круто, круто, круто. Миша, круто. Солнечные панели. Да, да, да. Нормально, нормально. А это что такое? Подожди. Кто-то им подарил какие-то штуки, какие-то зеркала. Кондукторы какие-то. Суставные кондукторы. Ого, семикондукторы. Семикондукторы. Семикондукторы, это, у них, этот, корпорат. Вот, кстати, вот это, суставный заново. Нажимай, Миша. Ого, ты, это ты, ты зажег. Целый город, я. Ты что, зажег? Ничего себе. Ничего себе ты. Все очень классно, очень-очень-очень классно все. Посмотрели, очень классно. Все, россиянин помог Америке зажечь свет. Теперь россиянин едет доставлять в Техас воздух. Мы везем воздух. Трейлер с воздухом, абсолютно пустой, из Теннесси в Техас. 800 миль, просто пустоту везем. Все. Классно, Миша, тебе понравилось? Я на туалет. Ты дома себе такой сделал? Я на туалет. Я на туалет. Счастливо. Господи. Билдил бибакс. Да пчел. Классно? Очень классно. Очень классно. Очень классно. Очень нравится. Очень нравится. Сам факт, что здесь зона отдыха. Смотри, как для собак виду смотрено, кто с собачками едет. Да это какое-то сумасшествие вообще вот в Америке. Ну, какой-то охуевший, да? Какой-то охуевший туалет вот. Какие-то солнечные панели. Как будто, в самом деле, не понимаешь, что можно просто на трассе сделать домик, блин, железный. Какой нахуй домик же? Как будто это противоположная сосулька, которая... Блин, какой домик. Просто ты останавливаешься где угодно и ссышь под деревом, и срешь. Вот непонятно. Тысячу раз я все свое детство так делал. Много в то же время, да? Останавливался. Мы ездили там с отцом куда-то в детстве, и не было никаких туалетов. Ты просто останавливаешься где угодно, ссышь, срешь под деревом, и все. Все, сейчас... Спокойно остановился. Сейчас россияне скажут, что нифига, у нас сейчас везде туалеты. Но я знаю, какие они туалеты там, на этом Лукойле. Все обосранные. Я там с мусорками, мусора нет. Что? Страшно зайти в эти... Туалеты Лукойловские. Все обосранные, обосранные. Один туалет на десять человек. Людей, кто вдруг на колярку перешел, да? Да, пандус. Те пандус, всего лишь он до туда. Солнечная панель. По десять пыльник, он мог самостоять. Смотри. Опа-на. Опа. Насрано, блядь. Видишь, американцы. Ни хрена, видишь, гриб лежит. Американцы срут, срут, где попало. Вот они, пацаны. Американцы срут, где попало. Мы нашли. Сранье. Просто все в сооруженных панелях, да? Не, это просто охуевший какой-то туалет. Охуевший туалет. Сколько здесь миллионов долларов сделано? Потрачено. Типа, не знаю, пять миллионов долларов. Но в России такое стоило бы, наверное, двадцать миллионов долларов. Ну, потому что пятнадцать бы спиздили. Связь есть. Специально вот видишь. Да, связь. 5G. Поэтому... О, кто-то стрельнул, слыхал? Да. Стреляет. Стреляет, наверное. Черное стреляет. Реально, это был выстрел. Офигеть. В Танасе разрешено оружие, поэтому... Запросто. Единственное, холодно, конечно, тут не Флорида вообще ни разу. Короче, когда подходим к трейлеру, тоже визуально, просто по умолчанию, как привычка. Просто идешь и смотришь. Ну, ничего ли не отвалилось просто. Потому что... Ладно, он видишь, зачем-то мелом нарисован. Этого ремонтировали, значит, в этой стороне там дырка была. Короче, самое главное, я так понимаю, посмотреть на релиз кэндл, да? Что никакой... Не-не, это тоже важно, да. Что никто не дернул. Ну, здесь у нас конфликтов не было, поэтому все должно быть гуд. Все. Едем дальше, пацаны. Опять стрельнули. Ничего себе. Стреляют и стреляют, да? Ну, давай, уёбываем. Хулигон. Хулигон. Хорошо. Что-то жрать охота уже. Доброе утро, пацаны. Вы присутствуете за торжественной церемонией. Смотрите. За особые заслуги директор Сызерный Логистик награждает Михаила личным туалетом. Поздравляю вас. Вы молодцы. Гордость. Гордость маловата. Гордость маловата. Нет. Полностью до яиц засовываешь туда и все, и делаешь свои дела. Отрезать вот так. Ничего не надо отрезать. Прольется. Все. Ладно, мастеркласс покажешь. Теперь ты профессионал. Настоящий. Я уберу это к тебе. Это хранить надо, Миша. Я буду хранить. Это гордость. Она же еще и складная. Я лично ее выпил. Это же многофункциональная вещь. Вот мы едем по Техасу, а потом мы едем по Танаси, а потом мы едем по Джорджи, потом по Нью-Джерси. И вот так вот пацаны едем, едем и едем. То я еду, то Миша едет по очереди. Едем и едем. Вот так вот вся работа заключается в том, чтобы ехать и ехать. Вроде бы с одной стороны простая, но монотонная работа. Конечно, очень много нюансов. Самое сложное – это, наверное, научиться парковаться задом. Нужно трейлер в док запарковать, либо на парковочное место. Ехать нужно много. Нужно приучить себя правильно время тратить. Каждая минута важна. Вот. Как питаться, ходить в туалет, в душ, все делать быстро, быстро. И со временем, когда натренируешься, делать свою работу быстро, будешь проезжать больше миль. То есть в тиме люди проезжают 7, 8, кто-то 9 тысяч миль, кто-то 5 тысяч миль. По-разному. Все люди разные, все едут по-разному, возят по-разному. В чем фишка? Почему классно ехать в семейной тиме? Потому что у семейной тимы общий бюджет. И, то есть, девушка может работать на равных. Ехать вот так вот по прямой особо не сложно. То есть просто держишь руль, держишь круиз, едешь по прямой. Все. Если девушка, ваша жена может, ну не знаю, миль 400-500 вам проехать в день, чтобы вы успели поспать, отдохнуть, это уже будет супер класс. Сейчас вы будете уже вывозить стимовские грузы. Она будет работать с вами на равных, на равне. Будет готовить, делать миньет, убираться. В общем, будет полностью полезно. Да, Миша! Конечно. 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 Подтверждаешь? Не отвлекай меня тратить деньги. Я уже трачу, трачу деньги. Я заработал 100 долларов. Что ты потратил? Ну еще пока ничего, видишь, не тебе настраиваю. Сейчас куплю себе бананы, еды и куплю. Наконец-то поем. Да, сейчас время не очень хорошее в Америке. Кризис. На транспортейшне денег меньше, чем было раньше. Но люди, которые приезжают сюда сейчас, они не застали этого хорошего времени. И вроде бы им окей. Это вот люди, которые там раньше, раньше платили доллар миля, сейчас платят 60 центов миля. Соответственно, люди, которые получали доллар мили за милю, сейчас не хотят работать за 60 центов. Они, ой, нахер это надо, такая работа. А люди, которые приехали недавно, для них из 60 центов это хорошие, хорошие деньги. Ну вообще, если так посчитать, то нихуя себе, извините меня. 60 центов, если ты проезжаешь там даже 6 тысяч миль. Сколько это получается? 3 600 что ли в неделю? Ну извините меня, 3 600 в неделю за 4 недели. 6, это сколько? 7, 2 14 тысяч что ли? Миша, вот скажи, 14 тысяч долларов это вообще, ну, блядь. 6 тысяч в неделю? 7 200, 14 тысяч. Ну если 6 тысяч в неделю в миль проезжать? 3 600. 14 в месяц? Блядь. Считай, ладно, грубо говоря, да, это больше миллиона рублей в месяц зарплата. Ну мне кажется, люди год работают за меньшие деньги. Мне кажется, во всем мире это гигантские деньги, во всем мире. То есть Америка это такая хуевшая просто страна, где некоторым кажется, что 10 тысяч долларов в месяц это не так уж и много. На самом деле это очень много. Здесь в Америке люди, американцы коренные, которые здесь выросли, которые здесь учились, у которых есть связи, у института. Для них 10 тысяч долларов это космические суммы. Поэтому 60 центов в миле сегодня это не так уж и плохо. Ну а для России это вообще космические деньги. Вот мы приезжаем в Техас, локальная хайвей, то есть это не фривей, здесь есть светофоры, повороты. Вот так вот пацаны едем. Меняемся. То Миша едет, то я еду. В часов 6-7 делаем смену. Можно отдохнуть, поспать и ехать дальше. Да, смысл трака в том, что по идее, по-хорошему он должен ехать нон-стап. То есть у нас вот сейчас очень плотный график. Он бывает разный, бывает плотный, бывает неплотный. На этой неделе у нас контрактный груз на 5 дней, 5500 миль. И получается так, что в день мы должны проезжать за сутки 1000 миль. Плюс загрузки-выгрузки. То есть у нас остается там, да, вот мы сегодня поспали, трак стоял там 2 часа, наверное. То есть, ну, в стоячем положении трак стоял, и мы спали часа 2. В душ мы сходить не успели. Ну, это по-разному. Я вот использую салфетки, обтираю салфетками. Для меня это не критично. Ну, два раза за 5 дней в душ сходишь, уже вроде бы и неплохо. Обтирают причиндалы свои салфетками. Да? А что такого? А что такое причиндалы? Это руки. Сыщешь бутылку, вытираешь причиндалы. Ну, ничего страшного, пацаны. Представьте, что вы на космическом корабле. На космическом корабле люди летают годами, они точно так же делают. Вытирают салфетками, и ссут в бутылку, и считаются нормальными пацанами. Есть же достоверные истории, когда едут три индуса, например, в траке, делают дырку в полу и прямо туда. Да, есть. И едут, они вообще не останавливаются. Без проблем можно сделать дырку в траке. У нас под ковриком не буду показывать, что там за дырка. Да, можно без проблем. Я даже сам об этом думал, просто это удобно. Ну, что, как в запорожце такое-то. Ну да, сделать какую-то типа раковину, и туда там, знаешь, чтобы посуду, например, даже мыть. Помыл, слил, прямо на ходу, едешь дальше, не знаю, борщик сварил, помыл, слил, едешь дальше. Поссал, ну, пацанам удобнее, что можно в бутылку. Это на самом деле гигиенично, в этом нет ничего такого плохого. Я не знаю, я настолько привык, что я не понимаю, что все так удивляются. Что для этого, пацаны, надо? Вы приезжаете, сейчас вот приезжают люди толпами, им дают быстро сейчас, дают work authorization, там, по CBP-1. Кто через Украину приезжает, им дают United4U. Им дают work быстро, и вы получаете CDL, делаете компанию. Вот это LLC, это как ИПшники. Открываете бизнес-счет в Банков Америка, пацаны, обязательно в Банков Америка, хороший банк. Открываете там, получаете CDL и все. Пишите, устраиваетесь на стажировку. В чем плюсы Амазона? У Амазона все-таки все проще. Вот видите, трейлер едет за нами, это трейлер амазоновский. И каждый водитель начинающий обязательно зацепит колеса обязательно на трейлере. Потому что трейлер, у него очень большой радиус поворота, и обязательно вы на трейлере когда-нибудь зацепите колеса. По-другому не бывает, потому что вы только учитесь. То есть учатся все люди на своих ошибках. И амазоновский трейлер за колеса отвечает Амазон, а не вы. То есть если вы пойдете в любой другой, в любой другой трейлер, там Reacher, Step Deck. У Step Deck угол поворота еще бывает больше у Flatbed, потому что у них Spread Axel. Spread Axel это когда колеса друг от друга далеко расположены. То есть на DriveVen, на Амазоне у него тандемы. Тандемы они близко расположены, а Spread Axel у него широкий очень. И у тебя угол поворота на Spread Axel еще шире. То есть я знаю кучу случаев, ребята садились на первый их трейлер, там Flatbed, на Spread Axel. И в первый уже там месяц разъебывали там 4 колеса. Ну то есть ты вот при повороте заезжаешь на бордюр. У тебя полностью угруженный трейлер, там 80 тысяч паундов, 40 тонн, ты весишь полностью. И вот такой бордюр запросто может тебе срезать колеса. То есть ты его по краешку задеваешь, и он как ножиком его срезает, то есть бочину. И оно лопается так ба-бах, ба-бах, ба-бах. И вот за такие порезы отвечает водитель. То есть это же ты заехал, ты отвечаешь. А на Амазоне отвечает Амазон. То есть в этом плюс. Еще на Амазоне плюс, что ты не ждешь загрузку-выгрузку. То есть я на Рифере когда работал, у меня бывало, что я сидел на загрузке-выгрузке, ну типа 3 дня, 2 дня. Просто сидишь, блядь, в траке и сходишь с ума. Это ужасно. То есть сходить с ума, 2-3 дня в траке, один, сам собой, своими мыслями, становишься безумно злым. То есть ты не зарабатываешь, ты не едешь, ты просто сидишь, тратишь время. Ты и не отдыхаешь, и не работаешь. То есть что-то, блядь, среднее где-то застрял. В этом огромный минус на Рифере. Раньше за это платили на рефрижераторе. Сейчас за это не платят. Поэтому это сейчас не особо стоит того, тех денег. На стопдеке, флэтберде зимой нужно... Что там, хопы стоят или нет? Нет. Нужно грузить и выгружать грузы в плохую погоду. То есть снег, дождь, ветер, ты должен работать. На стопдеке, флэтбеде зимой это тоже не очень. На Амазоне ты просто цепляешь трейлер чистенький, аккуратненький. Ты не пачкаешь, не грязный. В этом тоже плюс и тоже легче. То есть ты когда учишься водить, тебе и так... У тебя куча информации в голове, как рулить, как сдавать задом. А тут тебе еще надо знать, как еще груз крепить. Потому что груз крепить тоже нужно уметь. Поэтому тоже нужно обучаться, как накидывать тарп. И все это очень сложно, сложно, сложно. Зато на Амазоне вот эти вот попадутся, если на фасилити какие-то бичи на кальмарах, которые не разрешают тебе долго парковаться. Говорят, езжай отсюда, раз не умеешь парковаться. Да, вот мы сейчас парковались. Я вышел, чтобы помочь по телефону. Сказать, чтобы он никуда не врезался. И к нам подъехал местный локальный водитель этого склада. И сказал, что если он не умеет парковаться, это не тренинг-центр. Если он не умеет парковаться, то уезжайте. Я говорю, он умеет парковаться, я просто хочу, чтобы это было сейфить. Я хочу помочь, сказать, чтобы он никуда не врезался. После того, как вы получили свое сидело, это не значит, что вы можете прямо сесть и поехать на своем траке. Потому что в школе учат сдавать экзамены. То есть водить практически не учат. Да и на работе будет очень много нюансов, которые нужно объяснять. Поэтому садятся на стажировку. Две-три недели по-разному как получается. На стажировке обычно платят где-то 500 долларов. Стандарт такой. 500 долларов за неделю. Ездите. Вот в нашем случае получилось, что третью неделю. Ну по пять дней, да? Сколько ты по пять дней? Плюс-минус, да. Выходные, потому что как-то выпадались. Да. Выпадались в выходные. Сейчас вот пять дней мы еще прокатимся. И дальше Миша сядет на свой трак и поедет вместе с женой. Да, стажировка. Здесь вы учитесь парковаться всяким нюансом. Ехать по прямой. По прямой ехать несложно. Это то, что у всех практически не получается. Делать повороты чуть-чуть сложнее. Просто помнить, что у вас сзади большой хвост. Нужно брать широкие-широкие повороты. Потом различная бюрократия. Нужно сделать фотографии. Проверить регистрацию, инспекцию. Проверить колеса. Сделать инспекцию трейлера. Проверить, что горят у вас все лампочки. Колеса на месте. Попинать их. Походить. Посмотреть дэмиджи трейлера. Потому что трейлеры каждый раз разные. Все время меняется. Если есть дэмидж, то все это надо сфотографировать, запечатлеть. И все. Проверить пломбу. Проверить и работать с приложением. На Амазоне очень важно работать с приложением. Амазон называется Relay. В этом приложении ты делаешь всякие отметки. Типа вводишь номер трейлера. Чекинишься. БОЛ. Вот эту документацию получаешь на свой груз. И по этому приложению едешь. Там есть навигация. Иногда Амазон очень хочет, чтобы ты проехал по определенному маршруту. Если ты по нему не проезжаешь, то получаешь штраф. А возможно и бан. Это очень серьезное нарушение у Амазона, если ты проедешь по маршруту, который он не предполагает. То есть он тебе заранее присылает карту, по которой он хочет, чтобы ты проехал. И это очень-очень важно соблюдать. Такой небольшой, но очень важный нюанс. И вот ты цепляешь трейлер, приезжаешь, цепляешь трейлер на Facility на складе Амазон. Все это делаешь, бюрократии проверяешь. И едешь дальше. Приложение в Амазоне тебе пишет на следующую остановку. И в этом вся работа. Вот ты зацепил трейлер. Отвез в определенную точку. Отцепил трейлер. Поехала в следующую точку. Зацепил там трейлер. Отвез в следующую точку. И так целыми днями ездишь. Цепляешь, 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 цепляешь. В этом замечается вся работа. Оплата по милям, то есть вот сколько миль проехал от склада до склада с грузом, 60-65 центов оплачивают То есть ты как водитель заинтересован делать много-много миль, чем больше миль, тем тебе лучше В чем еще плюс Амазона, что Амазон может загружаться и выгружаться по выходным, по праздникам То есть Амазон работает суббота, воскресенье, Новый год, Рождество, похуй Амазон работает, наоборот, даже чем больше праздников, тем больше Амазон работает Остальные троллера, как Рифер, Степдек, Флэтбет, Драйвен по выходным практически никогда не загружаются Степдек, Флэтбет 100% никогда, Рифер иногда 50 на 50, но скорее всего нет Драйвен тоже 50 на 50, но скорее всего нет То есть бывает так, что если у тебя в пятницу груз сорвался, или у тебя нету груза в пятницу Или ты не успел перегрузиться, то есть на выходные, чтобы ехать там два с половиной дня до понедельника То все, ты просто стоишь в траке и ждешь понедельник И соответственно также и праздники, праздничные дни Если праздник выпадает на пятницу или на понедельник, что еще хуже То пятница обязательно сокращенный день в Америке, а скорее всего никто не работает И получается лонг викинг, американцы уезжают там по своим делам, за город, в отпуск То есть получается 4 дня выходных, потому что в школах тоже дети не учатся И ты берешь своего ребенка и уезжаешь куда-то 4 дня выходных А чувак в драйвене, в рифере, сидит и посасывает пищу Потому что работы нету, ему надо просто сидеть 4 дня в траке И поверьте мне, это просто ужасно Это морально очень-очень дает То есть нужно чем-то себя занять на 4 дня Я справлялся как? У меня был лаптоп, у меня были там игры По поводу как они себя в будущем видят Никто не видит себя в будущем в траке? Конечно, все сели по чуть-чуть Я тоже садился на полгодика, по чуть-чуть сейчас заработаю и свалю Потому что это ужасная работа, блядь, это тяжелая и ужасная работа Никому не рекомендую, блядь Здесь плохо, хуево, тяжело Все, вот Если кто-то не переносит одиночество, это вообще ужас Я вот с одиночеством окей Могу вывозить С одиночеством тебе проще С учетом, когда у тебя стажер в кабине Вот ты нервничаешь Ты хочешь убить его? Три года я один отъездил Это я вообще никогда с стажером не ездил Когда я никого не стажировал Мне одному это окей вообще Ну так послушаешь историю людей Кто вообще приходит на трак Вот, да, министр сельского хозяйства из Коми, да? Какой-то он хуевый министр Не знаю, не спиздил У меня больше вопросов Что, ничего не спиздил, блядь, министр? Какой-то министр, блядь? Понимаешь, в этом-то и вся столь, что все министры и все люди должны быть такими Пошел на госслужбу, блин, под страхом того, что, не знаю, у тебя все заберут Тебя посадят пожизненно, если что-то найдут и так далее И тогда будет, может, нормально А пока такого нет Ну вот, те единственные, у которых, не будем говорить, честные, нечестные, там, никто же не знает, да? Ну те единственные, так скажем, у которых вроде как бы с правдой работает какой-то За идею, там, еще что-то Ну, блин, вот они потом раз, и такой путь у них Ну, странный он, действительно Вот Смотришь, там, кто-то, и кто, кто там еще На бокс-траке, то есть у него, на бокс-траке, то есть вообще у него не было денег с собой? Вообще ни доллара Видимо, в последний момент уже собрал Не знаю, я его лично не знаю Я тоже не знаю Поэтому не могу сказать про него ничего Ну он за рашку топит, у меня есть один чувак в инстаграме, типа тоже на ютуб снимает Он ему писал, он прям за рашку, типа сделаем рашку великой, типа вернемся рашку, давайте поднимать рашку То есть чувак еще в России, он он, но я думаю, что он и останется, он такой советский закалок Я, например, уже давно не в России, Россия, где я, где Россия, это, блядь, на разных планетах Я никогда не вернусь в Россию, никогда не буду жить там в России, что бы не случилось Точно нет, блядь, и я не топлю за рашку, не мечтаю, чтобы рашка возродилась или прочее Я мечтаю, чтобы Рашка, блядь, дальше вернулась опять в то состояние, когда она была просто посмешищем всего, просто смешным таким мужичком, блядь, забавным, пьяным алкашом, блядь, безобидным. Когда ни на кого не нападала, никого не пиздила, убивала только местных, блядь, своих локальных долбоебов, демобилов в тюрьме и прочее. И это было весело, блядь, просто можно было похихихать посмеяться на них. Сейчас это, блядь, даже не смешно уже стало, потому что она свои террористические, блядь, щупальца вытащила за пределы своей страны, и это уже стало не очень хорошо. То есть я не топлю за то, чтобы, блядь, Рашка стала великой и классной пиздатой, я за то, чтобы Рашка стала опять обычным смешным, блядь, величием, чтобы они, блядь, дальше сидели там и мечтали о том, как их все боятся, что они великие, все хотят их ресурсы, которые Володя Путин продаст бесплатно любому долбоебу, кто ему позвонит и просто попросит. Ну так вот, возвращаемся обратно в Америку, вот она, Техасская, Техасская развязка, огромный Техасский, ну это такая, это маленькая, конечно, это маленькая, самая маленькая развязка, которую можно найти в Техасе, видите, мы где-то, например, на 10 этаже едем, высоко, нам все видно сверху. Главное, смотри, да, вот таких мостов, если разобраться, в Орландо, вот, кстати, слева видно, да, бетон только-только, новенький еще даже, вот этот светлый центральная полоса, вон туалет еще стоит пока рабочими, зеленый. В России как это было бы? Она будет строиться там 5 лет, Новосибирский там сейчас платный мост строится, вот он строится, все в грудь себя бьют, что новый мост, новый мост, блин, здесь, не знаю, сколько их в год строится таких развязок. Никто не приходит орать, что вот у нас новый мост, новый развязок, никто не, блядь, не перерезает ленточку всем до пизды, это как посрать сходить, то есть никто не обращает на это внимания, это то, как должно быть, блядь, строится. Вот в Техасе, в чем не классно, всегда есть дублер еще на две полосы, и справа, и слева, и односторонний, то есть есть вот хайвей, есть посредине будет платная дорога, судя по всему, объездная, и это вот бесплатный хайвей, а справа вот всегда у них есть в Техасе дублеры, типа с маленькой скоростью, чтобы заезжать, заезжать вот в эти магазины, и если здесь трафик, то всегда можно по дублеру объехать, это вот фишка Техаса, такой там в Техасе делается, во Флориде такого нет. В Флориде вот за полгода мы так посмотрели, там столько тоже дорог, столько таких мостов, Орландо вообще просто капец, Джексонвилль тоже там вот этот разряж по огромному делаю, там мост, который вот через, ну, в общем, мост, у Джексонвилля, не знаю, через, что там за проливчик этот вот, и речушку он идет, гигантский просто там мост, и когда рассказывают про то, что, блин, вот мы построили мост, это так круто, блин, во всем мире постоянно строятся какие-то гигантские мосты, сооружения. Ну да, в России важна победа, важно величие, сделать акцент на любой, какой-то, надо победить невидимого врага, самое главное. В Орландо, кстати, Тесла-навигатор, автопилот вообще не работал, когда у меня была Тесла, она вообще не работала, потому что она не знала, где она едет, потому что там все дороги были так, ну, перестроены, они менялись, только карта не успевала меняться, следить за дорогами, и Тесла вообще там не работала, автопилота вообще никакой, она все время думала, что она где-то по каким-то ебеням едет, а не по хайвере, и все время сбрасывала скорость, то есть ты едешь 60 или 70, а нахуяк тебе думает, что здесь 20 и резко жмет на тормоз, и ты такой в потоке резко где-то 20 сбрасываешь, это все время так страшно, и, в общем, в Орландо не работает вообще автопилот. Еще, кстати, по поводу людей, которые вот приходят в траковый бизнес, про жен, про вот этот вот момент, просто представь, чтобы, ну, мне повезло, у меня моя любимая прекрасная жена, она сама, я так, ну, давай, ладно, окей, прикольно, давай получим CDL, давай сдадим вот эти вот экзамены, то есть будет, по крайней мере, всегда такой вариант подстраховки, то есть при любых раскладах, ну, так скажем, какой-то еще определенный ремесло, несмотря на то, что у меня и по образованию, то есть я могу здесь заниматься и эчваком, то есть я это умею руками делать, и на вентиляции могу поработать, нормальный настройках, то, что, кстати, и немножко делал там с другими какими-то заморочками, ну, вот решили так, на трак, допустим, и сам факт, просто идут девушки, женщины, бабушки идут даже, реально, это вообще капец, представь, в России, на КАМАЗ, всем нужны деньги, на КАМАЗ, зимой, очень много девчонок ездят, бабушки, да, а почему, потому что инфраструктура позволяет, потому что автомобили позволяют, то есть, когда ночью едешь, ты как бы забываешь, когда ты не видишь там капот, там не видишь там зеркала, там свой этот вот трейлер, там огромный, там 53, блин, 53, это сколько у нас, это 12, 3, 4, 16, 16 метров, почти 16, 12, 9 метров, но он не чувствуется на мере, да, в России сороковки контейнера, допустим, здесь это не чувствуется, ты едешь как в легковой машине, даже лучше, потому что ты сидишь высоко, пневмо везде, ты можешь везде остановиться, там есть эти рестерии, есть просто какие-то welcome центры, да, на границе, есть тракстапы отдельно, то есть, ты можешь в любом месте зайти, купить кофе, сходить в туалет, умыться, сходить в душ, при том, ну, как бы, это не то, что, как некоторые там думают, например, в Макдональдсе придорожном пошел умываться, поставим, мыться там, поставим поднущик, хороший душ, вот, где тебе полотенце положат, ну, как бы, как в отеле, да, ходить снимать туалеты, наверное, это вот Женя уже в своей жизни, в начале своей карьеры, профессионально поснимал, поэтому можно посмотреть, как это выглядит, какое качество, тут, кстати, еще интересный момент, что вдоль дорог, ну, вот мы едем, пока вот мы сейчас едем, минут 10 последних, да, несколько сбитых оленей, то есть, очень много животных, которых люди не идут просто сожрать, потому что увидел там, не знаю, животное, и быстрее его надо сожрать, есть экология, есть какие-то природные нормы, и, ладно, эти животные, ну, мы сейчас, я сейчас говорю про сбитых животных, именно, про конкретно те, которые уже лежат уже, вот, на обочине, они лежат на обочине, их никто не забирает, ну, то есть, ну, потому что, подожди, ты, если, ну, вот, все думаешь, заберут? Я тебе не то, что думаю, я тебе 100% скажу, что многие, как бы, вот, я знаю чувака, который там, он, блин, типа, мясо, типа, на мясо? Мясо, он, там, какого-нибудь енота, барсука, все, он, все, заберет, он, 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 я просто, откуда это, не из головы взял, работал на производстве, когда, у меня был, там, в подчинении один чувак, ну, он своеобразный, он сбил барсука, он не сбил барсука, кстати, он потом, когда барсук перебежал, он бросился за ним, пусты, ну, там поле было, короче, догнал, запидел барсука, блин, добыл из него жир барсучий, и он мне этот барсучий жир, короче, притащил в баночку, ну, маленькую, там, 200 грамм, типа, он тебя спасет, натирайся, короче, барсучий жир, полезный для здоровья. Ну, я видел только, как мигранты в Москве птиц вылавляют, голубей, ну, да, есть такая, странно, ну, а что голуби, типа, ну, их легко поймать, просто, здесь, в Америке, я только видел, как на Кевесте ловят рыбу, прям при тебе ее разделывают, и основную голову, вот эту всю труху выкидывают обратно в океан, у нас, с крабиком, да, да, самим же рыбы, сами же рыбы жрут там стоят, они прям жрут сами себя, эти рыбы, то есть, в России это, блядь, святое дело, уха, там, из башки сварить, да, там, из костей, здесь он отрезает просто целые куски большие. Забирает только филе. Только филе, да, все остальное, все выкидывает вообще обратно в океан. Это вот я удивился, это было странно. Много где, и во Флориде, и в Северной Каролине, вот где были, и в Калифорнии, и в Лос-Анджелесе. То есть, на какой-нибудь там водоемчик или еще где-нибудь, там, утки, гуси, всякое такое, к которым ты спокойно приходишь. Но вот мы специально в Орландо, в Дон Таун ездили вечером, когда включается подсветка, там озеро такое прикольное, и очень много птиц на этом озере, там, лебеди и так далее. И ты им, там, батоны эти хлеба, там, купишь, скармливаешь. Они приходят, они с руки у тебя этот хлеб забирают. То есть, они не боятся, что им кто-нибудь, какой-нибудь черт придет и башку свернет сразу. Кролики на задний двор постоянно выходят, там, куда ты не живешь. Ну, что, никто не боится. Аллигаторы, змеи. Ну, прикольно же, животины приходят к человеку посмотреть на эту кожаную тварь, которая и не хочет их уничтожить сразу. От животных ты знаешь, чего ожидать, а от людей ты не знаешь, чего ожидать. И, как бы, ну, ползет, когда ползет, да. То есть, ничего такого. Самое страшное, это люди, они живут. Самое, что интересно... Особенно русские люди в России. Ну, как бы, здесь, здесь у каждого, да, у каждого свое мнение, кто в какой среде жил, где там еще кто-то. Кто-то, может, живет в каких-то, не знаю, максимально безопасных, гламурных районах и считают, что все вокруг хорошо, а кто-то живет в таких районах, где нельзя выйти просто вечером, где там какие-то ребята малолетние, которые, как это, романтикой тюремной вдохновлены и хотят там показать друг другу какую-то, не знаю, силу. Как раз-таки в плохих районах. Ты жил в хороших районах? Я жил в средних, не в богемных, но и не в плохих. То есть, я спокойно мог выйти вечером, ну, куда-то там, в город погулять. Я не боялся. Но я знал прекрасно, что есть районы, в том же самом, не знаю, в любом городе России, в которых, ну, действительно, лучше, как бы... Большинство России. Лучше, да. Лучше там не нужно появляться. Потому что, когда люди не видят какой-то перспективы, не видят, что им делать в своем будущем, чем еще заниматься, да? Многие так. Если в Америке нужно знать, где находится этот плохой район, потому что, в основном, Америка – это хороший район, то в России, наоборот, нужно знать, где находится этот хороший район в России, потому что, в основном, Россия – это плохой район. То есть, все. Вот Рестерия, то есть, постоянно встречаются Рестерии. Здесь RV парк. Это вот вы путешествуете с дома на колеса, встречаются в такие парки, а мы... Ну, надо было нажать, да, у нас тормозите, если я что-то нажму. А вот Рестерия, вот они раз в час, раз в сорок, мы по-разному встречаются. Обследование туалета. Заезжаешь, вот, мы заезжаем. Сейчас будет. 25 миль в час, лучше соблюдать эту скорость. Welcome, Рестерия, welcome, center. Cars left, trucks right. Мы trucks, мы go to right. Вот узенька здесь. Узенька, узенька, все заставлено. Но мы все равно воткнемся сейчас. Я покажу вам лайк. Там второй ледок есть еще. Да, вот так. А там дальше есть? Да, вон я вижу еще. О, я вижу дальше еще. Тогда поехали дальше. Здесь все забит. Но можно вот так вот встать. Вот видишь? Поджопник. Да, поджопник. Кто же это? Окей, вон там кто-то уезжает, я уже вижу. Вот trucks, RV buses. Подъезжаем дальше. Здесь уже даже пошире. Смотрим на задние колеса. Но если у вас уже на опции, нам уже смотреть не надо. Вот trucks. Вот заезжаем. Нужно брать очень широко. Чем шире возьмешь, тем лучше. Вот так вот. В эти паркинги заезжать немножко посложнее. Потому что здесь угол атаки такой определенный, специфичный. Вот здесь уже есть автосервис. Траковый сервис. Орион Логистика. Вот мы ставим паркинг. Вот здесь у меня нейтралочка, нейтралочка переключается. Потом я по отпечатку пальца открываю логбук. Здесь у меня был YouTube. И вот, господи, где у меня фокус? Вот фокус. И жмем ов-дюйте. Типа мы приехали. Сейчас утриться мы отдыхаем. Вон чувак курит. Вот чистоты на трекстапах, на разных заправках и на всем остальном. На них я выхожу вот таких тапков. Вот знаете, вот дебильных кроксов. Да, я тоже в кроксе. За три недели? Ну, у меня стирается очень быстро. Ну, сам факт, что это не масляный, не пропитанный, там каким-то маслом. Масло масляное. Вот одеваем свои калоши. Вот у меня есть холодильник под рукой. Я вот так вот раз открываю и свои печеньки туда складываю, вот так вот закрываю. Уп, холодильничек. Есть еще встроенный холодильник. Вот у Миши он пользуется вот этим. А я портативно себе побольше, потому что я жру больше, видите, какой худой. Ну, да, он только приехал, у него все впереди. А я-то, видите, у меня уже, ну, щеки видно, чувак уже давно в Америке. Ты похудел наоборот. Да, нет. Меньше, меньше. Конечно, по-любому. Мне рассказываешь, все. Ты от голоду. Да, нет. Ничего не похудел. Вот так вот слазим и идем в туалет. На улице свежо, хорошо. Где у меня фокус? Вот он, фокус. Вот птицы сидят. Птицы развлекаются. Закрыл. Сейчас Миша закроет трак. Потому что надо закрывать трак. А я все время забываю. Смотрите, какой туалет. Это мы где? Арканзас, что ли? Я просмотрел. Это Ксанкара. По-моему, Арканзас. Смотрите, как тут классно, чисто, аккуратно. Бетон. Видите, это бетон, это не асфальт. Потому что здесь температура очень высокая бывает. Не знаю, до 50 градусов. Асфальт поплавится, бетон не поплавится. Но бетон дороже, бетон сложно ремонтировать. Асфальт легче ремонтировать. Че, как тебе Аристерия? Все замечательно. Самый прикол. Вот я иду в футболке, мне не холодно. А сейчас у нас декабрь практически. То есть уже какое сегодня число-то? 28 ноября. И все замечательно. Солнце светит, витамин D, эндорфины, счастье, радость. Никакой злобы. Америка. Депрессии какой-то. Вот эта осенне-весенняя депрессия, которая бывает на людей сходит, когда все просто повально начинается. Как оно? Падение с верхних этажей вниз за счет гравитации. Депрессия и сама атмосфера в стране угнетающая. Мне кажется, в России. Как ты считаешь, сейчас угнетающая? Мне кажется, очень угнетающая. Здесь вот нет такого. Но я уже здесь 8 месяцев, 7 месяцев. И до этого, наверное, на больше года уже не было. Вот такой туалет. И здесь вода. Библиотека сразу. В туалете библиотека. Можно посмотреть. И винные, смотри, и винные. Да. Интересно. Арканзас. Ну, здесь достопримечательности. Вот типа гайды всякие. Можно посмотреть, куда сходить, чем заняться. Почему, где у меня фокус. Вот фокус. Ну, это типа местный Google. Только в книжках. Да, Арканзас. Там можно кофе сделать. Наверняка бесплатно, но не такие назвы. Ну, да, типа такой небольшой музей. В туалете. И вот достопримечательности. То есть можно взять, посмотреть, куда можно сходить. Так часто бывает на Ростерях, в Элком Центрах. Ну, мы по факту, вот как выехали из Техаса, сейчас где-то вот здесь касаемся. Ну, да. Я так такого видел когда-нибудь в России вообще. Смотри, даже доставая выдра лежит. Без этих, без ног. Без ног. Это настоящее. Удивительно. А у нее, видишь, релакс. Это для нее релакс. Да? Неплохо вообще. Классно сделано. Пахнет деревом. Запах такой. Самый прикол, что в городе Варландо, кстати, вот эти вот штуки, паильники, они везде находятся. И они с охлаждением. Да, да. То есть у них встроено охлаждение, система охлаждения. То есть ты не теплую воду протухшую пьешь. Вот есть фэмили. В фэмили можно сходить. Просто я сниму, хочу снять паилет. А там общественный туалет. Вот так вот выглядит пацан-туалет. Большой. Общественный туалет. И здесь вот есть тампоны. Сейчас будет Индюк тебе звонить. Ничего себе. О, Индюк звонит. Пожалуйста, ждите. Пожалуйста, ждите, когда мы связываемся с АН. Пожалуйста, ждите. Индюк процесс. Здравствуйте. Что ему сказать еще? Последние четыре цепи. C-H-P-5 Он по-русски сказал, подожди момент Can I have your last four? Last four, опять ему? Да, да, продиктуй еще раз C-H-P-8 Please stand up your ears, so that I can hear Y clearly C-H-P-5 Продиктуй 4 цифры K-H-P-5 K-H-P-8 Yeah как P, это что у нас? Back Pape p-pfar Пи Папа 5 К 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 В первую очередь, П-5 Вот так вот с этих камень Ну что он диски? Дальше он тебе на рапс Здесь мы с древесой Короче, у Амазона Huliarde денег Вон там мы стояли Другой человек, с камерой Диктовали номера Почему нельзя все это сделать онлайн Почему нельзя это какой-то штрих-код делать почему нельзя это как-то автоматизировать почему-то нужно это индусу диктовать этот алфавит тратить столько времени нервов это невероятно в общем мы запарковали ждем наш трейлер когда он будет готов где-то вот он грузится сейчас два часа надо ждать вот здесь два часа ночи запомнил рейс то есть за двух часов он должен загрузиться мы должны выехать все осталось одеть шапку идти давай два как он в лавчонку драйв драйвер ушанку шапку ушанку до россиянскую потому что холодно минус минус сколько мне минус там 27 27 это уже минус это минус 0 5 минус 5 0 5 полторы му 3 27 минус 32 и минус 1 увижу я быстро продиктовал свой там тоже индюк индюк не найдем к скамбер диктовал так быстро такое мучение диктовать с моим жестом акцентом конечно меня мексиканцы понимают телепорт экспресс реально индюк сидит давай туалет быстро быстро миша 5 минут есть пять минут два часа это еще что за покемон что-то я впервые за столько лет работы встречает необычную длинная смотри как мы в джерси сити у нас посылки смотрите что посыпались но мы за это не отвечаем что аж не мы складываем просто посыпалась а вот он сдает помог ему запарковаться довольно тесно вот по линии встает есть сейчас будет контакт все давай давай по год пойдет год год видите по линии встаете здесь тоже есть линия вот она вы в нее попали все будет зацепили цепляет кабеля от трейлера 5 как профессионально и созвездно моя школа миша покажи как надо крутить только привыкни к аппарату привыкни к аппарату миша привыкни к аппарату мы в нью-йорке это апстейт нью-йорка монаре стереот не может поместиться это видеть написано басы значит что для траков я по-английски плохо ориентируясь вот мы не помещаемся я прошу его перестроиться сейчас мы немножко перестроимся вот он красавчик без трейлера едем в бостон из нью-йорка трейлер не дали просто от холостыми amazon оплачивает вот эти холостые холостые мили какой красивый день красивый 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 вот короче ты ел в россии в вкусной точке не ел ты не застал ел ел короче это у нас вот открыли к вкусная . так назвали макдональдс да да смотри с бару это пицца классная типа стиля нью-йорк рекомендую тоже классно чем не все им очень нравится сабвей ну такой себе везде есть чипотали он есть чипотали я буду чипотали чипотали мне очень нравится это рис 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 и есть еще панера бред типа европейская кухня панера б там супы есть хлеб хлеб и супы есть есть суп в хлебе данкин донатс с утра рекомендую чипотали рекомендую в обед это что тут у нас это очередной день сызрани логистик пацаны вот у нас у данкин донатс парковочка тей везем пустой трейлер просто воздух ехать из бостона в кентаке сходили в душ в общем все по плану я всю ночь работал сейчас 6 утра смена вот он стоит трак все пацаны показываю блять а где у нас фокус а вот он фокус вот он стоит трак я запарковался на резерв но ничего не оплачивал потому что нам нужно всего лишь помыться и вот стоит сесун сесун стоит неправильно так как сесун вставать нельзя сейчас смотрите на чем приехал у меня студент приехал на ferrari вот пацаны на чем бы вы не гоняли рано или поздно все оказываются в траке даже на ferrari если вы ездите все все приезжают пацаны вот у него только бананы а у меня танкин донос пацаны вот так да слышь это я вырежу на хуй вот я сижу пытаюсь поспать вот видите мы сами пытаюсь поспать вот все застелил вот сплю все не получается не получается смотри что происходит все это все ну все миша ты огребаешь ты смотри что ты творишь ты все кочки собираешь я спать не могу ты я специально то влево тот все тебе вправо дорога смотрите прямая он дать нет ему надо налево направо я пытаюсь вот так вот гулять я сплю вот так вот представляете все миша давай паркуйся я еду смотри на локу это какой-то кошмар ты мне спать не даешь поэтому ты идешь спать а я сажусь соли не можешь прямо ехать дорога прямая понимаешь гулять в лево вправо на здорово пацаны ну как там нормально все да я тоже потихоньку потихоньку вот 283 видите написано 283 это не количество траков это последние числа вин номера 283 на этом траке мы приехали пару часов назад я ездил со студентом пять дней стажировал его у нас был контракт вот и вот стажировал он сейчас он живет в орландо он поехал отдыхать будет ждать новый трак за новым траком я полечу в понедельник уже вылетают рак готов нужно слетать забрать подготовить и на следующий день на следующей неделе с женой они уже вылетают выезжают он будет обучать жену будем пока давать легкие грузы потому что жена не ездила я думаю справиться все разберутся это был первый студент второй студент сейчас едет на траке 260 они стажировались там вдвоем в тиме две недели он привезет сюда трак 260 сядет на 283 и поедет в бостон за своей женой я уже нашел ему груз до нью-джерси от нью-джерси там недалеко до бостона доедет он оставляет трак 260 я сейчас поеду искать масло на траке 260 надо поменять масло фильтра я сам их поменяю потом нужно этот трак 260 отвезти в орландо и там и его заберет соло водитель у меня есть хороший соло водитель который стажирует к этому соло водителю прилетает студент номер три он вылетает в воскресенье из калифорнии и прилетает в понедельник там далеко лететь калифорния флорида билеты конечно же я оплачиваю студент прилетает 3 получается получается 3 студент прилетает из калифорнии будет обучаться с ним две недели будут они ездить в тиме трака для него у меня пока нет но у меня есть семейная пара которая слазит строка по причине здоровья по здоровью вот они предупредили за 2 недели прилетает 3 студенты будут его обучать потом он садил потом этот трак семейный первый, который 2-5-3 освобождается. На него садится третий студент, едет в Калифорнию за своей женой. Получается, да, вот так. Вот такая вот, пацаны, схема. Запомнили? Я тоже немного заебанный. Полный трак барахла. Я сейчас еще свой трак собираю. Трак 6-7-8. Номер 5. Пятый трак. Ну, 5 траков в этом году стоит. Я на нем сам поеду. Две недели, две-три недели поезжу. До Нового года. В январе поезжу. Посмотрю, насколько я смогу диспетчировать и ездить. Хоть какие-то соло-грузы брать. Пацаны, сегодня день замены масла на траке 2-6-0. И вот мы со своими порошками вышли, материчек. Показываю, надо учиться, пацаны, как масло брать. Лукасик, знаешь, какое масло выбирает? Какое? Покажи масло. Вот это? Вот это? Да? Нет, Лукасик, вот это масло надо. Нужное масло всегда наверху, чтобы никто его не достал. Какое масло? Вот это? Как называется? Шел-ротелла. Шел-ротелла. Понял? Ти-сикс. Понял, Лукасик? Шел-ротелла. Понял? Шел-ротелла. Шел-ротелла Ти-сикс. Ты запомнил? А-а-а. Что у тебя тут это? Насморк? Давай, вытрь. Папа вытрет. Вот. Папа вытрет. Классно? А-а-а? А-а-а? Ладно, я шучу, я шучу, Матвейчик. Я шучу. Пошутил, папа. Я знаю, что ты сможешь. Все. Матвейчику поставить цель, то он все сделает. Да, Матвей? Угу. Он все сможет. Так классно. Я просто на ведро встал, потому что здесь вот специально запихнули, чтобы никто не достал. Вот, пацаны, я достал. Опа. На ведерко встал. Достал. Шесть штучек. Масло в России сейчас супердорогое. Вот, два с половиной галлона. Циника нет. А, вон там оно есть. По шесть. Только давай сейчас подвинем. Так, это семь штучек. Штат девять долларов. Штат семь. Так. Возьмем десять. На всякий случай. Пойдет. Они похожи на пистолеты. Да, на пистолеты. Приехали вот с ребятишками менять масло. И сразу же обнаружилась внезапная проблема, пацаны. Ну-ка, посмотрите сюда, посмотрите. И на мой Кенворд, посмотрите. На Кенворд я менял, на Петербилде еще нет. Сюда, посмотрите, видите, щель есть. Щель, в которую хрен пролезешь. А здесь, блядь, юбка стоит резиновая. И под нее даже мой ойл-пен не пролезет. Проверь, ребятишки, с вами Женя. Женька. Надеюсь, вы это видео будете смотреть. Снимем на память вот Матвейчика. Матвейчика с ним, у Лукаса. На память, когда вот будет свадьба. Надеюсь, это видео вы сейчас запустите на свадьбе у Матвейчика, у Лукаса. Say hello. Вот, хочу передать привет молодоженам. Как там? Нормально все? Say hello, guys. I think, I hope I learn, I teach, I learn English very well. And after 10 years on your, when Matthew go married, I know English better than now. So, всем привет. Передаю привет. Как там? Давайте, пацаны, отмечайте на свадьбе. Вон у Матвейчика. Вот он какой был. Вот он, смотрите. Смешно, да? Вот он. Вот он какой был. Матвейтик и Лукасик. Вот они оба. На память вот я их показываю, как масло менять на траке. Меняем масло. Сменили бампер. Вот мы занимаемся. Вот стульчик, чтобы он не устал. Вот такой они забавные, твои ребятишки. Вот папка их учит, как правильно работать. Надеюсь, они сейчас не такие вот, не так, вот он сидит, а меняют масло, работает. Лукасик тоже работает. Надеюсь, все у вас все хорошо. Привет там будущим, будущим поколениям. Мы сейчас пойдем, пацаны, ребятишки, молодожены. Сейчас у Матвейчика, наверное, сейчас свадьба. Вот и все смотрят это видео. А вот потом у Лукасика свадьба, и все смотрят это видео. Надеюсь, что нашли себе хороших девчонок. Вот так у нас погода во Флориде. Лукасику сейчас сколько ему, два годика, что ли? А Матвейчику сколько, шесть? Видимо, шесть, да. И мы уже пять лет в Америке. Пять лет в Америке, вот работаем. Матвейчик, ты куда? Я попросил помощи. Водичку взял? Ты с собой взялся? Молодец, и Лукасик молодец. Масло потекло. Может сюда подойти поближе? Вот, видишь, течет. Видно что-нибудь? Да. Ты там не палец свой снимаешь? Нет. Нет? Все, вот оно пошло, маслица. Вау, классно. Классно, папа. Так, капот открывается. Теперь нужно поменять фильтра. Масляные фильтра теперь. Сейчас, папа, найдем. У тебя сегодня тренировался, да? Да. Тренировался, тренировался? Угу. А я и тренировался, я не тренировался. Конечно, тренировался. Там масло что есть? Пачкалось. А что там? Да. Да, снимается. Папи, я вот так делаю. Смотри, я могу вот так делать. И вот так. Я могу близко, и не вот так. Только пальцы не снимай. Да я не буду. Ну, чуть-чуть снял пальцы. Ничего страшного. Ну, только три ваза снял пальцы. Три раза? Снимай, снимай. Ну, что-то не достать не получается. Получается. Да я тебе помогал. Не надо, не надо. Ты помогаешь то, что ты снимаешь. Отлично. Ну, что ты снимал? Ага. А что, он как-то тут плохо идет? Мишка грязный. Ухо. Я могу резинку обязательно смазать маслом, иначе ее зажует. Понимаешь? Когда я уже подрос, я могу с тобой работать? Да, конечно. Ну, так точно, ты у нас повезешь. Вот, все. Установи. А, я думаю, ты не волос. Могу, конечно. Все, закручиваем обратно. Ох, так осталось. Так, смотрите, мне может помочь. Павел, мне кормал вы... А, добрый день. Хочу шесть, хочу шесть. Я не вижу комар. Я езжу. А, когда я вырасту, ты знаешь, что я буду? Что тут? Я буду... Ммм, полицейский. Ммм, полицейский может есть донца, а это че донца? Донца я тоже люблю. А ты будешь мне привозить донца? А, нет. Так, пошли теперь. Надо открутить. Потому что ты уже толстый. Я уже толстый? Ты что, с ума сошел? Павел, да мне кормалы, и я устал. Вот топливный. Откручиваем. Здесь он божий коров. А, это... Боженька. Кусочек жука. Кусочек жука. Да, чуть-чуть жук. А, я не запомнил. Запомнили, как надо работать? Нет. Вот так он работает. Нет, как? Матвей, хочешь денег, Матвеюшка? Вот так надо работать. Я не буду. Вот так работает. Я наточу деньги. Денег заходишь, садишься. Да. Работай. Трэш. Трэш. Понял, Матвей. Это трэш. Надо много работать. Деньги это трэш. Трэш? Да. Мусор. Деньги. Деньги, это возможность. Деньги, это... А, мусор. Мусор. Вот так. Рассказываю, что такое хуярить. Хуярить, это когда вот так вот. Вчера я приехал с Трипас, стажировал студента. Пять дней. Вечером начал уже закидывать вещи в свой трак. Вон там в свой трак, чтобы на следующей неделе выехать. В понедельник улетаю за пятым траком. А сегодня у нас суббота. В субботу нужно... Пригнали вот этот трак. На этом траке уже 20 тысяч миль. Первая замена масла, фильтров. 2.6.0. На нем вот стажировался... Стажировалось два водителя. Вообще ездит водитель соло. Он живет в Орландо. Нужно снять бампер. Снял бампер для того, чтобы поменять масло. На Кинорде снимать не надо. Вот у меня тут мусор. Вот так у меня выглядит пикап. Старое масло нельзя просто слить. Нужно его сдать. Специальное место. Вот я переливаю в специальные контейнеры. Использую одеяло, чтобы ничего не пролить. Потому что, видите, все у меня чисто. Потому что, от парковки здесь вообще... Нужно будет все аккуратненько. Пикап он полностью доволен. Полностью оправдывает. Мне очень нужен пикап. Видите, сколько всего нужно. Так, пошли дальше. Это незамерзайка. Во Флорице, знаете, сложно достать незамерзайку. Омывать от стекла незамерзающей. Смазываем всякие вот эти опоры, чтобы не скрипело. Смазываем рулевую рейку, рулевые элементы. Осматриваем здесь все, чтобы ничего не текло, ничего не отвалилось. 20 тысяч миль. В принципе, ничего не должно быть. Бампер в отличном состоянии. Легко снимается. Вот он, Мишлен. Мишка, пацаны. В отличном состоянии. Осматриваем колеса. Смазываем рулевую. Кулант. Кулант антифриз уходит. Это должно быть так. Ну, оно у всех траков. Так, я не знаю, должно быть или нет. Ну, где-то галлон на 40 тысяч майлов надо долить. Сейчас вот я долил, замерил. Уровень максимальный. Смазал тоже опоры. Топливные фильтры поменял. Их тут две. Открутил, поменял, закрутил. Вот этот насос, ручной насос, он прокачивает топливо. Здесь все осматриваем. Все ли в порядке, ничего не отвалилось. Единственное, здесь вот сити-хорн. Видите, где он тут? Ну, просто коннектор. Вот он коннектор. И он то ли отгорел, то ли отвалился. Хрен его поймал, что с ним случилось. В общем, он сломался, он сломался точно. Сломался, отгорел, хрен его знаешь, что с ним случилось. Сейчас посмотрим, что мы сможем сделать. В общем, осматриваем все. Все смазали, удалили. Все же нужно. Нужно еще, конечно, помыть. Он такой грязноватый. Дальше осматриваем резину. Пятое колесо тоже смазал. Все осмотрел. Трак полностью обслужен. Сегодня водитель приезжает, забирает его. В воскресенье вылетает из Калифорнии другой студент. В понедельник прилетает, потому что в Калифорнии далеко лететь. И садится с этим водителем, который на этом траке, его будут стажевать. Вот у нас американский флаг. Водитель сам его наклеил. Я не клеил. В общем, все окей. Все good. Все долито. Все смазано. Все проверено. Инденесно, не помыто. Сейчас жду ребят, которые ездят на траках у меня. Они из Орландо. Сейчас приедем, пойдем, посидим в баре пивка. Попьем в Палмкосте у нас. И тут такое дело. Я попросил их помочь. Они что-то задерживаются на один час. В общем, очень долго я думал, как мне снять вот этот алюминиевый ящик. Гигантский. Ростом с меня. То есть, вот я ростом 2 метра. Этот ящик ровно 2 метровый. Огромный, блядь, толстенный ящик. И, в общем, тот, кто работает на мувинге, пацаны, тому помощь... Тот, кто работал на мувинге, тому помощь не нужна. Вот я работал. В общем, получилось снять. Ну, эти вмятины уже были. Просто испачкалось, потому что смазка на колесе. Ну, это, знаете, все отмывается. Это пройтись салфеткой. Все ерунда. В общем, я долго переживал, что я не смогу эту хуйню снять, потому что она супертяжелая. На самом деле ерунда полная. Раз и готово. Все уже снял. Пойду, наверное, запаркую трак, пока не стемнело. Сейчас ребята подъедут, и мы затащим вовнутрь. Хотя я сам могу его заволочь. Пойду пока трак лучше сбаркую. Еще светло. Уже десятый раз захожу в это место, вот в это аэропорт. Здесь постоянный хаос. И такое ощущение, пацаны, как будто МФС одни и те же, знаете, как в ГТА. Одны и те же люди стоят. Что-то в киосках. Ну, короче, массовка все это, массовка. Я говорю, одни и те же лица. Они одно и то же делают все, пытаются багаж скинуть, и все у них не получается. Вот они все стоят. Пацаны, у нас тут номер 5 на барабане. Последний в этом году. Успеваю забрать. Вот он, я доехал до тракста поближайшего. Просто уже ночью, я его забираю ночью. Ребята, мне его просто оставили. Ключи, вот видите, ничего нету. Ни сайнов, ни номеров. Даже смазки еще нет. Вот я прям только что пригнал. У меня уже есть груз. Сейчас мне нужно быстро прикрутить номера, прикрутить сайны, прикрутить локбук. Вообще, ну, все, чтобы было легально ехать на нем. Пока на нем он нелегально сейчас приехал. Ну, типа, недалеко, ничего страшного. В общем, вот он, пацаны. Время ехать в школу. Я болею. Надо подготавливать трак к работе, самому выезжать. И тут курица с длинными носами гуляет. Все ночью ехал. Сейчас надо Матветочка отвезти в сад. Сам я болею прям жестко. Прям нормально болею. Сейчас, смотри. В сад, а в школу. В школу, точно. Надо трак готовить, который водитель поедет. И самому надо свой трак готовить. Уже грузы есть. На пятницу сегодня среда. Я прям жестко заболел. Надеваться некуда, пацаны. Болеешь, не болеешь. Бизнес есть бизнес. Надо установить холодильник в траке. Чтобы он поехал. Там поедет семейная пара. У нас два одинаковых груза. Два одинаковых груза из Джексонвилля. Все пристегнул, смотри. Все, едем в школу. Школа, школа. Американская. Американская школа. Отличное утро во Флориде. Правда, холодновато. 53 по Фаренгейту. Ночью было еще холоднее. Ну, я поеду в любом состоянии. То есть, даже если я болею, все равно поеду. Потому что Рождество. Две недели осталось. Будут хорошие грузы. Хорошие грузы будут. Надо пристегиваться. Спецназ всегда пристегиваемся. Я всегда пристегиваюсь. И надо в это время поработать. Пока хорошие грузы. На Новый год надо вернуться. Потому что Новый год это все-таки наш привычный праздник. А Рождество пока не такой привычный. Плюс Рождество. Самое время для работы. Каждый трак имеет проблему. Какую, то. Всегда разную. Вот у этого трака не работают розетки. 220 вольт. Инвертор. Который преобразовывает напряжение. С этих 12 вольт. На 110 вольт. И вот как вы думаете. Я померил напряжение в инверторе. Провода, которые к нему подходят. Там ноль. Нет ничего. Пусто. Ничего не приходит. А здесь вот провод. Который изолированно никуда не прикручен. Который приходит прямо с инвертора. В общем. Есть у меня догадки. Что провод должен быть прикручен. Теоретически. В общем, это разобрал. Снял аккумулятор. Достал провод. Сейчас попробую прикрутить. Я почти уверен, что проблема в этом. С меня бы за эту штуку баксов зачаржили. Если бы сейчас на сервис отвез. Они бы сказали, что это не гарантия. И все. Это американская сборка. В общем, хорошо, что есть руки. Лукашка. Садик, Лукашка. Ответик. Лукашка. Пойдем, пойдем. Лукашка. 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 Папа, на работу, Лукаш. На работу, папа. на работу идет на работу лукасик садик а папа на работу на работу идем на работу ползем давай давай так вот лук сложно в америке машин залазить а ты думал легко что будет лукас садись лукаска садик идет лукаска идет садик садик идет лукаса а смотрите к школу без рюкзачка он пошел он все забыл на свете а голод у дома не забыл вот дети как голову ты не забыл дом так и мне в школе не скажут ну хотя бы я скажу а голову ты не забыл а голову он не забыл дом а голову не забыл матвейчик животик не забыл все погнали пацаны сегодня пятница я должен был выехать пацаны но видите я не выехал точнее выехал и вот у меня здесь почему я здесь потому что груз amazon отменил сказал один нахуй заплатил мне 100 долларов я вернулся домой еще обнаружил что у меня не работает и пил ну вот такая вот деталь как называется капастер накопитель перегорел это у них обычная проблема это происходит там не знаю раз в год раз в полтора надо менять этот капастер довольно-таки легкая процедура единственно идет дождь идет дождь пацаны но мне похуй мне завтра надо выезжать попытка номер два забрать груз амазона когда ты отменяешь груз амазонов амазоновский amazon тебе говорит ты нехороший понижать тебе рейтинг когда amazon отменяет груз он говорит тебе happy holiday я говорю ага как он может быть хэппи к если ты отменил мне пиздатый груз там две тысячи долларов цены стоил я сегодня должен заработать две тысячи долларов вместо этого я под дождем вот стою меня капастер вернулся домой благо он нашелся в джексонвиле заехал знаю адрес где купить заехал купил меня местом нет коннектора вот он новенький лежит капастер кит сервис вниз нет коннекторов надо доехать с палькой я хочу спаять хочу не на скрутке сделать надо провода соединить пацаны что-то я ехал ехал и смотрю что-то отвалилась какая-то деталь у меня и вот смотрю лежит что-то валяется не пойму что это за деталь такая откуда она взялась зачем она нужна чуть такое вообще пишите пацаны в комментариях что это за фигня ты как понять что где в америке парковка для трак вот видите траки стоят траки траки он траки везде где вот такой знак стоит я не знаю как по английски я английский не изучал я не знаю везде где такой знак значит что парковка для трака вот я тоже припарковался все припаркованы вот знак все паркуются и я тоже паркую спать она это значит что парковка для траков видите здесь легковые на бре не не стоят на уж все знают это парковка для трак а я приехал в pan tips пресс пока у меня перерывчик на амазоне между трейлерами я от боли болею может быть даже бо with Но надо все равно работать Я в Вашингтоне, здесь прохладно Видите, днем надо даже одеваться В кофту Вот у меня новые колеса, вот у меня здесь такие Специальные барабаны стоят, балансировочные Они реально работают Реально он такой, типа Более мягкий едет В общем, я жду груз, пока груза нету Из Вашингтона бывает, оно, знаете Верх-низ, верх-низ, то есть грузы То нету груза, вот сейчас нету груза Скорее всего, сегодня будет выходной А завтра поеду Работать, вот видите, все стоят Здесь просто гигантский торговый центр Огромный, вот они все сюда приехали И я тоже приехал И вот мы все стоим Огромная парковка На самом деле, я не думаю, что что-то будет На такой большом паркинге Никто не прибежит, ну на ночь здесь навряд ли Стоит оставаться, а вот днем Днем ничего страшного, заехать в магазин Здесь, вон там кинотеатр есть Можно в кино сходить, вот я сейчас посмотрю Там есть какой-то Наполеон показывает Вон самолет летит, Cessna тренируется Видно, что какой-то тренировочный полет Различные кафешки Можно одежду купить В общем, все, что хочешь Гигантский паркинг, и обычно сюда можно заехать На большом траке с трейлером Здорово, пацаны, это я, с вами Жека И я работаю прямо сейчас на Амазоне И вот вы задавались вопросом, каково это Вводить трак и диспетировать Одновременно еще пять траков Вон там что-то продают Насколько, пацаны, сложно Диспетировать траки И из будки И еще, еще нужно вести бухгалтерию Еще нужно отвечать на звонки Помогать там Ну, всякие вопросы же возникают Ну, полное диспетчирование То есть, видишь, я все соло делаю И я нашел ответ На мой вопрос Каково это? Вкратце, идея плохая Плохая, пацаны, диспетчер Диспетчер должен сидеть дома А не в траке А рулить и диспетчировать Это, конечно, пиздец Это пиздец Какой стрёмный трейлер у меня в этот раз Но ничего Еду в Портланд Это вот Рестерия В Калифорнии Симпатично У нас декабрь Неделя до Рождества Еду я из Сакрамента Ну, в район Сакрам... Из Сакрамента в район Портланд Что-то более-менее еще оплачивают И обратно у меня уже есть груз И в ту сторону, и обратно Вот он как симпатично свет падает В Калифорнии, вот, пацаны В чем фишка Калифорнии И вообще Америки Здесь очень классно свет ложится на камеру И он совершенно другой Не такой, как в России То есть на этом... На этом полушарии Я не знаю То есть видно солнце какое-то другое, да? Расположение облака Я не знаю, пацаны Но он прям совершенно по-другому То есть на камеру снимаешь Все совершенно по-другому выглядит В общем, диспетчировать из трака Идея хуевая Надо слазить Слазить Диспетчировать из трака нереально Бухгалтери вести нереально Все это очень сложно Это... Короче, прямо сейчас Я работаю, наверное, за троих человек То есть я и бухгалтер, и диспетчер И отдел кадров И еще я водитель Я полноценно ввожу трак Полноценно ввожу грузы Я, конечно, сейчас Не езжу много Потому что просто не успеваю Просто не успеваю И, пацаны, все Смотрите, у меня на траке уже 300-2000 миль Вот у меня такой столик здесь Наушнички Разные Флажечка Планшет Водичка Обувь Салфетки Холодильник Вот так и ешь, пацаны Обязательно пристегиваться Смотри, берешь так вот Пристегиваешься Я всегда пристегиваюсь Никогда не У меня Загорелся ABS, когда я нажал У трейлера, видите Ну ничего, мы сейчас проедем немножко И он И он потухнет Потухнет Не тухнет Не, я вам точно обещаю Что он должен потухнуть Потому что я всю дорогу еду И он не горел Значит, он не должен гореть Вот видите, он проехался Датчик ABS заработал И все Все исчезло В общем Диспетчирую Рулю Все сразу Два в одном Идея плохая Ну сейчас неделю доезжу И все Надо, пацаны, спрыгивать Кого-то сажать на свой трак На Кенворд На котором я езжу И сидеть дома Диспетчировать Работы очень много Уже, поэтому Работы хватает Я думал просто Что это Ну, это жадность Жадность, знаешь Хочется еще чуть-чуть заработать Потому что Рождество Новый год Праздники И Ну, хорошо платят И типа И там, и там Хочется все успеть Вот они Какие-то посадки В Калифорнии Вот они Вся вот Калифорния Обычно выглядит вот так В округе сплошные Какие-то Деревья Что-то растут Выращивают Фрукты, овощи Че хошь Тут растет Виноград Абрикосы Клубничка Малина Все растет Вообще в Калифорнии Калифорния Очень богатый штат В этом плане Ограничение скорости Видите, 55 Но это только для траков Во всей Калифорнии Ограничение 55 Но все остальные Видите, меня обгоняют Вот Тесла поехала Тесла очень популярная В Калифорнии Для обычных машин Где-то 65 По-моему Здесь ограничение То есть Поток все время Едет быстрее Ну, вот я чуть-чуть Побыстрее еду Там 57 57 не страхует До 5 миль Если превышаю Что это, в принципе, ничего страшного В общем, сейчас у меня 5 траков Вместе вот с этим И все они едут То есть Сори Я еще забыл уточнить Что у меня еще и ковид Я выехал в этот рейс С температурой 37,2 По-моему 37,4 Что-то такое Чувствовался плохо И когда я много говорю Я начинаю очень сильно кашлять Вот сейчас Видите, я очень долго сдерживался Вот это видео снимаю То есть Я еще и болею Настолько 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 Жадный человек Что Когда болеешь Ты должен сидеть дома Ты не должен Блядь на траке ехать Диспетчировать Свой флит Там, не знаю Ну, короче 5 траков Все они едут Две Тимы семейные Сейчас у меня Два трака Соло И я соло И всем нужно найти грузы И себе нужно найти И соло И Тиму еще сложнее Диспетчировать Они быстрее едут То есть Им нужно много-много Миль Много грузов В этом смысл Тимы В общем Заебанный На примерно 365 процентов То есть Ну, прям Очень-очень-очень Очень уставший Очень замоченный Но Миль я Себе я Миль много не беру Потому что Я просто не вывожу Уже То есть Хотя бы Поменьше Миль себе делаю И успеваю Там Бюрократией Заниматься Благо Интернет в Америке Везде ловит То есть Можно любой вопрос По интернету решить По телефону По Фото Видео И соответственно Чтобы букать грузы Диспетчировать Нужен интернет хороший И здесь Вот Человечек нарушает Я еду 57 Он едет Где-то 65 Это уже сильное нарушение Так делать нельзя Я по приложению Отслеживаю водителей Кто С какой скоростью едет И если я вижу Что там Что-то неправильно Происходит Я Даю рекомендации Что так делать не стоит Нарушение скорости В Калифорнии Довольно-косерезное нарушение Вот видите Едем и дальше Деревья тоже Деревья, деревья, деревья Вот у меня навигатор Что-то сообщает То есть все траки В Калифорнии Должны ехать медленно Вот этот Там черный за рулем Он тоже очень сильно нарушает Это пенски Это аренда траков То есть компания Большая по аренде траков Вот дальше просто Поля То есть явно что-то выращивали Они ее вскопали Переделывают То есть бывает такое Сносят все И высаживают заново Вот слева Другие деревья В общем погода сегодня Отличная То есть в Америке зима И на побережье То есть Калифорнию Окружает Лос-Анджелес Калифорнию Скромет Окружает горы Сори и в горах Часто снег Холодно И надо смотреть погоду То есть Бывает Закрывают вообще дороги И проехать нельзя По-моему Может виноград В общем сейчас погода Хорошая Ехать вообще идеально То есть вот идеальная погода Вообще супер Хотя декабрь Там через две недели Уже Новый год Но погода радует Но единственный момент Что когда погода хуже То цены взлетают Взлетают Становятся дороже Сейчас цены Ну нормальные Хорошие цены Работать можно Нормально Я надеялся Что будет лучше Но все равно тоже Все окей Вот видите деревья меняются Теперь какие-то другие деревья Это может быть оливки Что угодно Невысокие они Я не разбираюсь пацаны Что это такое Вот просто едешь постоянно И гадаешь А что вот это выращивают А что вон там Вон там видишь какие-то вот Что-то красное Какие-то ветки Кончики у них красные То ли это цветочки красные То ли они пустые такие Непонятно Вот едешь все время В Калифорнию гадаешь А что здесь выращивают А что там выращивают Вот видите дальше Опять что-то меняется Опять другие Деревья Вот так вот Вся Калифорния Она растет Потому что тут очень Такой нежный климат Замечательный климат В общем пацаны Работы много Работаю много Просто херачу За троих Вот рассказываю Что у меня происходит Снимаю еще Для ютубчика В телеграме Веду канал В инстаграме Веду канал Людям там отвечаю Помогаю Как на сколько получается В общем Работа 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 Ребята Я вообще доволен Я не жалуюсь Ни в коем случае Я доволен Я люблю Когда много работы Загружен Загрузка Чтобы была большая Но видно Что я пришел Вот я сейчас еду Что я пришел Вот К моменту Что все Ну я не могу Больше сидеть за рулем У меня больше не получается У меня сейчас реально Ущерб идет Из-за того Что я сижу Вот здесь за рулем А не в офисе За компьютером И мониторю Борт Чтобы брать Грузы получше То есть если бы я сидел дома Я бы брал лучше грузы Вот в чем нюанс То есть мне сейчас Выгоднее сидеть дома Взять еще там Два-три трака Чтобы было Семь Десять Ну посмотрим Как получается На январь Вот я уже планирую В планах Где-то три штучки На январь Точно должно быть Есть у меня в очереди Несколько семей Которые ждут Где-то три Или четыре семьи Я уже не помню Да Три или четыре По-моему Две опытные Две неопытные Ребята То есть Кого-то надо обучать Кого-то не надо Вот Сейчас Хотелось бы Всех посадить Потому что мне больше нравится Когда семейная пара В траке Ну просто потому Что трак может ехать больше И мне кажется Когда семья Тут в траке чище То есть аккуратнее Да там девушка Женщина Она ухаживает Там за траком Все почистит Умывает Ну и она тоже Сидит за траком На траке едет То есть мне кажется Аккуратней трак Все как-то Более Ну все как-то лучше Мне кажется В целом С траком происходит Чем когда Соло мужик Да там живет Без жены Без детей Ничего нету Ну все Опять-таки Знаешь Тоже нельзя Всех под одну Гребенка Все люди разные Я вот У меня вот Все чистота Видите У меня все Все аккуратненько Ничего у меня нет Такого Все Все чисто Приборка чисто Руль чистой Все круто То есть я У меня аллергия На грязь Я не переношу Я всегда Все держу В чистоте Я не курю Поэтому у меня Если что-то Прылось Испачкалось Я сразу Это вытираю Останавливаюсь Вытираю Мою Пылесошу У меня пылесос Мойка Специальные жидкости Которые очищают В общем Слежу Слежу Но все Опять-таки Люди разные В общем Прямо туда Я еду По бережью Вот там Океан холодный С левой стороны Не помню Как называется Что там за океан Пацаны С той стороны Атлантический Здесь тихий Что ли океан Наверное Тихий Но не буду У меня с географией Такое себе Я вообще даже Не знал Где Нью-Йорк находится Когда я летел Пацаны в Нью-Йорк Знаю Теперь у меня Конечно Все хорошо С американской географией Там у нас Портланд Сиэтл Это Хайвей Фри-вей Правильно говорить Фри-вей Ай-файв Пятерка Вот он вдоль побережья Идет Сейчас начнутся горы Горный перевал Начнется Орегон В Орегоне Дизель подешевле Чем в Калифорнии Дизель в целом Подешевел Что тоже радует Но в принципе Это и на ценах Отражается То есть дизель дешевеет И цены дешевеют На перевозке Вот Я уже проехал На баках 936 миль Вон видите Написано 900 Опа Сейчас пацаны Мне немножко неудобно 936 миль Видите Это вот я заправил Полные баки 936 миль Расход 9 MPG То есть я сейчас Груженный С трейлером 9 MPG Я не знаю Сколько это Сами посчитайте Сколько это В литрах на галлон Могу сказать Что 9 MPG Это очень хороший расход То есть видите Я соблюдаю скоростной режим У меня небольшой Расход Ветра сейчас нет Погода отличная Я не сильно груженный То есть трейлер Достаточно легкий Хотя он битком забит Он полз забит Но Амазоновские посылки Они легкие Поэтому расход Небольшой Топливо подешевело Шериф Шериф Лошадки шерифа Там было написано В общем Расход небольшой Еду сейчас в Орегоне Нужно заправиться Где-то пробег На полных баков Тут 200 галлонов Ну то есть Сами нажать 200 галлонов Множить на 9 Ну где-то 1800 Типа теоретически Он может проехать Но я больше 1400 1500 Не проезжал Потому что Что-то там Совсем мало остается На донышке И надо заправляться Что-что Сегодня я сходил в душ Хорошо поспал Часов 8 Даже лишнего Переспал Столик спать не надо Достаточно 6-7 часов Сходил позавтракал В Деннис Такая кафешка Из во все Во все тяжкие Она была Деннис Ну нормальная Забегаловка Позавтракал омлет Попил Сделал себе кофе У меня там Есть кофемашина Вон у меня холодильник Флаг Кроватка Пацаны Большой трак Вот все у меня есть Вот оно все Вот оно все В общем день в принципе хороший Я собрал Всем грузы Кроме одного водителя Один водитель у меня спит Я пока не могу Ничего найти Что-то там в этой эре Где он спит Ничего нету То есть бывает Эре плохая Бывает хорошая Вот он спит Что-то в плохой эре В общем он устал Спит Я ему не бужу Грузов нет Пускай спит Всем остальным я нашел Себе нашел Зарплаты всем выплатил В пятницу Я выплачиваю Бухгалтерию Дебет с кредитом свел И еду вот дальше В общем все вроде бы Все вроде бы супер Жаловаться пацаны Не на что Отличная страна Отличная работа Перспективы Развитие Расширение В принципе Все что хочешь Все есть Кто много работает У того Все должно быть нормально Хорошо А я работаю Видите Камера на самом деле Сложно передать Сколько там человек работает Чего он там работает Как он работает Ну вот вы смотрите По камеру Ну вроде работа Вроде легко На самом деле У меня были уже Драйверы Приходили Которые Ну где-то Двое суток Покатались И такие Погоди А что на траке Надо ездить что ли Много Я говорю Ну вообще-то да А ребята Видимо Ну какое-то Недопонимание возникло Они получили Сидел Хотели сесть на трак Проехали два дня Поняли что На траке надо ездить А не сидеть В траке просто И получать деньги И решили что Им это не подходит Ничего страшного Разошлись Не подходит Не подходит Никто Я Ну это же не рабство Заставить невозможно И не нужно В общем Уехали к себе Обратно домой И на траках Сказали Работать не будут Ну непонятно Потому что по видео В видео смотришь одно В реальности Ты это понимаешь Ну по видео Ты это понимаешь По одному А в реальности Это по-другому Чувствуется Ощущается Потому что Работа реально тяжелая Вон Елку везут Работа реально тяжелая Сложная Не каждому подходит Далеко не каждому Попробуйте Если кому-то нравится Мне вот понравилось Мне зашло Я проехал 300 тысяч миль На своем траке До этого тоже ездил На чужих траках По мне так 300 тысяч миль Это очень много А с другой стороны Это очень мало А с третьей стороны Хватит Как бы достаточно Я наездился Спасибо До свидания В общем Мне кажется Я свое отъездил Надо садиться в офис За компьютер Искать грузы Диспетчировать Вот это вот все А езда Пацаны Вот я Снимаю для вас Напоследок Как Женька Катался на траке Возможно Эта страничка Уже Перелистывается Прямо сейчас Возможно Это последние кадры Когда Женька Едет на траке Я надеюсь На это Очень сильно Потому что Ну а хватит уже Как бы да Как бы куда еще Хотя вот я В инстаграме Есть такой Парень Борисыч И вот он выложил пост Что он проехал На своем траке Миллион двести С одной стороны Нихуя себе А с другой стороны Ебаный в рот Пиздец Нахуй надо С третьей стороны Нихуя себе У него трак Миллион двести Проехал А с четвертой стороны, ебать, у него трак миллион двести проехал. Нахуй это надо. Миллион двести. Я проехал 300 тысяч миль. И я как бы немножко в ахуе. И я не хочу. Я не хочу проехать миллион двести, пацаны. Хотите? Я полностью вас поддерживаю. И это его выбор. Я ни в коем случае не осуждаю. Это хорошо. Хорошая работа. Хорошие деньги. Сложная, ответственная. Полностью поддержим. Миллион двести. Нихуя себе. И он продолжает ехать. Как бы. Я в шоке. Что вообще трак столько проехал? Что вообще человек столько проехал? И третий, последний вопрос. А где собственно деньги? Деньги. Если ты проехал миллион двести за столько лет, значит ты застал все самые хорошие места. Но ответа на этот вопрос нет. Ну просто может человек не рассказывать. Может быть он миллионер. А может быть нет. Кто его знает? Никто не знает. В общем. Вот они пацаны кадры. Как я еду. Амазон везу. Из Сакрамента. В Портланд. Платят там по-моему 2,80 что ли. Ну почти. По-моему 2,80. Не буду врать. По-моему 2,80 за миллион. Довольно-таки нормальный груз. То есть он ничего не весит. Хорошо платит. Обратно я еду 2,40. Ну в среднем наверное 2,60 наверное получается на круг. А это уже в принципе хорошо. Перед новогодними праздниками. Но правда я думал что будет лучше. Но 2,50 в принципе тоже жить можно. На самом деле можно жить. И при более низких ценах. Но хотелось бы более высокие цены. Надеюсь что война закончится скоро. Экономика пойдет в рост. Дизель пойдет вниз. Нефть пойдет вниз. Цены на жилье будут расти. Хоть. Ну хотя бы не падать. Уже хорошо. В общем вот такая работенка. Время уже пол пятого. Я завтракал только не обедал. У меня вот есть раз в холодильник. Там наверху в холодильник есть заморозка. Есть костка. Котлетки там рыбные себе. Сейчас помогу пожарить. У меня есть специальная фритюрница. Я ее ставлю. Завожу. Специальная фритюрница на одну котлетку. Я ее вставляю. 25 минут. Пока еду. Она готовится. Останавливаюсь. И все. Обед готов. Иногда заезжаю. По настроению всегда пацаны. Хочется что-то вот из холодильника. Ем из холодильника. Хочется заехать, остановиться, что-то съесть в кафешке. Вообще без проблем. Это все зависит от настроения. Просто я чередую. Оно знаете надоедает постоянно. То одно есть. Ну просто если одно и то же ешь, оно быстро надоедает. Поэтому я чередую. Меняю. Сегодня одно. Завтра другое. Там панда, чипотли, макдональдс, сабвей. Или какая-то просто дайнер какой-нибудь. В общем, все время. Вон моя тень от трака. Траком доволен. Трак хороший. В принципе, я бы сказал, что проблем с ним не было. За два года один раз стоял на сервисе. И то я считаю, что проблем не было. Это они просто, скорее всего, решили попользоваться гарантией. Просто поремонтировать трак. Потому что один хер мне бесплатно. Им они получают деньги. В общем, в целом, в целом все хорошо. Ребятки, приезжайте в Америку. Много работайте. И все у вас будет. Чем больше работаешь, тем больше будет. Так уж устроено в этой стране. Тем больше ответственности, тем больше зарплата. Ответственность повышается, зарплата повышается. Вот видите. Свой трак – это много ответственности. Своё диспетчирование – ещё больше ответственности. Свои водители – ещё больше ответственности. И вот видите. Набираешь, набираешь, набираешь ответственности. Ответственности становится больше. Доходы становятся больше. но есть шанс ошибиться ошибитесь ошибетесь потеряете все ну или часть в общем ответственно сделать такое оплачивается но риски повышаются а я пацаны еду еду ставьте лайки подписывайтесь на канал подписывайтесь в telegram в instagram я там каждый день практически что-то позже за позже его обсуждаем общаемся ссылки есть в описании telegram instagram с вами был женька а женька работает за троих удачи я на бумажной фабрике в орегоне здесь очень много леса что делать с лесом делать бумагу этот груз я возил уже очень много раз вот так называется завод в строк вот видит он в калифорнию 240 за него платит очень тяжелый не самый приятный груз но это лучше чем ничего он очень тяжелый в чем проблема здесь видите какой я тут грязный все грязь все в грязи вот все в грязи приезжаешь зацепляет приезжай привозишь пустой цепляешь груженый вот я проверил груз накинул стропу за пацаны загрузился зацепил трейлер привез сюда пустой все очень просто примитивно завод по бумаге я считал уже приезжал раза два три четыре не помню после очень много грузов отсюда вот видите переработанный картон а с другой стороны в тумане это горы опилок опилки видимо из опилок делают бумагу вот завод запах не очень не очень приятно всегда там он железная дорога переработанный картон прям на улице хранится он flatbed стоит на котором его привезли вот раза 3 4 забираю тяжелый груз по весу хорошо платят за него отсюда больше нечего забирать просто из портланды постоянно вожу эту бумагу туда-сюда огромный гигантский завод размером с город я доволен зацените пацаны вот это едет из стоктмана это рядом с акраме на 50 миль в портланд они платят за это 33.33 доллара за милю около двух тысяч сто долларов за поездку я сейчас заработаю угрозом раз я могу даже посчитать пять шесть семь восемь девять десять один коробочек транс коробочек 2200 долларов пацаны вот я зацепился зацепился блять вот он 3300 2200 долларов вот за это вот еще и едет с трапа тоже можно посчитать вот есть сил сил пойдем сюда и все закрывать дверь и вот я буду ездить один целый день за 2200 долларов пацаны то на редко такую такой пикап встретишь что надо заезжать так с улицы очень неудобно видите без опыта чувачок явно ему очень сложно вот улицу перекрыли это портланд самый центр города портланд орегон можно очень легко уебаться люди все ждут пока он запаркуется центр портландом можно прогуляться я немного проебался с чекином я раньше всех приехал и позже всех зачекинил смотрите какой дом желтый раньше всех приехал и забыл за чекинс что-то в телефоне смотрите какая-то бутылка там сэвен ап прикольно это бочки стоят центр портланда джим сумасшедшие местные шортика в доме на колесах живут он чувак паркуется представить кто живет напротив сложно сложно здесь парковаться без опыта сложно блин вот я затупил конечно я последний зачекинился хотя сам первый приехал в телефоне залипал видите все стоят ждут чувак паркуется здесь очень сложно потому что от машины стоят машины стоят очень сложно заехать машин не было попроще потом не попадает вообще нам мусорка стоит ему нужно вот сюда проехать вдоль то есть прям вперед-вперед-вперед протянуть из-за вот этих машин припаркованных он не может бошку выпрямить сейчас полчасика помучается и и заедет вот так вот прям очень заранее нужно брать иногда бывает редко такие доставки центр портланда редко но бывает опять не попадает он сразу не попадает им нужно прям протянуть пиздец прям самый вперед без опыта чувак у него не получается не попадает он я сразу видно не попадает сразу какая-то фигня люди гуляют идут по своим делам а мы тут работаем чем-то занимаемся не попал а может и попал на заехал это я напиздил пацаны бывает вот там какая-то фигня смотрите когда я выезжал этот trip у меня был вопрос можно ли диспетчировать траки находясь находясь за рулем и у меня теперь есть ответ нет нельзя это абсолютно глупая идея просто не представляется возможным вот я приехал раньше всех и пока я там сидел в телефон залипал делал одно дело забыл зачекиниться в общем я по самый последний теперь в очереди приехал 1 уеду последний ну невозможно делать столько дел одновременно вот все заехали вот этот парень следующий а я буду ждать но время есть конечно но все равно раздражает просто сейчас часа два времени себе просто уничтожил можно прогуляться походить в общем нельзя диспетчировать и сидеть за рулем нужно делать что-то одно жить вот в больших городах мне лично не нравится но так вот прогуляться по большому городу приехать как турист мне очень нравится пройтись посмотреть на эти старые здания закоулочки вот какой-то портланд бейкер я нашел он там вот big savings типа большие скидки на бейкере я прогулялся нам что-то закрыто смотрю конфеты крутится но думаю если мед не идет к винни-пуху значит и не пух идет меда на посмотрел там они хлеб пекут в основном самом центре портланда пекут хлеб в америке да есть производство все всего везде что-то пекут что-то делают вот это все бейкере здесь запах идет оттуда какой-то такой не хлебный на самом деле он какой-то кислый то есть не особо там на самом деле пахнет как бейкере оно такое массивное производство то есть не штучный продукт который там знаете руками делают а такое вот вот у них тут даже это сделано смотрите типа пекут у них это форточка открыто и пекут прикольно то есть можно посмотреть по снимать как хлебушек хлебушек идет там мужик что-то смотрит на меня думать вот дурачок а здесь он на велике катается чуваки вот здесь уже что-то пахнет хлебушком вон там они типа едут эти хлебушки вон это пекарня странно очень странно что они сделали окна типа каждый может подойти посмотреть поснимать ну типа вдруг там что-то не так у них происходит вот тут массовом массовом варианте они производят этой хлебушки булочки я не думаю что там там очень вкусно я думаю что обычный обычный хлеб из волмарта продают он видите вон они пацаны хлебушек 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 это маффины вообще не донатсы ничего просто маффины хлеб вон я стою жду жду и жду хотя бы можно прогулять прогуляться классно да вот приехать в нью-йорк в портланд сиэтл прогуляться походить посмотреть классно жить что-то мне вообще не нравится в больших городах но вообще если бы у меня было пару лямов баксов может я купил квартирку день в центре города чисто знаете ложится в недвижимость давать ее это наверное интересно обидно обидно хожу груши что блять не затекинелся вовремя теперь надо ходить и грустить он паркинг тикет а это бейкер тут что-то купил я думаю паркинг тикет здесь вы видите написано два часа только можно парковаться дальше получишь тикет строгие правила в центре города всегда проблемы с паркингом вот когда это не amazon обычный такой фасилий строит творится в акканале вот этот чувак вот этот парниша мне сказал что я следующий заезжая подошел после этих двух а этот хер он местный локальчик он просто меня объехал и заезжает наглую хотя я следующий и все это ничего не сделаешь вот он видно что он местный он знать как что можно объехать заехать наглую на старом контраке он какое-то место он привез это делает доставку все он просто объехал меня и заезжает ему похер он только что приехал ждал минут пять пять минут подождал и все и заезжает и постоянно вот таких фасилий тех творится блять ну черте что вообще всем поферам вот он вот он вот он просто объехал блять меня мимо на стоя развалюте и ничего не скажешь он скажет нет я ждал за углом блять мудаки этот парниша который сдавал задом сейчас подошел ко мне и спрашивает я видел что ты сделал пиктер как я сдавал назад и такой ну да и чё а зачем игру ну для youtube канала мы в чем проблема будет а окей я здесь просто локальный каждый день катаюсь и начал мне давать советы как мне задом сдавать ну что я и говорил чувак здесь местный у меня просто объехал без очереди прекрасно понимает что он накосячил что я должен был заехать и пар подошел спросил типа насколько недоволен ну там просто есть уже другой груз если сейчас об мой поймет они меня должны загрузить через 30 минут если они не загрузят я в принципе позвонить вам amazon сказать что меня не загрузили amazon отменит груз а там есть грузы получше чем мой текущий груз мне этот груз уже не нравится столько времени на него потратила что-то они не собираются меня грузить в общем сижу жду очень странные ребята я видел как они закрывали дорогу с утра а сейчас чудо он очень сильно нервничает это другой парень не хочет закрывать дорогу он прям очень не понравилось чтобы просил закрыть дорогу это очень сложно сдавать задом почему-то для меня вот они не захотели это делать ерунда вот это заехал вот этот дом вот я туда уяк уяк и назад три минуты на все про все не сложно вот развалюшка стоит и он здесь отстоял дорогу переквал раньше я бы еще на трак нацепил камеру знаешь со страны бы снимал сейчас так лень а сон а сон мне только снится сегодня я буду ехать всю ночь хотя днем ехал но груз хороший надо ехать а не стоять и на ночь я беру себе пиццу потому что ночью ничего не работает в америке никто не работает вот домино пицца хорошая пицца домино вот здесь зарядки риви он ничего себе риви он зарядки я в шоке время и зарядки просто охуеть еще одна риви он зарядка реально смотрите прямо написано риви он риви он сколько стоит 50 центов минуту а идол 36 центов за киловатт макс пауэр 300 киловатт час я в шоке это просто открытие для меня сейчас короче вон там в машинах спят люди на парковках это у нас аризона довольно-таки бедный штат очень специфичный жить здесь пацаны не рекомендую в отпуск приехать с туристом супер мы там нас в остановке на остановке тоже спят люди здесь машинах везде спят люди взяли всю ночь буду спать здесь вообще в америке довольно популярная тема спать в машине они когда куда-то едут далеко они часто спят в машинах экономят денег нет не знаю а я в траке в траке класс и пицца с кофе и будут ценить работать давай 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 давать давай давай давать давай вообще сцепление с дорогой 0 чистый лед чистый чистый на лёд давай 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 чистый лед погнал прогнал погнал вот это вообще в америке изная açgdую пацаны я не рискую вот я еду 40 ограничение 40 вот отключил абс на трейлере чтобы дополнительных ощущений добавить себе, и еду вон степдек, везет контейнер за 2 доллара, наверное, ну ничего, я еду за доллар 60, потому что Рождество, грузов нету, и чтобы не стоять, лучше вот за доллар 60 хотя бы ехать, и где справедливость, вот еще один, еще один, давай, 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 я только что, я еду и чекаю тормоза, тормоза, то есть нажимаю педаль тормоза, нихуя ничего не происходит, то есть тормоз нажимаешь, и не происходит ничего, я понимаю, что сцепление с дороги равняется нулю, и это вот по этой расчищенной дороге, а слева-то вообще-то нет никакого сцепления, и вот пацаны, пацаны, есть вообще справедливость, да, в этом мире, в этих ваших Америках, почему вот летом, ну сейчас платят то же самое, блин, даже меньше, а когда сухая дорога, платят тоже, ну короче, на сухой дороге платят то же самое, а рисков нам никаких нету практически, что сухая дорога, а здесь снег, и за копейки, блин, еду, очень обидненько, смотрите, он песочком посыпает, я Сызрань проезжаю, походу, на самом деле, это Вайоминг, но в принципе, Вайоминг, хрен отличишь-то от Сызрань, что-то все обгоняют, короче, не знаю, пацаны, я очку, тем более, мне сейчас через 6 миль на заправку надо, что разгоняться, да, пускай обгоняют, пускай, не знаю, я не хочу, вот я только что чекнул тормозной путь, и он вообще велик, ладно, давай 45, 45, 45, включаем круиз, ну стрёмно вообще, не знаю, очень неприятно, пацаны, по снегу кататься, хотелось бы зимой, раньше, в нормальный рынок, когда был зимой, цены были прям повыше намного, вот что-то копы там, копы, копы вон они, что-то страх не случилось, вот, я сделал ошибку, взял экзит с хайвея, хайвей чистый, видите, там люди не могут забраться на хайвей, стоят обратно, мне надо заправиться, у меня будет 25% от бака, проблема в том, что экзиты с хайвея ты берешь, и они всегда в снегу, во льду, надо очень осторожно съезжать, то есть не на скорости, потому что на экзите с хайвея ты уже не затормозишь никогда, тут всегда-всегда-всегда лед, и я, ну, я, наверное, выйду, потому что бывает, что экзит, он обратно въезд прям в гору, короче, в гору, а здесь я вижу, что он не в гору, а что он наравне, что он даже с горки, наоборот, то есть спуск, то есть съехать получится, а бывают прям резкие подъемы, и у меня было такое просто, никто не мог подняться, я не мог подняться, просто все сидели, ждали, пока оттепели, 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 отдали, вон, сейчас он, да, вот этот вот спуск, сзади где-то спуск, мне повезло, вот он сейчас будет спускаться, у него все будет окей, он спустится, а там вот подъем чуть-чуть, и все, потому что хайвей вот так вот сейчас спускается в сторону, в общем, все, все как и в России, пацаны, вот снег, зимой очень тяжело работать, сейчас платят все то же самое, не больше, не меньше, только теперь еще и на снегу, и цепи надо одевать, и все, все будет, то есть если вы работаете на этой работе, у вас будет все, и снег, и дождь, и туман, и метель, и песчаная буря, и жара плюс 50, и холод минус 50, все, 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 что вы боитесь, оно все случится, никуда вот этого не денетесь, то есть к этому просто надо быть готовым, понимаете, то есть куда вы идете, блядь, вы идете на такую вот работу, где бывает разный, абсолютно разный пиздец, вот он, траки все стоят, многие ставят траки, конечно, многие не работают зимой, просто не работают, и все, но я работаю. Вуу, приехал, заправочка. Опа, смотрите, видите, вот я 1100 миль с последней заправки проехал, это на 0,60 умножаете, то есть это где-то 1800 километров, и у меня еще 25% от баков, 1800 километров, и еще ебаный насос, ебаный компот, блядь, американский флаг и вот эта вот пыня, пацаны, это вообще как, что-то у меня аж камера затупила, да, а что с камерой, камера вернулась, что это такое, блядь, вообще, американский флаг, какой-то чувак в полотенце, просто охуеть, что только не встретишь в этой вашей Америке, пацаны, вот пацаны, все пришли, и сегодня торжественно открываем Сызвен Коин, Сызвен Коин, короче, вот эти ребята будут, как это называется, первые, первый приходит, Зарабил, Карамиды, но вы говорите, говорит, Рига Тенки, короче, вы привозите первых, ну как в Карамиде этого года, короче, я не подготовился, привозить легкого, И 15% получает со следующего, кого приведете А эти ребята получают 20% Вот Сизерн Коин, пацаны, подписывайтесь Сизерн Коин вообще тема Сегодня запускаем Доброе утро, пацаны Вот как начинается все Я привожу на паркинг свою машинку Вот моя машина Вот мой дом на колесах Вот мой рабочий пикап Вон мой рабочий трейлер Вон там моя парковочка И вон там кто-то приехал за мной Вот приехали за мной ребятишки И сейчас они повезут меня в аэропорт Вот так, пацаны, все работает Вот она Стоит, ждет Вот так дверь открываю Оп Не открывается Теперь открывается Вот так вот Все, погнали Вот она Раз Все Приехали В аэропорт Какой-то маленький местный аэропорт Я в шоке, пацаны Я впервые столкнулся с такой дискриминацией Мне не давали машину Я забукал ее онлайн в аэропорту Мой рейс отменили, во-первых Потому что в Нэшвилле снег, куда я летел И просидел целый день в аэропорту В 6 утра проснулся, чтобы просидеть в аэропорту И сейчас вот еду назад, домой А такси очень дорогое 120 баксов в одну сторону И завтра мне обратно возвращаться А машину арендовать стоит 60 баксов Вот я арендовал Вот Что-то Какая-то Киа Электрическая, если она узнает Что это, пацаны, непонятно Какой-то седан Какие вот с экранчиками Чего это Чего, куда Непонятно В общем Оплатил онлайн Подхожу к стойке Забирать тачку И мне говорят У тебя Тетка мексиканка Говорит У тебя на правах написано Temporary Это значит Твой статус в Америке хуйня И ты не можешь Идавать машину Я такой Чего, блядь У меня сидела Я говорю У меня коммерческий драйв лайс Я вожу трак Как бы у меня, блядь, компания Я могу дом купить Могу трак возить Могу военные грузы возить А машину, блядь, не могу Ты что, ёбнулась, блядь Ну, короче, я такой в шоке Обосранный Пошел, сел на скамейку Позвонил жене Говорю Что-то фигня какая-то Говорю Сколько раз арендовал Никаких проблем не было Все друзья арендовали Ну, никаких Ну, что за прят Арендовать машину в Америке Это Ну, как за туалет в России заплатить Типа В России платные туалеты А в Америке все еще платные машины Туалеты в Америке бесплатные А машины все еще платные Хотя, казалось бы, да Уже пора можно сделать Бесплатные машины Потому что машина тут как говна В общем Поговорил Пошел в соседнюю стойку Вот стоит баба Вот я к соседнему мужику подхожу Говорю Можно мне машину арендовать Вот с такими правами Говорю Temporary Написано А он говорит А в чем проблема Я говорю Я не знаю Вот написано Temporary А он говорит Да без проблем Конечно, можно арендовать машину И дал мне машину Вот я на ней еду домой 60 баксов А соседняя тетка говорит Нет Она прямо сказала Блядь, тебе никто не даст машину Прям так и сказала Никто не даст машину Нельзя в Америке теперь арендовать машину С такими правами Она говорит Давай российские Я говорю Что, ебнулась Какая российская Я 6 лет в Америке Блядь Я здесь живу У меня дети, блядь, растут Мне нельзя, блядь Машину Еще ебанулась, блядь Такая пацана Киа За 50 тысяч долларов В принципе В целом машина Мне, конечно, понравилась Но все равно Вот этот осадочек Корейского Корейского Вот корейского Вот смотрите Включаешь Драйв Вот так Шайба Мне не нравится Странно Вот И смотрите Левел 3 Сейчас переключится Айпедал Айпедал Короче, когда ты отпускаешь Педаль газа Он полностью останавливается Мне кажется В Тесле Тесла По-моему Не останавливается Я не помню Навигация Вот 50 тысяч долларов А навигация Все равно планшет За 50 долларов То есть Я не понимаю До сих пор Почему в машине За 50 тысяч долларов Нельзя установить планшет Там За 500 Чтобы оно Ну нормально Нормально Как-то он Отдуплял И вот этот интерфейс Ну все это корейщина Конечно Не хочется Отключить Не хочется За 50 тысяч баксов Вот такой интерфейс Не знаю Вот этот интерфейс Мне невероятно раздражает Ну что это за хуйня вообще Ну что это такое Не знаю На видео Наверное сейчас выглядит Типа окей Но вот я покатался Один день Меня он безумно раздражает Заряда хватает 250 тысяч миль В принципе нормально Тут же какое-то Все это корейское Все Ну все корейское Не американское Не знаю Вот это Заставочка Нормально Сидение Сидение прикольное Удобное Вроде все классно В целом Машина мне понравилась Вот эта приборка Ужасная Отвратительная Все это выглядит Тут Блядь Кнопка Нахуй Здесь вообще Какая-то Какая-то хуйня Не знаю Не нравится Вот этот Прикольный Сенсорный экран В целом Вот этот экран Тоже нормально Все сделано Сам интерфейс Ужасный Все Блядь Это тормозит Невероятно Рулия Я говорил Уже Отвратительный В целом Машина выглядит Нормально Едет хорошо Качественно Понравилось Вот постоянно Возвращает тачку Она закрыта Маленький аэропорт Вот написано Видите Карст Ритюнс Херц Авиас На самом деле Херц Он там Через дорогу Ну точнее Не через дорогу Вот соседняя Соседняя парковка А здесь Видите Написано Парковка Интерпрайз Нэшнал Вот Авиас Баджет Я дропнул сюда Тачку Я уверен Что они меня Сейчас еще затяжут Они не работают То есть Парковка Херц Закрыта Время Вот 7 утра Они с 8 Работают А мне надо На самолет Уже прыгать Улетать Вот я ее Дропнул сюда Под табличкой Авиас Баджет Я уверен Это будет еще Мне стоить денег Блядь Они скажут Ты привез Не в ту локацию Хотя локация Закрыта Он там Я очень удивлен Почему нельзя Вернуть тачку Круглосуточно Чем блядь Аэропорт Ну это маленький Аэропорт В Америке все так Маленький аэропорт Все пиздец Все сразу Становится сложно Вот он закрыт Реального блядь Никого нету Просто Одни копы Сидят Машины коп Аэропорт закрыт А ну вот Боксы стоят И вот мой херц Что же делать Блядь Блокну сюда Пускай ищут Мне кажется В 7 утра В Тольятти Аэропорт Более бизи Чем тут Вообще никого нет Просто пустота Ни одного человека Это все парковка Арендных машин То есть Это не кто-то приехал И уехал Вообще Просто пустота Блядь Какая Это вот уже другой аэропорт Огромный международный В Орландо Видите Гигантский Он гигантский Просто огромный Куча секций Тут поезд ходит В разные секции Ходит разный поезд Четыре поезда Без машинистов Что-то меня чувачок Высадил На том уровне Вон поезд Вот тут вот едет Беспилотный Сам аэропорт Здание Он там Главное Это типа филиал Ну отделение Вот здесь На посадку уходит На посадку Вон поезд едет Потому что аэропорт Гигантский Вот у них Четыре таких крыла В разные крылья Ездят разные поезда В метро Типом Ну там буквально Минуту-то едешь Недалеко И сама аэропорт Гигантская Вот всегда есть Пожрать Ценники конечно Всегда дикие Больше чем Вне аэропорта Но если хочется есть То Никуда не деться И старбакс есть Все есть В общем меня шмагали Что-то долго сейчас Проверяли Что у меня в сумках Ничего не нашли Конечно Я потому что С этим рюкзаком И с этими вещами Уже пять раз летал Всегда проходил Никаких проблем Ничего запрещенного Особо не вожу Ну там типа бутылки с водой Что там Какие-то Длинные предметы Ничего такого В общем со второй попытки Сейчас думаю Улечу Снега там уже нет В нашу или вчера был снег Буран Улететь не получилось Попытка номер два Пацаны Второй день Попытаюсь улететь Вон самолет Форт Найт Форт Франсир Блин Но это не тот На котором полечу А просто который Было удобно заснять На котором Она может сказать Что я на этом полечу Вон уже в аэропорту Пацаны Пацаны Всего десять часов От Флориды И все Снега по колену Едем на автобусе С одного Аэропорта В другой аэропорт Это в Нашвилле Обычно здесь конечно Такого снега нет Но в этот раз Вот все в снегу Сегодня тоже не получится Забрать трак Сегодня из-за типа снега Для них это нонсенс В Нашвилле Они сегодня не работают То есть тот дилер Который отдает траки Просто не работает Говорит Никто не может приехать Я сейчас еду в отель Просто ближайший отель Заказал И при отелях Есть шаттл То есть до аэропорта Вот я позвонил Спросил Может за меня забрать Бесплатно Ну то есть включено в цену 80 долларов стоит отель И сейчас приедет Такой автобус А такси стоило бы Где-то 25 долларов Сейчас сэкономили 25 долларов Приедет шаттл Отвезет меня в отель Я переночую там ночью Завтра с утра Я надеюсь Они все-таки Снега на самом деле Немного Вообще ерунда Не снег Просто для них типа Это не очень привычно И поэтому они не работают Для меня минус Что я уже Второй день теряю Чтобы забрать трак Обычно Это все как-то быстрее происходит За сутки все происходит То есть я У меня было время Что я за сутки Приезжал В Мэшу Забирал трак И уже было через сутки Во Флориде То есть все на все 24 часа А здесь У меня займет Трое суток То есть Для меня это прям Ну такой нюансик Что зимой Все как-то дольше И сложнее Когда снег Заселился в отель Они это называют Снегом Пацаны Вот видите И нельзя работать Для них Типа это нонсенс Как так Отель 80 баксов Бесплатно Меня привезли Сейчас надо будет Целый день тут сидеть Потратить мой день Вообще не хочется Сидеть тут Что деваться Такая работа у меня Все ради Моих пацанов Пацаны Чтобы привезти вам Новенький трак Видите на кижерце Приходится идти Сидеть в отеле Одному Вот у меня жилетка Я только такую куртку взял Есть кинотеатр рядом Есть всякие кафешки Старбакс Можно сходить Прогуляться Обычный Обычный день Обычный день Проезд Шевражки А для них Это Пиздец Катастрофа Ну смотрите Обычное Обще состояние Дорог для России Вот просто Обычное Вот Вот кафешка Вот Работает Мужики говорят Что вчера вообще Ничего не работало Даже кафешки Типа У них столько снега Столько снега Что даже пожрать Негде было Сегодня говорят Хотя бы кафешки Работают Обычное Вообще состояние Чего не париться Он не работает Кафешка В которую я шел Прикиньте Просто не работает Она и сегодня Блядь не работает Только Драйвтру Типа Внутрь зайти нельзя Небезопасно Только на машине Можно подъехать Блядь Сумасшедшие люди Серьезные Какой-то Крейзи Блядь Вот на машине Можно подъехать Если машина есть Внутрь зайти нельзя Типа Не все сотрудники Видимо дошли Не знаю До работы Что-ли Ах Блин Вся надежда Он есть Макдональдс Есть еще КФС И где-то здесь Еще Панда Экспресс Тетя в Панере Очень вежливо Общалась Со всеми Кто подъезжал На машине Но я подошел Пешком Заказал все онлайн Оплатил все онлайн Просто выдай мне ордер Мой заказ И мне она уже хамила Говорит Почему ты Блядь Без машины Где твоя машина Я говорю У меня нет машины Я в отеле Вон остановился Через дорогу Вот он Вот отель Он Панера Я говорю Нахрен мне машина Она говорит Ооо И они все-таки Недовольны Я не знаю почему Типа вот есть Такое правило Что они Посидеть В Макдональдсе Знаете Иногда так Просто я сидел В отеле Целый день Думаю Может посижу В Макдональдсе Нихуя Там люди есть Но типа На вход закрыто Они только Выпускают людей Никого не впускают Как мне это Закрыто Захлопнули дверь Как меня это все Достало Пацаны Отель Полностью забит Вообще нет номеров Свободных Я стоял на ресепшене Все закрыто Никого не пускают Вот есть Вендис Вот это Блядь Не такой нюанс Что они перестраховываются Что как что Они все Сразу закрываемся В школу не ходим Ничего не делаем Как жить то Жить то надо продолжать И тротуары не чищены При Собянине Собянин Куда смотрят Повезло пацаны Вафельхаус открыт Заказал ужасный кофе Вот этот ужасный Классический Американский кофе Потому что Больше ничего нет Вот ребятки сидят Можно музычку включить Я просто посижу Послушаю О чем болтают Лио пацаны Угадайте чей Банка И как только я заболею Поеду лечиться в Сызрак По ОМС Банк все заберет А если буду лечиться В Америке То счет на лечение Прошет такой Что еще мои внуки Будут оплачивать Поэтому Лучше заболеть Потому что Если не заболеешь Все равно обанкротишься Денег транспортейши нету И все равно все заберут И потом из дома выселят Потому что дом Потому что дом тоже не твой И в школах Детей обучают Гейству И потом надо Черным целовать Ноги Чтобы забрать детей И поехать домой Есть Пластиковые ГМО продукты И госдолг Сами видели Какой Как только Госдолг Обрушит доллар И даже на пластиковые продукты Денег уже не будет В общем Ну Кажется Ничего не забыл Пишите в комментариях Если я что-то Забыл упомянуть В общем Отдались Чек-инжином Сразу Разряженные аккумуляторы Гора снега Вот так Отдают траки За 200 штук Пацаны в Америке Ступеньки в снегу Вот такие коврики За 200 тысяч И аккумуляторы Видите Написано 0 0 0 2 13 2 блока И вот я не знаю Можно его глушить Нельзя По идее нельзя Может они опять Не прикручены У меня нет с тобой инструментов Чтобы проверить Отдают Ну и чек-инжин Конечно Сразу горит 700 миль Чек-инжин Аккумуляторов нет Вот так вот Работаем Пацаны Сейчас жду груз Либо Бобтейл Поеду Во Флориду Здесь видите Какая погода Прекрасная Ненавижу Эту зиму Сегодня забирают Этот трак Это первый трак На котором Который Который я купил Кенверт В 21 году На нем 310 тысяч миль Сейчас 3 января Вот я его отмыл Полностью Чистенький Вечер Палмкост Сегодня в 2 часа На нем уже есть груз Ребята в тиме поедут Один стажер А другой Водитель будет его стажировать А трак водителя Который будет стажировать Он просто в ремонте Там меняют Нет не меняют Ремонтируют Круиз контроль Адаптивный Он что-то не работает И чтобы не ждать Не сидеть Вот трак стоит В общем Поедут его стажировать И потом стажер Сядет на этот трак Как раз починят Вернутся Через неделю Две починят Вернутся И два трака Будут работать В момент Когда капитан Посудины В день Когда капитан корабля Сходит Со своего В день Когда капитан корабля Снимает с себя Полномочия И перестает быть Капитаном Этого корабля Происходит Торжественное Снятие Флага Торжественному Снятию флага Приступить Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Скажи им правду, старик! Совсем скоро вы все сядете на свой новенький трак, закройте дверь, повернете ключ, и в этот момент, когда вы повернете ключ, контракт считается подписан, назад дороги нет. Нельзя выйти из трака! Это навсегда! Вы станете единым целым! Рука станет продолжением руля, капитан корабля станет частью его посудины! Поздравляю вас! Ваша жизнь предрешена! Это здорово! Ничего не нужно дальше думать! Все уже решено за вас! Вам понравится, пацаны! Вот вы видите! Жизнь пролетит мгновенно! Я быстрый, не придурок, пацаны! Да как ты смеешь? Как ты смеешь даже думать об этом? Я дал тебе все! Все, что у тебя есть, лишь благодаря моей щедрости и огромному великодушию! Это дом, айфон, плейстейшн, Тесла! Все благодаря мне! Это так ты решил меня отблагодарить? Это твоя благодарность? Да как ты смеешь? Даже не смей думать о том, чтобы слезть траков! И девушек это тоже касается! Девчоночки, это и вас касается тоже! Можно работать и вам! Садитесь на трак, поворачивайте ключ, закрывайте дверь и погнали! Все будет хорошо! Работа вам подходит! Деньги хорошие! Вам понравится! Девчонки работают, им нравится! Я подтверждаю меня! Однажды, сев трак, подписав контракт, это навсегда! Нет пути назад! Ты команда, теперь единая целая, трак становится твоим продолжением! Ты станешь единым целым со своим сиденьем! Разве это не прекрасно? Разве не этого-то хотел? Ты уже мечтал об этом! Вспомни! Тот день, когда ты сидел в Сызрани и мечтал, как бы и мне тоже сесть на трак в Америке! И вот это случилось! Назад дороги нет! Теперь ты и трак в единое целое! Растворить контракт нельзя! Ну что ты расстроился? Конечно, есть один способ слезть с трака! Смерть! Жизнь в траке! За то, чтобы твои дети могли жить в Америке! Жизнь за жизнь! По-моему, это справедливо не находишь! Ребята, ну должен же быть хоть какой-то способ расторгнуть этот контракт! Не могу же я всю жизнь жить в этой будке! Ответ должен быть в этом старом древнем контракте! Сызрани Ладжисти! Что? Контракт? Невозможно! Где ты его раздобыл? Договор подписан и считается нерушимым! До самой смерти это мне не подходит! В момент, когда трак завелся, контракт считается подписан! Так! Ага! Вот здесь мелким шрифтом написано! Трансфер only, no cancellation! Ага! Вот условия трансфера! Трансфер возможен при условии, если новый владелец добровольно, лично в руки возьмет ключ в трезвом уме и здравом рассудке и с чистыми намерениями воткнет ключ в зажигание, повернет его! Ага! Двигатель заведется и в этот момент сила контракта к предыдущему владельцу полностью утрачивается и контракт переносится на нового водителя! Полностью в полном объеме и до конца срока его действия смерти текущего владельца! Это нам подходит! Что ж, хорошо! Раз так написано в контракте, смена водителя, это приемлемо на трак! Трак должен ехать! Совсем скоро все вы сядете на новенький трак! Хочешь ключики? У меня хватит для всех вас! Ты же об этом мечтал, да? Ключи от нового трака! Вот они! Ну, держи, держи! 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 Привет, друзья! Это я, с вами Женька! И у меня для вас есть замечательное предложение! У меня здесь новенькие ключи от новеньких траков! Все, что тебе нужно, это лишь просто с чистыми намерениями взять их в руки, вставить в зажигание, повернуть ключ, завести трак и отправиться работать в путешествие, смотреть Америку! Как тебе такое предложение, а? Ставь лайк! Время пройдет быстро! Это абсолютно безболезненно, пацаны! Просто поворачивайте ключ и станете! У вас все будет сразу! Все будет! Айфоны, Плейстейшны, телевизоры, все будет! Вы станете единым целым со своим траком! Навсегда, навечно! И эти узы, они нерушимы, их нельзя расторгнуть! Это навсегда! Вы никогда не сможете выйти из своего трака, и это хорошо! Вам больше не надо ни о чем переживать! Все решилось! Ваша жизнь решена! Все расписано наперед! Разве это не здорово? Руль! Руль станет продолжением руки! Все будет здорово! Поворачивай ключ! Ха-ха-ха-ха... Ха-ха-ха... Ха-ха-ха.... Ха-ха-ха.... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова